всем привет в эфире tms аналитика в этом выпуске привет от инопланетян атмосфера меняет свой состав и миллиард за 60 грамм 16 на 17 сентября многие интернет-издания публиковали интересные статьи в которых говорится о том что в сша в вашингтоне сотрудники космического агентства наса провели пресс-конференцию на которую пресс-секретарь сделала сенсационное заявление давайте прочитаем одну из таких статей и потом попробуем сделать аналитику в наса признали что знали о существовании инопланетной жизни в течение долгих лет но забыли сообщить об этом общественности мы сожалеем мы думали что все знают об этом рассказала пресс-секретарь наса триш чамберсон на пресс-конференции штаб-квартире космического агентства в вашингтоне есть так много фильмов документальных съемок и телевизионных программ по пришельцев что мы думали что все знают о них сейчас заявила госпожа чамберсон шокированной толпе репортеров серые посещали нашу планету в течение тысяч лет как вы думаете кто строил древние пирамиды и все остальные супер сооружения мира да ладно ребята это совершенно очевидно сообщила она во время двухчасового брифинга ученые nasa подтвердили ранее опровергнутую информацию о нло и инопланетных технологиях говорящие о том что четыре раз инопланетян имели регулярные контакты с наса и даже обращались в агентство чтобы поздороваться с каждым человеком на планете приносим извинения за эту путаницу все просто подзабыли сообщили ученые мы были так заняты инженерными технологиями что просто забыли об этом у них даже база на обратной стороне луны есть и в настоящее время происходит добыча минералов инопланетянами на нескольких планетах в нашей солнечной системе они только начали в последнее время осваивать юпитер доказательство тому новые кольца вокруг него это все хорошо хотя они достаточно милые существа они не говорят много но всегда жалуются на наше ядерное оружие утверждая что взрывы влияют на параллельные вселенные рассказали в nasa по словам представителей космического агентства пришельцы безвредны им интересны только природные ресурсы планеты здесь чем эта новость не должна вызвать никаких проблем действительно какие проблемы может вызвать эту новость подумаешь инопланетяне посещают нашу планету уже тысячи лет подумаешь что они строили пирамиды и другие мегалитические сооружения подумаешь что им интересны природные ресурсы что они обитают оказывается на других планетах солнечной системы что добывают там ресурсы действительно как сказали у сотрудники наса да эта новость не должна вызвать никаких проблем по их мнению то есть это такая знаете рядовая новость которая второсортная которая ну подумаешь на планетяне да есть 3 и ладно но если серьезно то никто в здравом уме не станет делать таких заявлений тем более такая серьезная организация как космическое агентство наса впервые это новость появилась в издании американском это издание носит сатирический характер там печатать статьи на злобы дня надо ждать официальных заявлений наса пока таких заявлений нету ни на сайте нет других авторитетных источников поэтому доверять этой новости полностью не стоит но если вдруг это кажется правдой то скорее всего население планеты готовят к чему-то серьезному но к чему именно попробуем поговорить после второй новости на официальном сайте наса появилась информация что стратосфере земли обнаружена большая аномалия которая может угрожать огромными последствиями давайте прочитаем что там написано национальное агентство по воздухоплаванию исследование космического пространства зафиксировала аномальные изменения стратосфере нашей планеты данные полученные наса говорят о том что воздушное течение стратосфере над экватором изменило свое направление на год ранее чем рассчитывали ученые потоки стратосфере влияют на состав атмосферы земли и от них зависит плотность озонового слоя и распределение загрязнителей специалисты наблюдая за стратосферы отмечали некоторые закономерности ее потока но в 2016 году что-то пошло не так в районе экватора на высоте от 11 до 50 километров имеется воздушное течение который меняет свое направление раз в два года но в сентябре этого года она изменила направление вдвое быстрее чем планировали метеорологи то есть с чем может быть связано это аномалия да то есть как говорит нам официальный сайт нас как говорят многие статьи то есть в интернете множество изданий есть которые опубликовали до данные статьи там говорится что это аномалия показывает то что меняется состав атмосферы то есть почему я говорил что первая вторая новость могут быть тесно связаны между собой если вдруг окажется что инопланетяне действительно существует и космическое агентство нас сделала такое заявление то состав атмосферы это прямое продолжение новости то есть смотрите да нам говорят о глобальном потеплении и с чем это все связывают многие люди до с так называемыми хим трейлами которые остаются за самолетами много лет до мы наблюдаем эти хим трейлы мы видим как с неба сыпется такой золотистый порошок это очень четко видно в ясно безветренную погоду вертикальные такие следы от трейлов но многие говорят что настраивает что эти хим трейлы вызывают раковые заболевания на самом деле я же думаю что скорее всего это средство для изменения состава атмосферы то есть если инопланетяне существуют им необходимы природные ресурсы то им надо здесь как-то комфортно находиться но наша атмосфера скорее всего не пригодна для дыхательной системы инопланетян чтобы это исправить были предприняты такие многолетние меры и сейчас это все вступило в реакцию и начали наблюдать ученые такую аномалию как изменение состава атмосферы то есть это для того чтобы инопланетяне могли комфортно здесь себя чувствовать но опять же это с той позиции если все это правда что наса сделал официальное заявление о том что говорилось первой новости 8 сентября 2016 года с американского космодрома стартовала ракета-носитель атлас-5 на борту которой находился космический аппарат осирис-рекс данный аппарат должен будет прилететь в космосе много километров и высадится на большой астероид бену чтобы взять образцы грунта вот что говорят по этому поводу в наса мы планируем забор образца в июле 2020 года но красота этой миссии заключается в ее гибкости и мы можем сделать это позднее мы закрепим полученный образец и не покинем астероид до марта 2021 года или даже до апреля 2022 мы вернемся на землю 24 сентября 2023 года заявил глава миссии кордон джонстон ну что ж обошлась данная миссия налогоплательщикам американским в 1 миллиард долларов 800 миллионов долларов стоит проект и 200 миллионов долларов ушло на строительство ракета-носителя атлас-5 то есть смотрите да что происходит вообще в мире да как взять деньги с людей сказать что мы полетим на астероид на далекий на какой-то ненужный совершенно астероид чтобы взять 60 грамм грунта приземлить туда 2020 году и 20 втором взлететь и прибытие на землю двадцать третьем году то есть и сорвать при этом 800 миллионов долларов для миссии и 200 миллионов для постройки ракеты то есть вы понимаете да что в 2023 году могут сказать что извините мы потеряли связь с аппаратом но улетел аппарат всего что мы теперь можем поделать ну бывает всякие ошибки то есть вот такие новости то очень интересно просто их читать иногда чтобы просто задуматься да как берутся деньги с налогоплательщиков куда они потом уходит то есть понимаете миллиард долларов ушли не на какие-то хорошие там нужды пускай даже не космические земные нужды не ушли эти деньги на исследование каких-то потенциальных планет до изучения а ушли на забор грунта с какого-то астероида бы ну который там возможно 22 веке может пролететь возле земли либо с ней столкнуться ну возьмут они 60 граммов грунта и что дальше что это им даст но узнают они что состоит допустим из железа он астероид или там из твердых породок камней и что и что это даст понимаете что вот эти вот и такие миссии не только есть в америке не только в америке они есть они есть и у нас такие миссии вот куда уходит деньги налогоплательщиков вот такая вот небольшая аналитика с вами был тем studio смотрите в следующие выпуски и подписывайтесь на канал всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске европа наносит ответный удар секретное знамя земли и воплощение американской мечты 26 сентября сотрудники космического агентства наса созвали пресс-конференцию на которой сделали ошеломительное заявление на спутнике юпитера европе обнаружен 200 километровые водные гейзеры по словам астрономов выбросы позволит исследовать состав подповерхностного океана европы с помощью беспилотных миссий кроме того ученые связывают существование сложных геологических образований хаосов с гейзерной активностью надежно подтвердить состав выбросов удастся с помощью инфракрасных приборов телескопа джеймс веб который будет запущен в 2018 году если водная природа выбросов гейзеров подтвердится то европа станет старым спутником солнечной системе обладающим подобной активностью ученые отмечают что очень трудно оценить возможное количество воды выбрасываемой европой по данным исследователей наблюдаемое поглощение в ультрафиолетовом диапазоне соответствует выбросу в несколько миллионов килограмм воды ну что ж еще в 2012 году телескоп хаббл обнаружил на европе якобы гейзеры сейчас анализирую эти снимки наса пришло к выводу что все-таки там действительно гейзеры и вышиной они около 200 километров представляете на 200 километров вода выбрасывается в космос похоже что состав воды аналогичен земному то есть вода практически такая же как и на земле откуда это наса выяснила пока непонятно и вот они планируют осуществлять беспилотные туда миссии чтобы все-таки выяснить такого ли состава вода и вообще как туда можно проникнуть раньше планировалось как пустить туда спутник он пробурил бы большой километр многокилометровый лед и потом бы как и такую капсулу туда спустил бы небольшую подводную лодку которая смогла бы изучить миры подводного этого океана но теперь оказывается там есть гейзеры и бурить ничего не надо лишь в этот гейзер просто запустить под ту самую подводную лодку но чтобы это сделать нужно создать несколько беспилотных миссий чтобы все это изучить в частности хотят запустить на орбиту в 2018 году телескоп джеймс уэб который к слову обошелся опять же американским налогоплательщикам практически в 7 миллиардов долларов то же самое обойдутся беспилотные миссии неизвестно сколько они собираются изучать эту европу насколько там вообще это правдиво и непонятно если мы посмотрим на снимки с телескопа хаббл что-то можно разобрать совершенно неясно но мы как известно не ученые поэтому налогоплательщикам американской придется раскошелиться на очень очень большие суммы чтобы исследовать и европу ну а если мы внимательно посмотрим на телескоп уэб то что он нам напоминает переходим к следующей новости ну а следующая новость уже из далекого 2015 года новость это об интернациональном флаге планеты земля об этом флаге делали уже многие блогеры свое мнение в частности очень хорошее мнение оставил вячеслав котлеров ссылку на его видео вы сможете найти в описании к этому ролику ну а так как этот флаг непосредственно относится к тематике этого выпуска в частности космосу давайте и я оставлю свое мнение давайте прочитаем суть этого сообщения этой новости проект под названием интернациональный флаг планета земля был создан дизайнером оскаром пернифельдом из стокольма по словам дизайнера основная цель создания флага напомнить населению земли что все мы живем на одной планете несмотря на государственные границы флаг земли представляет собой семь белых пересекающихся колец на синем фоне семь колец в центре флага образуют цветок символ жизни на земле кольца соединены друг с другом что указывает на то что все на нашей планете прямо или косвенно связано между собой синий фон представляет собой воду который имеет важное значение для жизни а еще океаны которые покрывают большую часть поверхности нашей планеты внешне кольца цветка образуют круг который можно рассматривать как символ земли как планеты а синий фон может представлять собой вселенную сообщается на сайте проекта по словам пернифельда данный флаг в будущем может быть использован астронавтами дизайнер также считает что при освоении космоса будет гораздо этичнее использовать флаг представляющий планету целиком нежели флаг какой-то отдельно взятой страны начнем с того что дизайн флага планеты земля предлагался множество раз существует очень очень множество всяческих вариантов но почему-то заметили проект именно оскара пернифельда кстати далеко не славянская и не европейская фамилия да но вы поняли о чем я говорю почему именно так я сейчас вам постараюсь объяснить почему именно выбран такой вот символ такая символика но опять же на мое мнение да кстати это мнение очень распространено я его придерживаюсь я только сейчас более подробно расскажу все вот это вот почему именно такой флаг давайте начнем с того как выглядит флаг то есть это начерченные семь колец семь колец под горным под гномом да как властелине колец ну ладно посмотрите то есть это начерченные круги вы понимаете о чем я да чтобы вычислить середину используется у нас такой чертежный инструмент как угольник чтобы вычислить середину но чтобы начертить круги используется циркуль а циркуль и угольник всеми известны вам символы и чьи кому они принадлежат почему же семь колец до семь колец потому что семерка это самое распространенное число в иудаизме и христианство да за семь дней бог создал землю 7 ветвей в связи подсвечники еврейском миноре 7 день шаббат священный много-много до 7 печати в книге жизнь апокалипсиса 7 ангелов которые вы струбили семь чаш с язвами и далее 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 то есть ну понятно почему то то есть используется именно число число 7 никакой не цветок середине да то есть это просто зашифрованная такая почему типа именно этот флаг то есть должен представлять гораздо этичнее использовать флаг представляющий планету целиком нежели флаг какой-то отдельно взятой страны до щас давайте мы посмотрим что из себя представляет этот флаг давайте для начала инвертируем цвета но а теперь уберем с этого флага все лишнее ничего не напоминает переходим к следующей новости ну и третья новость которая вызвала у меня такую сначала ошеломительный шок да то масло масляно ошеломительный шок это просто нечего давайте сразу зачитаю а потом поговорим ученые nasa представили проект и xp enterprise центр управления космическими исследованиями наса замахнулся на покорение звезд за пределами солнечной системы всем известный межзвездный корабль из нашумевшего фантастического фильма стартрек стал прототипом будущего и xp enterprise данный концепт основывается на принципиально новых технологиях двигатель состоит из двух колец находящихся вокруг корабля которые будут создавать варп пузыри пространственно-временного искривления посредством которого и будет перемещаться корабль скорость корабля будет во много раз превышать скорость света но в то же время не будет соперничать с электромагнитной световой волной разработчики уже показали 3d модель нового межзвездного корабля и стенд на котором мы будут создаваться варп пузыри фантазиям наса просто нет границ просто от я не знаю что будет дальше создание светового меча который не смогут показать который будет прототип создание я даже не знаю что больше придумать я просто не понимаю как уже я понимаю да то есть американцы настолько скорее всего тупые настолько им интересны всякие вот эти вот фантастические фильмы супергерои что они уже готовы поверить во все корабль будет во много раз превышать скорость света я не знаю как вот как вытянуть деньги с бедных американских налогоплательщиками просто понимать и смешно и грустно в то же время то как можно верить в это вообще каким образом что это вообще такое я не могу вообще это понять фантазия просто ошеломительно что будет дальше просто не представляю но поживем как говорится увидим но на сегодня у меня все с вами был тем студия смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал надеюсь вам очень понравился этот выпуск я больше так не могу бедные американцы всем привет в эфире tms аналитика в этом выпуске возвращение на меркурий колонизация марса надувные палатки для космонавтов и святые в космосе ну что ж давайте начнем и зачитаем первую новость ученые наса получили снимки землетрясений с меркурия ученые наса рассказали что изображение поверхности меркурия свидетельствует о тектонических процессах на этой планете снимки сделал зонд мессенджер отправлены на орбиту меркурия в 2004 году на снимках видны специфические разломы которые ученые назвали ступенчатые откосы об их существовании на меркурии было известно и ранее однако сейчас они были найдены на поверхности кратеров которые сформировались относительно недавно чтобы подтвердить геологическую активность в 2018 году наса отправит на меркурий зонд бепи коломба ну что ж такая активность наса в последнее время просто поражает никогда такой активности новостей от наса не было за всю историю что не день то космические новости космические открытия глобальных масштабов нашли на меркурии тектонические разломы то есть свидетельствует об активности там какие-то вулканические действия происходят напомню что тот самый зонд мессенджер который был отправлен 2004 году изучил планету меркурий вдоль и поперек и нам сказали что изучать там нечего планета абсолютно непригодна для жизни там днем плюс 600 градусов ночью минус 180 то есть на обратной стороне меркурия где нет солнца в данный момент оказывается сейчас выясняется что они и тогда знали об этих тектонических разломах и эти же снимки были именно со зонда мессенджера но почему-то этому не придали значение а вот недавно они выяснили что оказывается на свежих кратерах из разлома и для этого нас он теперь нужно туда отправить срочно новый зонд бепи коломба да то есть нам объявляет что планета совершенно непригодна что от нее нет никакого толка что колонизировать ее смысла нет слишком близко к солнцу там слишком большие температуры ночью слишком низкий зачем отправлять туда зонт для изучения меркурия снова если вы изучили как нам говорили вдоль и поперек этот аппарат кстати выполняя функции все-таки разбился поверхность меркурия благополучно и погиб а теперь надо отправить туда кассы еще один зонт чтобы просто посмотреть как выглядит тектонические разломы на меркурий гениально то есть я так понимаю что последнее время происходит нечто такое интересное когда пытаются я не знаю что они пытаются делать но пытаются выжать максимально из этих космических программ выжать как можно больше средств из людей хотя деньги я так думаю навряд ли им нужны денег я думаю буран для чего это делать совершенно непонятно но факт имеет место быть и снова налогоплательщикам придется раскошелиться на новый зонд для изучения совершенно бесполезного и ненужного меркурия но мы переходим к следующей новости илон маск и колонизация марса пока что в сжатом виде план выглядит так большой корабль 100 тонн груза поднимает на орбиту большая ракета который сразу же возвращается и отдельно выводит на орбиту танкер с топливом для заправки корабля в космосе после этого межпланетная транспортная система готова к полету говорят если используя тысячу таких межпланетных кораблей то на полную колонизацию марса уйдет от 40 до 100 лет маск рассчитывает что стоимость полета к марсу одного человека сократится с текущих 10 миллиардов долларов до 200 тысяч долларов за счет многоразового использования техники пока что в планах space x использовать каждый межпланетный корабль 12 раз а заправочный танкера например 100 раз итак давайте начнем по порядку давайте взглянем правде в глаза и посмотрим на то как вообще осуществим этот план дело в том что пока что не принято никакие меры по защите от радиации то есть пока что никто не знает что будет происходить с людьми за пределами радиационных поясов ван аллена за которыми доза облучения такова что смерть происходит практически после небольшого пребывания то есть любое органическое существо любая органика за пределами радиационного пояса совершенно беззащитно илон маск не предлагает абсолютно ничего по устранению вот это вот препятствие то есть нет никакой защиты нет никаких разработок просто мы хотим взять миллион людей и отправить на марс при том что выдвигая такие фантастические требования до что каждый раз в 12 раз использоваться межпланетный корабль что вот эта ракета будет возвращаться назад приземляться на платформу мы уже это видели да когда нам показывают съемки инвертированы приземление тех ступени ракет назад на водную платформу и здесь примерно тот же самый прием причем что представляете отправка одного человека на данный момент обходится в 10 миллиардов долларов сколько денег можно срубить с людей которые должны будут отдать эти свои кровные налоги космическую программу по воплощению плана илона маска чтобы отправить туда людей на марс опять же идем дальше колонизация марса до чудовищные условия радиации на планете сумасшедший как опять же это будет выглядеть как будет защита людей совершенно непонятно днем бывает что температура на марсе достигает плюс 20-30 градусов но ночью там сумасшедшие холода минус 40 а в некоторых местах даже до минус 150 температура опускается как колонизировать марс какой целью колонизировать марс да то есть пока что нету никаких средств чтобы устранить радиацию обеспечить комфортно проживание людям на марсе вода еда где брать откуда брать никаких идей илон маск не предлагает но пилотируемый полет должен состояться уже 2022 году как это будет выглядеть совершенно непонятно опять собираем денюжки с налогоплательщиков для осуществления совершенно безумных на данный момент планов но мы переходим к следующей новости экспериментальный надувной модуль бим на мкс такие модули занимают мало места меньше весит и при этом обеспечивают защиту от солнечной и космической радиации космического мусора и других загрязнений будущие пилотируемые экспедиции на марс луну и астероиды могли бы использовать их в качестве дополнительной жилплощади 29 сентября 2016 года борт инженера 49 экспедиции кэтлин рубинс установила в модуле оборудования для замеров нагрузок и вибрации здесь дорогие мои очень интересная вещь настолько считают людей просто идиотами что показывает подобные нам ролики подобные новости выкладывают просто в общий доступ надувные модули на мкс то есть насколько мы знаем что даже обшивка мкс не в состоянии полностью защитить космонавтов от космического излучения и солнечной радиации а здесь у нас обычный надувной модуль для расширения пространства и для испытаний однако как сказано в новостях и в официальных комментариях находиться астронавтом и космонавтом постоянно в этом модуле запрещено туда заходить можно только на несколько часов и всего лишь четыре раза в год при том что идут испытания как там нам сказали да для последующих пилотируемых экспедиции высадки на астероиды но брюс вылез да все дела армагеддон сверлением астероида проживание надувной палатки на нем модули так называемом что показывают что делают до последнее время вот это кэтлин рубин кстати представляете такая новость сенсационная аж во всех источниках было кэтлин рубинс сделала фотографию ночной и земли с мкс с каких пор фотографирование стало такой сенсации на мкс вот она землю сфотографировала начну по всем новостям показали имею ввиду вот печатным новостям интернет новостям с каких это пор что это вообще такое что за сенсация такая сфотографировали землю гляди катика что какая сенсация и теперь надувной модуль отправили вы довольно туда давно еще вроде в мае отправили даже в апреле и сейчас настала момент настал момент испытаний так они заходят то периодически посмотреть там все ли нормально оказывается надувных модулях просто вдумайтесь в это слово надувные модули что будет дальше совершенно непонятно я думал что предел был это отправка межпланетного межзвездного корабля enterprise с варп пузырями оказывается далеко это не предел оказывается надувные модули это тоже такая классная коронная фишка но мы переходим к 4 бонусной новости в нижегородской епархии рассказали зачем отправят мощи серафима саровского в космос в пресс-службы нижегородской епархии прокомментировали решение отправить мощи преподобного серафима саровского в космос как рассказал сайту телеканала звезда июрей алексий соответствующие просьбы патриарху кириллу обратились представители центра подготовки космонавтов многие космонавты являются верующими людьми и когда верующий человек отправляется в далекое путешествие а космос это безусловно далекое очень трудное и серьезное путешествие и человек хочет как-то поддержать себя не только телесно но и духовно отметил июрей поэтому люди берут с собой какие-то святыни кто-то берет иконы а космонавты попросили частицу мощей серафима саровского чтобы с одной стороны иметь какую-то сильную духовную поддержку великого русского святого а с другой совершить такой своеобразный крестный ход вокруг земли отметил представитель нижегородской епархии здесь конечно комментарии бы были излишни однако хочу сказать что при освещении данного запуска священникам запуск не состоялся короткое замыкание и запуск отложили на неопределенный срок где-то до должна была запуститься 23 сентября это ракета с мощами серафима саровского но теперь отложили числа до 10 где-то октября следующий запуск если опять сможет ракета взлететь дело в том что я просто думаю что такого кощунства просто такого сатанизма бог не допустит но на этом у меня все с вами был тем studio смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал илон маск и канализация колонизация марса всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске хаббл 26 лет спустя прозревшие астрономы и тайна черного неба ну что ж давайте начнем и зачитаем первую новость хаббл углядел самую далекую на настоящий момент галактику астрономы работающие с данными космического телескопа хаббл увидели яркую галактику расположена на расстоянии 13 4 миллиарда световых лет от земли это самая далекая галактика из наблюдаемых учеными на сегодняшний день галактика g n z11 расположена в стороне созвездия большой медведицы и по оценкам была сформирована всего через 400 миллионов лет после большого взрыва ознаменовавшего рождение вселенной g n z11 по современным меркам является сравнительно небольшой галактикой в ней лишь один процент массы звезд млечного пути однако учитывая давность ее формирования она просто огромна астрономы были удивлены что галактика настолько массивно при том что сформировалась она примерно через 200 300 миллионов лет после образования первых звезд мы не ожидали что хаббл подарит нам такую возможность он произошел все наши ожидания мы смогли заглянуть значительно дальше чем рассчитывали говорит астроном паскаль ош из ельского университета однако даже спустя 26 лет работы в космосе хаббл не перестает нас удивлять ну что ж оказывается хаббл у нас мега телескоп конечно мы все об этом знали но что до такой степени мы теперь будем знать намного лучше оказывается он способен разглядеть объекты на расстоянии 13 4 миллиарда световых лет от земли если кто не знает что такое световой год рекомендую зайти хотя бы в википедию и посмотреть чему равен световой год какому расстоянию а это 13 4 миллиарда световых лет то есть это такое расстояние который просто скорее всего не найдется столько места на листе чтобы записать эту сумму это число расстояние 26 лет ученые ничего не видели 26 лет пользовались телескопом хаббл а тут вдруг они раз и и обнаружили что галактики оказывается гораздо дальше чем предполагалось ранее что это не край вселенной что хаббл способен заглянуть дальше край вселенной потому что это супер мега телескоп который находится уже на орбите земли 26 лет что придумает нас а дальше будем смотреть но мы переходим к следующей новости и так перейдем ко второй новости и давайте ее тоже зачитаем сколько по сути галактик во вселенной до этого астрономы думали что в нашей вселенной проживает около 100 миллиардов галактик но последние исследования показывают что их намного больше астрономы при помощи космического телескопа хаббл государственного аэрокосмического агентства наса установили что количество галактик во вселенной в 10 раз больше чем считалось ранее международная команда астрономов во главе с кристофером канцелесом провела доскональную работу по сбору и обработке данных наблюдений разных наземных и космических телескопов в первую очередь орбитальной обсерватории хаббл команда астрономов под его руководством отсортировали галактики по их яркости и смогли сделать модель нашей вселенной подсчитав ориентировочное число галактик уму непостижимо что свыше 90 процентов галактик во вселенной еще только предстоит изучить британские ученые из ноттенгемского университета при помощи космического телескопа хаббл обнаружили около двух миллиардов галактик группа астрономов проанализировала данные космических телескопов nasa и са хаббл и установила что во вселенной в 10 раз больше галактик чем считалось с того времени астрономы считали что во вселенной есть 100 миллиардов галактик однако сейчас выяснилось что их по крайней мере в 10 раз больше большие галактики были сформированы при объединении не менее маленьких галактик научные сотрудники пояснили что порядка 90 процентов галактик находится далеко от млечного пути и при всем этом они очень тусклые для того чтобы их очевидно было рассмотреть даже в самый мощнейший современный телескоп также международная группа исследователей дала собственный ответ на вопрос о том почему невзирая на такое внушительное число галактик небо остается темным это открытие стало возможным благодаря космическому телескопу хаббл таким образом ожидаемое число галактик достигло одного триллиона это в 10 раз больше чем считали ученые ранее то есть смотрите что происходит ученые у нас прозрели о какое чудо все время наблюдали 26 лет телескоп хаббл и ничего не видели а тут а раз и открыли галактики что их оказывается в 10 раз больше что 90 процентов галактик не изучен а это ведь не паханое поле для астрономов это ведь такие гранты вы такие выделения средств из бюджета государства на изучение этих галактик это же как сколько же можно будет изучить всего сколько денег мы получим за изучение всего однако тут же они пишут что 90 процентов галактик находится далеко от млечного пути и при всем при этом они очень тускло для того чтобы очевидно было рассмотреть даже в самый мощнейший современный телескоп это делается для того чтобы никто больше не мог сказать что они врут вся отмазка идеально вы не увидите эти галактики потому что они слишком тусклый а вот только супер мега хаббл может это все увидеть а вы ничего этого не увидите но эти галактики есть поверьте нам и пожалуйста выделите нам средства для изучения этих 90 процентов галактик который ранее никто никогда и не видел фантазия ученых просто феноменально выбивание денег им позавидуют даже самые матерые жулики которые специализируются на вымогательстве наса пошла дальше она просто сказала есть галактики но вы их не увидите потому что вас не хватит мощностей телескопов даже самому современный телескоп это не увидит только хаббл может увидеть и благодаря группе ученых которые проанализировали детально изображение с хаббла кастом очень много галактик и теперь все это надо изучать возможно даже отправить туда новый корабль интерпрайс который они делают на варп технологии вот она где все у нас понимаете вот куда уходит все средства вот где жулики все находятся они те которые нам говорят да там кто-то что-то украл кого-то за что-то посадили никого вот вот изучение непаханного пространства космоса которого нет они придумывают пожалуйста 26 лет никто ничего не видел тот раз и увидели но также говорится почему небо остается темным но об этом в третьей новости но мы переходим к третьей новости и давайте ее также зачитаем ученые разгадали тайну черного неба ночью ученые наса смогли узнать почему ночью небо черное по их мнению все дело в космической пыли не пропускающий звездный свет как рассказали сотрудники агентства по всем законам логики небо ночью должно быть примерно такого же цвета как и во время захода солнца ведь во вселенной огромное количество звезд которые должны его освещать пытаясь разгадать эту тайну которую ученые прозвали парадоксом ольброса они выдвигали предположение что звезд на небе недостаточно чтобы осветить все небесное полотно ночью тем не менее недавно полученные с телескопа хаббл данной опровергли эту теорию как выяснилось космической пыль и газ циклично поглощают и снова выпускают звезды из-за чего жителям земли небо и кажется черным также ученые отметили что по последним данным во вселенной достаточно галактик чтобы небо было ярким даже в ночное время суток однако газ и космическая пыль невидимый для человеческого глаза не пропускает их свет что и требовалось доказать наса начала потихоньку прикрывать свой зад этот вопрос поднимали альтернативщики очень давно почему ночью мы видим звезды если свет распространяется бесконечно далеко и на небе просто немыслимое количество галактик и звезд небо должно быть светлое и наса наконец-таки это признало да по законам логики как так и должно быть но что они придумали зачитываю дословно да ученые также отметили что по последним данным во вселенной достаточно галактик чтобы небо было ярким даже в ночное время суток однако газ и космическая пыль внимание невидимая для человеческого глаза не пропускает их свет была введена неизвестная производная космическая пыль и газ который не видно человеческому глазу очень удобно когда есть что-то что нельзя подтвердить либо опровергнуть что нельзя доказать вели космическую пыль вели газ чтобы объяснить объяснить почему небо ночью черное они даже прозвали это парадоксом ольброса парадокс понимаете то есть это вещь которую нельзя доказать нельзя ничем проверить то есть это вещь которая фантастическая то есть это фактическое признание почему небо черное а мы не знаем почему небо черное именно так и поступило нас но чтобы к ним больше не было вопросов они и ввели вот это вот вещь как пыль и газ который оказывается весь космос полон да то есть представляете оказывается у нас все небо газом и пылью окутано что мы ночью видим черное небо представляете какая дурость просто идет уже от нас они пытаются доказать что-то но не могут как обычно это как историки которые сверлили гранит из предыдущего ролика да и вот такая вот ерунда последнее время льется из нас просто ведрами просто тонны телепортации они смогли в квантовую телепортацию там переместить по кабелю фотон куча куча всего льется куча всего просто немыслимого изучение галактик открытия новых квазаров которые находятся черт знает где на изучение которых нужны деньги то есть космос это сейчас самая прибыльная вещь то есть это вещь которую нельзя провернуть нельзя доказать открыли галактики но их не увидите почему небо черное потому что космическая пыль и так идет изо дня в день и так ученые просто зарабатывают себе на кусок хлеба на наших налогах вот такая вот история вот такой вот бизнес наса но на этом у меня все с вами был тем 100 идет смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске бункеры для людей дежавю в петербурге и война начнется на востоке ну что ж давайте начнем и зачитаем первую новость россия активно готовится к ядерной войне в российской федерации ведутся активные работы по восстановлению укреплению и созданию новых бомбоубежищ и подземных укрытий в результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в москве проведена инвентаризация помещений подземного пространства города что позволяет спланировать укрытие сто процентов населения города сообщил заместитель начальника гв мчс рф по столице андрей мишинга кроме того по данным издания independent российские власти анонсировали планы по строительству под москвой новых убежищ на случай ядерного удара параллельно с этим в российской федерации провелись общенациональные подготовки гражданской обороны чтобы гарантировать что наша страна должным образом подготовлена в случае ядерного химического и бактериологического нападения со стороны запада отвечала за проведение тренировки мчс рф а участие в ней приняли 200 тысяч спасателей 40 миллионов гражданского населения и 50 тысяч единиц техники в общем смотрите что сейчас происходит все три новости в данном выпуске будут одной тематике и вывод по каждой новости будет дополнять друг друга и в конце составится общая картина происходящего готовится россия скорее всего к нападению со стороны запада других каких-то стран конкретно проводится инвентаризация помещений проводится подготовка бункеров подготовка населения к тому чтобы уйти под землю готовится продовольствие возится туда грозовиками старое продовольствие вывозится по всей стране действительно если посмотреть новости провелись вот такие инвентаризации где есть крупный бомб убежище их все обследовали на наличие свежих медикаментов продуктов питания на укрепленность в общем чтобы была полная готовность действительно провели масштабные учения люди одевали противогазы там спасатели химики химообработкой занимались там поливали специальным составом такие машины там обрабатывали в общем полная полная тренировка ладно если бы это была ежегодная какая-то тренировка но если посмотреть на последние события то это превращается в какую-то такую прям конкретную навязчивую идею именно требования такие что прямо содержать все в полной готовности значит проходит какие-то волнения значит люди переживают имея ввиду те которые находятся в власти что-то готовится если бы это было конечно же уткой было бы очень хорошо но пока это выглядит все примерно так и давайте перейдем к следующей новости чтобы составить более полную картину итак вторая новость и давайте ее также зачитаем петербуржцам установили нормы выдачи хлеба на случай войны правительство санкт-петербург установила продовольственные нормы которые гарантируют каждому жителю города по 300 грамм хлеба в сутки в течение 20 дней соответствующее постановление было подписано 6 октября и опубликовано на сайте петербургского правительства прям какое-то дежавю последний раз в петербурге подобные нормы хлеба устанавливались во время блокады ленинграда зачем нужно такое постановление если ничего не ожидается серьезного то есть если мирное время зачем выносить такие постановления опубликовывать их что в случае войны каждый житель будет получать по 300 грамм хлеба в сутки в течение 20 дней именно даже срок указан 20 дней то есть такие вот решения не принимаются просто так поэтому я говорил что все новости будут потихоньку составлять общую картину происходящего то есть на данный момент пока что мы видим москва петербург конкретно готовится и готовится серьезно даже постановление такое серьезное постановление о норме хлеба каждому жителю города если бы это было просто так то это представляете какой это удар по людям которые пережили блокаду они же помнят это 300 грамм хлеба в сутки до первоначально сорок первом году что это делается это не просто так никогда ничего просто так у нас стране не делается поэтому я и говорю что пока что все изучаемые новости которые находятся в свободном доступе гласят об одном что идет какая-то подготовка к серьезным ситуациям в америке там объявил обама что там надо готовиться граждане чтобы быть готовы к каким-то серьезным катаклизмам у нас объявили инфинитаризации бункеров нормах хлеба пайков и причем подписано в правительстве и опубликовано все это для простых людей поэтому я говорю общая картина составится только после всех трех новостей как раз переходим к 3 новости переходим к 3 заключительные на сегодня новости американские сми предрекают ядерную войну россии и сша в сирии издание newsroom опубликовала статью в которой ссылаясь на сообщение солдат сша находящихся в сирии предрекает скорую ядерную войну с россией статья называется срочно военные рассказали подготовки к обмену ядерными ударами с россией в сирии нам сказали чтобы мы подготовились к обмену тактическими ядерными ударами с россией в сирии а силам сша было приказано подготовиться к аналогичному обмену ударами межконтинентальными баллистическими ракетами с россией после того как в сирии вспыхнут боевые действия якобы сообщили родственники американских военных в пентагоне отказались комментировать данную информацию издание это молчание интерпретирует так обычно случае появления ложной информации американское военное ведомство оперативно выступает с опровержением а тут странное дело в общем никаких комментарий пентагон не дает как мы видим что американцы тоже прекрасно все знают о ядерном потенциале страны своей и россии и что военные военные якобы действительно находящиеся в сирии звонят домой своим родителям и говорят что скоро скоро ожидается ядерная война причем ядерная война ожидается в сирии сирии будет использоваться как некий ядерный полигон если мы вспомним слова ванги да что там написано ядерная война начнется только после того как пойдет сирия пойдет к ногам победителя но победитель окажется не тот в то время действительно о сирии даже не было никакого намека что там какие-то будут когда-нибудь боевые действия однако это время пришло и боевые действия в сирии сейчас и тут вот я говорю вот мы составляем общую картину происходящего подобное происходит не только у нас в стране но оказывается и сша там тоже конкретно готовится к обмену ядерными ударами к аналогичному запуску континентальных ракет ядерных все прекрасно известно и там и у нас но простые люди как обычно ничего знать не будут это известно только наверхах что это такие новые военные игры политические либо это реально какой-то вот подходит конец как и было предречено всеми пророками эдгаром кейси вангой другими пророками известными ясновидящими до предсказателями то есть все потихоньку идет так как и было предсказано хотя очень не хочется чтобы это оказалось правдой ванга также предсказал что последним президентом америки будет 44 и он будет чернокожий это в то время когда еще не было даже никакого понятия как обама вот он появился и действительно он 44 и темнокожий напомню что до выборов в америке осталось совсем немного времени если выборы пройдут и выберут президента другого то предсказание можно считать уже не сбывшимся однако остается еще время и как и все я тоже хочу надеяться что все что я сейчас прочитал это просто совпадение и газетная утка будем надеяться как всегда на лучшее но на сегодня у меня все с вами был team studio смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал американские сми предрекают ядерную войну россии и сша в серии господи да не дай бог всем привет в эфире tms аналитика в этом выпуске город в облаках урановые луны неожиданный астероид и хэллоуиновые звезды ну что ж давайте начнем и зачитаем первую новость в облаках венеры будут строить города в нас а предложили колонизировать венеру ученые считают что в атмосфере второй планеты солнечной системы можно строить города ученые уверены что проект колонизации атмосферы венеры может быть в разы успешней уже устоявшегося проекта колонизации марса астрономы считают что вторая планета солнечной системы имеет достаточно большое сходство с нашей планетой однако есть существенные различия атмосфера венеры является самой плотной среди землеподобных планет она состоит преимущественно из углекислого газа поверхность планеты полностью скрывают облака серной кислоты который не позволяет видеть поверхность планеты в видимом свете температура у поверхности достигает 467 градусов по цельсию преимуществом перед марсом является наличие очень плотной атмосферы ученые рассматривают теоретическую возможность жизни на венере случае заполнения атмосферы планеты земным воздухом в этом случае воздух будет зажат между двумя плотными слоями атмосферы таким образом он будет задержан на нужном расстоянии около 50 километров от поверхности внутри такого воздушного пузыря потенциальные колонисты смогут обустроить исследовательские центры и даже целые поселения ну что ж давайте немножко поговорим об этой новости которая меня честно сказать просто шокировала ученые нас а всерьез хотят колонизировать воздух венеры то есть воздушные города построить как-то я уже говорил что нас а у нас начала последнее время популяризировать фантастические фильмы в том числе стартрек звездные воины и на этом они не успокоились то есть колонизация атмосферы венеры очень похоже на колонию по добыче газа который руководил лэнда калрисиан фильме звездные войны самая первая оригинальная трилогия что хотит нас понять я не могу в общем про проект колонизации венеры может быть успешнее проекта колонизации марса конечно ведь очень легко построить воздушные города заполнить так сказать некоторые пустоты между слоями атмосферы в земным воздухом и там построить города на расстоянии где-то около 50 километров от поверхности каким образом ума себе просто приложить невозможно и не только наверное мне почему это легче колонизации марса совершенно пока что не ясно но так как мы русские люди в меньшей степени знаем о нас а то есть рассчитаны такие новости именно на англоязычных потребителей в том числе американцев которые очень сильно верят вот такие вот фантастические проекты насмотревшись своих любимых звездных воин кстати это один из моих любимых фильмов как и многие наверное и из вас поэтому очень сразу нашел аналогию что в венеры города на венере очень похожи на газодобывающую станцию этот город лэнда калрисия фантазии наса пределов нет каким образом все это будет осуществлено пока что мне не ясно так же как и многим из вас почему это намного проще чем колонизация марса ведь по его температуру поверхности венеры 467 градусов по цельсию как нас собирается это осуществить этот план будем смотреть на мы переходим к следующей новости ну что ж давайте перейдем к следующей новости космический аппарат вояджер 2 обнаружил две новые луны урана представители наса сообщили западным сми о том что они изучили фотографии сделаны с помощью зонда вояджер 2 и обнаружили что там запечатлены две новые луны на кольце урана сам аппарат был запущен еще в 1986 году но только недавно смог зафиксировать данное явление сотрудники агентства заметили что новые луны достаточно небольших размеров так что можно сравнить их с астероидами вот поэтому ранее такие миниатюры не могли быть замечены астрономами данные снимки позволяют дополнить материалы исследований этой планеты и открыть новые факты спутники небесного тела расположились на кольцевой структуре и способны оказывать воздействие на мелкие частицы в результате полигравитации на данный момент зафиксировано 29 таких дополнений этой планеты так что для ученых новые данные представляют огромный интерес стоит заметить что уран вместе со спутниками вообще мало изучен но в будущем загадки этого далекого космического объекта будут открыты естественно будут открыты ведь пора строить новые спутники пора запускать ракеты стоящий колоссальных денег миллиарды долларов пора тратить деньги налогоплательщиков которые как мы уже выясняли никому не нужны из тех кто из нас эти деньги дают деньги выдаиваются население для того чтобы население вогнать долги чтобы население было по-прежнему зависимо от этих структур которые управляют вот именно поэтому нам показ вот эту космическую дурь космические открытия чтобы мы платили деньги на строительство ракет спутников изучать мифические какие-то вещи вот voyager 2 не исключение аппарат был запущен 1986 году сама привитивно техника находящийся на борту том числе какие были видеокамеры фотокамеры в 1986 году для изучения самой практически далекой одной из далеких планет солнечной системы как по официальной версии уран располагается достаточно далеко около 4 миллиардов километров от солнца снимки были сделаны аппаратом 1986 года которых никто не замечал что на них оказывается возле кольца существует две луны миниатюрных размеров которые были не видны и вот сейчас наконец-таки у астрономов прорезались глаза они научились видеть фотографии так как их должны видеть и увидели там оказывается две новых луны и поэтому срочно надо изучать и тут же нам признаются что уран вообще практически не изучен не то что сам месяцами спутниками не изучен и теперь надо его срочно изучать хотя мы заведомо знаем что планета безжизненно и толку от нее никакого не будет для чего и изучать совершенно не ясно газ газ и газ предполагает что внутри планеты есть маленькое такое ядро размером может быть нашу землю а то может и меньше и все что жизнь на ней невозможно что спутников у нее обитаемых нет это к нам говорили еще очень давно что она изучена планета а теперь оказывается планета не изучен теперь оказывается у нас аппарат 1986 года со своей техникой открывает новые луны которых никто не видел и вот такая вот схема работает и люди верят и будут верить дальше сейчас скажут что возле луны находится еще одна луна и тоже поверят и это не удивительно совсем не удивительно потому что уже проверено открывают галактики в 10 раз больше чем оказывается их было то нам говорили что видимо часть селены полностью изучили а теперь оказывается что там галактик в 10 раз больше чем ожидалось оказывается изучать и изучать непаханное поле вот вам и пожалуйста запускает новый телескоп взамен хаббл который будет 10 раз мощнее там у нее зеркало больше такой виде сотовой структуры если хаббл вот представьте хаббл открыл галактику на расстоянии 13 миллиардов 400 миллионов световых лет от нас а хотя возраст вселенной 13 миллиардов 800 миллионов лет то есть хаббл практически увидел зарождение вселенной а так как новый телескоп джеймс уэбб мощнее хаббла тут извините меня 400 миллионов километров которые осталось до большого взрыва увидит он спокойно по официальной версии а если там зеркало несколько раз больше чем у хаббла то он увидит вселенную до большого взрыва это такая чушь просто извините меня за выражение но астрономам и ученым наса виднее поэтому продолжаем и переходим к третьей новости ну что ж давайте зачитаем третью новость ученые наса сообщили что на землю может неожиданно обрушиться астероид астрономы не могут отследить траекторию угрожающего небесного тела космическое агентство наса выступила с заявлением что в землю может неожиданно врезаться астероид ученые не могут отследить траекторию потенциально опасных небесных тел из-за скопления пыли и космического мусора вокруг планеты позднее обнаружение угрозы не позволит человечеству принять предупредительных мер сотрудники космического агентства наса обратились к прессе с неожиданным заявлением что с текущим техническим оснащением нет никакой возможности получить сведения об угрожающих нашей планете космических объектах несмотря на то что астероиды астрономы могут зафиксировать еще на расстоянии в 100 тысяч световых лет точно определить их траекторию полета невозможно при этом случае приближения достаточно внушительного небесного тела которое способно нанести вред земле специалистам не хватит времени чтобы принять предупредительные меры для спасения всего живого на планете ученые отмечают что ежедневно в атмосферу земли попадает более 100 тонн пыли и космического мусора который не долетает до поверхности сгорая от трения о воздух именно данный фактор мешает создавать приборы отслеживающие крупные и потенциально опасные астероиды также отмечается что непоправимый урон планете и человечеству может нанести астероид диаметр которого превышает один километр вот дожили мы до этого дня оказывается все что было произведено наса все 55 лет полетов на мкс 56 лет никаких результатов человечеству принести не могут оказывается отследить астероид его траекторию до сих пор наса не умеет забавно мы можем выращивать салат на мкс мы можем выращивать там редиску мы можем гулять по космосу в чу них мы можем пузырьки разноцветные там делать шипучие таблеточки туда кидать а оказывается отследить траекторию астероида мы не умеем и спрашивается тогда что вы делали все эти 56 лет на космической станции играли футбол быть может играли на флейте а быть может играли на синтезаторе с гитары нет может быть вы проводили эксперименты по отслеживанию астероидов нет но не знаю тогда ребята что вы делали на этой станции раз отследить траекторию угрожающего небесного тела вы не можете вот она вся правда где всплывает после стольких лет нас разводит руками говорит мы не можем ничего сделать прилетит сюда большой камушку пойдет на землю мы все тут умрем понимаете говорят нам вот так вот пока что с данным техническим это оснащением чего мы сделать не можем поэтому дайте нам деньги срочно на хорошее техническое оснащение чтобы мы смогли видеть отслеживать крупные тела космические которых траектория потенциально близко к земле чтобы мы могли предупредить человечество что к нам летит астероид готовьтесь умирать ребята скоро он прилетит нам всем кранты а как еще если у нас оказывается идут средства на отслеживание а не на какую-то оборону против астероидов там и не знаю какие-то там фантастики же есть они же смотрю с фантастики много чего перенимают города в облаках варп двигатели почему не могут создать какие-то космические орбитальные пушки которые будут отстреливать потенциально близко пролетающие астероиды нет мы будем на сигнализацию против астероидов тратить деньги ну предупредят нас о том что прилетел астероид и что будем сидеть и ждать когда нас собьет а не будем знать и нам проще упадет да упадет умрем да умрем а когда будем знать только будем сидеть и бояться когда же он упадет что хотят нас и для чего это все дело совершенно не могу понять какие могут быть технологии тогда если ничего не было сделано за 56 лет кроме как выращивание салата тут объявили чуть ли не на весь мир на мкс удалось вырастить салат браво какое чудо вот вся суть космических программ вот вся суть космических исследований а люди продолжают во все это верить но мы переходим к четвертой новости ну что ж давайте перейдем к заключительной на сегодня четвертой новости астрономы открыли необычные звезды тыквы оборот вокруг своей оси такие звезды совершают среднем за пять дней астрономы с помощью телескопа кеплер открыли несколько звезд которые выбрасывают рентгеновские лучи гораздо более сильнее чем те которые исходят от солнца как сообщается на сайте наса эти звезды вращаются так быстро что внешне напоминают тыкву по мнению исследователей необычные светила были образованы в результате слияния двух звезд размерами солнца всего было обнаружено 18 подобных звезд период обращения которых составляет несколько дней в то время как солнцу необходим месяц на то чтобы совершить оборот вокруг своей оси на мой взгляд это самая интересная новость дело в том что всего лишь за несколько дней до 31 октября а точнее около 28 октября эта новость появилась на сайте наса то есть всего лишь за несколько дней до хэллоуина и самое интересное что сотрудники наса принимали участие в конкурсе на лучшую тыкву для хэллоуина и сделали несколько интересных таких тыков и звездных войн такую капсулу для дарта вейдера сделали а там сделали макет солнечной системы в тыкве в общем принимали участие полностью хэллоуин и именно это открытие это открытие было сделано до хэллоуина и доверчи американцы опять-таки сказали вау это какой-то знак перед днем всех святых вот звезды тыквы просто меня поразили до глубины души вот я все ожидал от нас и но звезды тыквы это просто нечто вот такая вот новость которую обсуждать даже больше не хочется если честно все и так понятно насколько нас уже просто в открытую смеется над людьми просто смеется но на сегодня у меня все с вами был тем студию смотрите мы следующие новости и подписывайтесь на канал в облаках венеры будут строить города пам-пам-пам-папа-папа-папа-папа-папа-папа всем привет в эфире tms аналитика в этом выпуске астронавт и антарктида прогрессы падают с небес и да будет терминатор и так сегодня у нас будут снова три космические новости и давайте зачитаем первую из них состояние бывшего космонавта база олдрина улучшается после эвакуации с южного полюса бас олдрин бывший американский астронавт который стал вторым человеком ступившим на луну восстанавливается после эвакуации с южного полюса 86-летнего олдрина забрали со станции amoset scott который находится на южном полюсе бывший космонавт находился там в качестве туриста его доставили в больницу новой зеландии где он и пробудет несколько дней для обследования издание сообщает что у олдрина была обнаружена в легких жидкость он получил необходимое лечение теперь бывший космонавт чувствует себя значительно лучше и так после таких новостей так хочется сказать что все политики бизнесмены и космонавты забывают в антарктиде уже который случай когда известная личность бывает в антарктиде зачем для чего непонятно и вот теперь бас олдрин всем знаменитый астронавт который был в экипаже apollon 11 который вторым ступил на луну после нила армстронга почему-то собрался и поехал в туристическое агентство которое называется white desert белая пустыня и в качестве туриста почему-то пошел в экспедицию на антарктиду что он там забыл совершенно непонятно если он был астронавтом летел на луну он видел землю со стороны он видел что антарктида это безжизненная такая действительно белая пустыня то какого лешего он там все-таки забыл и вот такие новости в последнее время заставляют все-таки задуматься что же там находится почему антарктида такой загадочный континент и вот база олдрин в очередной раз нам всем это доказал что континент все-таки на самом деле загадочный и вообще континент ли это но мы переходим к следующей новости и так давайте перейдем ко второй немаловажной новости прогресс упал из-за некачественной сборки двигателя неудачный запуск и последующий падение космического корабля прогресс мс-04 связано с некачественной сборкой двигателя третьей ступени ракеты-носителя союз-у об этом рио новости рассказал источник космической отрасли собеседник агентства пояснил что окончательные выводы можно будет сделать только после моделирования на стенде с изучением полученной телеметрии он заметил что если версия подтвердится то придется снимать и повторно проверять все двигатели установленные на аналогичных носителях грузовой корабль прогресс стартовал с байконура вечером 1 декабря он должен был доставить на международную космическую станцию топлива воду продукты питания медикаменты и научное оборудование на седьмой минуте полета с корабля перестали поступать телеметрические данные через несколько часов прогресс вошел плотные слои атмосферы и сгорел некачественная сборка rd-0110 стала причиной падения корабля прогресс м-12м в августе 2011 года это стало первой в истории аварии прогресса производственный дефект был признан случайным и я не сомневаюсь что и в этот раз опять-таки дефект будет признан случайным и не будет признано что там никто не хочет работать что расчеты с нашей современной математикой не верны что корабли отклоняются от курсов и падают конечно же об этом никто вам и нам не скажет поэтому все опять таки будет признано случайным дефектом все спишется на производственный случайный дефект и все это будет опять-таки затихорено но мы-то с вами знаем что это уже не первый случай воробства в роскосмосе когда обвиняются целые такие личности как руководители первые да там сборщиков конструкторов которые обвиняются в мошенничестве воровстве каких-то громадных средств которые исчисляются не просто тысячами миллионами миллиардами и в этот раз опять-таки прогресс просто взял корабль космический грузовик и не долетел белые астронавты остались без воды без топлива и без батареи для солнечных вот этих вот без аккумуляторов для солнечных батарей но опять-таки нам говорят что ничего страшного что 9 декабря запланирован следующий пуск грузовика который уже будет отправлен японским космическим агентством джакса и астронавты получат все-таки свои новогодние подарки как нам говорится еду воду и все остальное оборудование странно выходит космические грузовики запускают с периодичностью совсем несколько дней что там делают космонавты куда это они все девают что так быстро у них все кончается совершенно непонятно на самом-то деле мы с вами знаем что космические грузовики на самом деле возможно никуда и не летают никакие космонавты на мкс возможно не обитают а почему опять-таки я скорее всего скоро вам покажу уважаемые мои зрители но мы переходим к следующей новости но мы переходим к третьей заключительной на сегодня новости наса создаст аналог робота терминатора т-1000 для изучения космоса агентство наса занялось создание специального вида металлизированного стекла который будет оснащать будущих роботов терминаторов разработанном специально для изучения космоса как шутку говорят ученые совсем скоро они будут близки к созданию персонажа аналогичного робота т-1000 из фильма терминатора ученые говорят что новый материал очень тяжелый для носки однако он невероятно прочный устойчивы к низким температурам что особенно важно при создании аппаратов долго работающих с холодными объектами например сегодня ровером типа curiosity постоянно необходимо подогревать смазку чтобы они корректно работали но этот процесс требует большой траты энергии новый материал который называется объемные металлические стекла сокращенно bmg позволит создавать для роботов-исследователей крайне надежный панцирь который защитит их от неблагоприятных температур использование такого материала поможет значительно сэкономить а также откроет для науки новые возможности примечательно что с технической точки зрения bmg все же остается стеклом а значит может течь при нагревании как и пластмасса однако за счет рандомной структуры атомов материале становится меньше слабых мест отсюда и сравнение металла с материалом из которого был сделан робот t1000 ну вот и добрались уже и до терминатора помнится мне в шутку когда я говорил что пора уже собирать на на какой-то рейтинг мне как тоже поговорили подписчики пора собирать рейтинг глупых новостей из нас а так вот уже собралась целая коллекция фантастических фильмов это и стартрек и звездные войны и вот добрались мы и до терминатора теперь мы создали оказывается материал из которого был сделан t1000 что позволяет себе нас совершенно уму не приложу это просто уже переходит все границы то мы полетим со сверхзвуковой скоростью сверхсветовой то мы создаем газовые колонии на венере воздушные в облаках как в star wars теперь мы создали материал для роботов которые будут исследовать холодный холодный космос и горячие горячие места и материал будет преобразовываться в холоде будет застывать на горячих температурах будет расплавляться потом снова собираться ну в общем голимы т1000 все как и положено в терминаторе вот такие вот интересные у нас разработки делает nasa люди уже совершенно перестали понимать где фантастика а где реальность нас все-таки начинаются таки вот так вот брать и смешивать доставляет нам будет сознание чтобы мы уже не понимали где грань фантастики а где все-таки настоящие вот такие вот на сегодня у меня новости ну а на сегодня у меня все с вами был тем studio смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал всем привет в эфире тим с аналитика в этом выпуске рыбки космонавты железный снег и столкновение с астероидом ну что же сегодня как обычно будет три космические новости и давайте зачитаем первую из них рыбки космонавты зачем nasa отправили в космос рыбок ученые всемирной организации nasa рассказали зачем 1994 году отправили в космос рыбок это было сделано для определения отрицательного влияния нулевой гравитации на организм космонавтов по словам ученых данный эксперимент помог более тщательно изучить негативное воздействие пространство открытого космоса на человека продолжительное пребывание в космосе может провоцировать потерю зрения патологии желудка и сердца космос отправили пару особи японской орзии там у них появились мальки японские орзии стали первым видом которые прошли полный цикл воспроизведения космосе после некоторого времени маленькие космонавты вернулись домой но с рядом заболеваний nasa наблюдали за рыбками в режиме онлайн исследование показало что условия микрогравитация негативно влияет на живое существо от него страдают сердце желудок зрение и кости еще в 1994 году конкретно было выяснено что пребывание в космосе негативно сказывается на здоровье живых организмов то есть полностью страдает весь организм зрение кости сердце желудок и прочие органы космонавты же после потери зрения пребывают в космосе вновь и вновь уже в очках как мы видим да якобы и конечно же им уже по 55-60 лет ну за исключением там редких случаев когда 40-летний 45-летний космонавты прибывают на орбите в данный момент там прибывает самая старая женщина космонавт 56 лет на орбите и должно вроде как исполнится уже 57 ну вы сами понимаете да она уже там не впервые то есть некоторые космонавты туда летают по 6 раз по 5 и они являются героями россии но здоровы как быки поэтому вот эти новости да когда нас и начинает выпускать нам показывать просто вызывает какие-то такие противоречия в голове то есть как так с одной стороны вроде все должны болеть чахнуть у них должны атрофироваться мышцы кости они должны все скрюченные быть зрение потерять должны полностью практически за пять раз пребывания в условиях космической радиации но оказывается ничего этого не происходит поэтому вот такие новости которые же сами нас выпускают заставляют нас сомневаться о пребывании людей на международных космических станциях но как всегда выводы делайте сами но мы переходим ко второй новости ну что же давайте перейдем ко второй новости меркурий зимой покрывается железным снегом ученые работающий на национальном агенции по изучению космического пространства наса начали изучать самую маленькую близкую планету солнечной системы выяснилось что этой планеты есть собственная магнитосфера а зимой здесь выпадают необычные осадки в виде железного снега магнитное поле земли примерно в сто раз сильнее чем магнитное поле меркурия существованию планеты помогает ядро состоящее из жидкости способны вырабатывать необходимое количество тепла поскольку поле меркурия не отличается достаточной силой в холодную пору на планету выпадают заряжены от светила радиоактивной частицы которая сохраняет свой вид в виде серы и железного снега случае если земля ослабеет также как и меркурий на ней будут происходить подобные процессы такие новости если честно кроме смеха не вызывают больше ничего эту планету совсем недавно изучил вдоль и поперек космический аппарат под названием messenger который с 2011 по 2015 год полностью изучил всю планету нам сказали что там ничего интересного нет а теперь оказывается там выпадает железный снег и даже предоставили там какую-то тепловую нам фотографию из нас и опять таки вот эти слова что существованию планеты помогает ядро состоящее из жидкости способны вырабатывать необходимое количество тепла с чего это было взято совершенно ума не приложу уже насколько начинают людей просто вводить в заблуждение если честно может быть люди чего-то не понимают может быть я чего-то не понимаю но когда нам объявили что планета изучена вдоль и поперек и аппарат был успешно разбит поверхность меркурия нам заявляет что там происходит какие-то вновь процессы то там вулканическая деятельность то теперь там выпадает железный снег это просто какой-то нонсенс поэтому доверять космическим исследованиям или нет опять таки решать людям потому что все-таки если мы обратимся к ранее пройденным материалом мы поймем что планета была все-таки якобы изучена но теперь нам говорят что ее надо изучать снова естественно на это выделяются деньги на изучение новых планет и на всякие космические программы но мы переходим к третьей новости 3 на сегодня заключительная новость из разряда пугающих людей вся желтая пресса была навыднена именно этой новостью давайте ее прочитаем а потом поговорим наса феврале на землю упадет астероид по мнению наса феврале землю посетит еще один космический скиталец астероид точное место падения ученые пока не знают но предположительно и может стать великобритания с прилегающей к ней акватории океана специалисты нас объявили о будущем столкновении землей астероида в f9 событие произойдет феврале падение небесного тела будет видно на территории великобритании по мнению астронома дамира захаровича падение астероида в f9 может вызвать цунами если это произойдет в океане если столкновение земли произойдет на суше то не исключены многочисленные жертвы эксперт обвинил космическое агентство сша не своевременном оповещении о возможном грядущем катаклизме со слов захаровича нас обнаружила небесное тело еще в прошлом году некоторые эксперты исключают возможность столкновения земли с в f9 так как по их мнению он просто не сможет пройти нашу атмосферу загорев в ней сколько мы пережили концов света сколько столкновений с астероидами и нибиру нам обещали и тем не менее мы все продолжаем жить теперь я расскажу почему такие новости появляются в интернете и наводняют всяческие желтые прессы ни в одном официальном источнике эта новость не прошла космическое агентство наса не дала до сих пор опровержение что тоже очень странно но такие новости появляются обычно перед большими изменениями на земле как в политике так и военной промышленности и деятельности важно возможно ожидается какой-то удар который все таки причинит множество жертв вызвав цунами если это будет в океане либо просто на суше уничтожит множество людей такие новости запускаются всегда как я уже говорил вот допустим когда случается что-то в экономике в экономике обязательно взрываются дома обязательно падают самолеты обязательно отвлекать людей от насущих проблем и эта новость именно такая же поэтому я думаю доверять этой новости не стоит во всяком случае феврале мы все это увидим произойдет не произойдет обвинять сейчас космическое агентство во лжи мы не будем потому что новость все-таки это из разряда желтой прессы но на сегодня у меня все с вами был тем студию смотрите на следующие выпуски и подписывайтесь на канал всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске срочная конференция nasa марсианин и невозможный двигатель ну что же сегодня как обычно будут три космические новости и давайте перейдем к первой из них ученые обнаружили семь новых планет похожих на землю астрономы нас американского ведомства по исследованию космического пространства нашли семь новых планет они очень похожи на землю вероятно на них есть и вода об этом открытие нас рассказал на своем сайте 22 февраля 2016 году астрономы при помощи наземного телескопа обнаружили три планеты которые вращаются со звезды водолея а в этом месяце благодаря космическому телескопу исследователи нашли еще четыре планеты раньше ученые уже находили систему состоящий семи планетные когда они не были так похожи на землю сейчас про найдены планеты известно немного астрономы знают лишь сколько оборотов они делают и каков их размер они отмечают что в диаметре новой планеты соответствуют земле но главное их сходство с нашей планеты это возможность наличия жидкой воды за все времена исследований ученые подтвердили существование более трех тысяч планет внесолнечной системы ну что ж давайте немножко об этом поговорим совсем недавно наса срочном порядке созвало пресс-конференцию куда были приглашены ведущие журналисты ведущих изданий где они грозились сделать сенсационное заявление в конечном итоге было сделано заявление что найдено семь экзопланет который находится в среде этой к 3 из которых находится среде обитания то есть там возможно жизнь вращается они вокруг холодной звезды но в таком месте что там приемлемая температура там может быть жидкая вода вязкая атмосфера в общем все как на земле и диаметр как у земли что самое интересное ни о каких инопланетянах речь конечно же не шла хотя мы все ждали что нам покажут наконец-таки признаки того что инопланетяне существуют все думали что нам может быть покажут корабли инопланетян какие-то построения на каких-нибудь планетах скажем не только на планетах но и на нашем спутнике на луне но нет оказалось что нас все таки просто открыли очередные экзопланеты которых как здесь сказано более трех тысяч уже открыто то есть одной планетой больше одной планеты меньше ничего принципе сути не меняет на расстоянии планеты эти находится система находится 39 световых годах это очень далеко это по моему по подсчетам 400 миллиардов километров поэтому ничего существенного принципе наса нам не сказал потому что добраться туда при наших технологий пока что невозможно теперь давайте посмотрим проведем параллель почему эта новость стала так популярна почему ее начали кругом показывать во всех изданиях телевизионных программах в печатных газетах и журналах потому что все-таки нам есть чем сравнивать недавно вышел совсем таки сравнительно недавно популярный фильм под названием интерстеллар так вот там а был такой проект лазарь когда инопланетяне возле сатурна поместили нору кротовую да и открыли доступ к планетарной системе где находится 12 потенциальных миров то были отправлены 12 астронавтов не все из них прошли там есть такой намек что только 7 прошло и как раз таки в этой системе три обитаемые планеты в ореоле обитания на которых может быть жизнь находим до параллель почему эта новость так все-таки и людям в голову зашла почему ее приняли потому что интерстеллар очень хвалили как научную фантастику которые подошли достаточно серьезно и этот фильм посмотрела очень большое количество людей населения нашей земли поэтому вот эта новость как раз таки из разряда интерстеллар был были найдены планета три из которых обитаемы наверное скоро нам покажут проект лазарь и туда отправят добровольцев но если серьезно то такие новости не имеют права разряд и сенсации потому что проверить это невозможно потому что у нас нет такой технологии с помощью которой мы можем посмотреть если эти планеты вообще в принципе и как их вообще не увидели на таком расстоянии мы можем только верить поэтому наука в последнее время заняла позицию религии мы должны верить и доверять ну а сейчас переходим ко второй новости а теперь давайте зачитаем вторую новость в наса призвали выращивать урожай на марсе с помощью человеческих экскрементов научные работники космического ведомства наса заявили что на огненной планете будут выращивать урожай из человеческих экскрементов в ведомстве отметили что колонизаторам предстоит не самым этическим способом выращивать себе еду об этом пишет издание российский диалог если вы хотите есть помидоры на марсе то вы должны воспользоваться собственными экскрементами говорится заявление наса для получения отличного урожая необходимы нитрат азота и человеческие экскременты последние богаты бактериями которые позволят ускорить процесс роста растений однако вредные микроорганизмы которые содержатся в экскрементах больных людей могут противостоять росту урожая извините меня конечно но марсианин мы фильм видели все видимо речь идет о будущей колонизации марса когда отправят туда добровольцев для колонизации этой красной планеты и там им предстоит выживать таким суровым способом как много ходить в туалет и потом свои экскременты добавлять в лунки к растениям ну здесь в принципе говорит не о чем а пересказ сюжеты марсианин больше ничего здесь такого другого нет в нас а уже не знают просто чем людей удивить пока что воспользовались идеями и сюжетом хорошего фильма который имел успех после интерстеллара марсианин переходим к третьей новости ну вот мы добрались до 3 новости давайте ее зачитаем в нас а подтвердили что невозможный двигатель работает вопреки законам физики все попали документы национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства сша nasa которые подтверждают работоспособность без топливного двигателя m drive в отчете лаборатории eagle works отмечено что работая в вакууме двигатель развил тягу в 1.2 миллионьютона на киловатт для сравнения его на двигатель на основе эффекта холла развивает тягу в 60 миллионьютонов на киловатт однако m drive работает без топлива вес аппарата значительно ниже что компенсирует его низкую мощность это не первый эксперимент лаборатории с бестопным двигателем m drive предыдущих опытах не учли внешние эффекты сейчас специалистов устранили ошибки измерений и результаты являются достоверными теоретически полет на марс таким двигателем продлится всего 10 недель отмечают специалисты nasa в октябре британский инженер роджер шойер запатентовал версию двигателя который нарушает законы физики по крайней мере автор не может объяснить почему он работает подробно с устройством можно познакомиться на сайте офиса интеллектуальной собственности великобритании внешний агрегат напоминает ведро он состоит из магнетрона излучающего микроволна как в обычные свч печи и резонатора который накапливает энергию микроволн в результате появляется тяга принцип работы противоречит закону сохранения импульса и здорово напоминает мюнхаузена который вытащил себя из болота за волосы действительно ходили давно слухи что был изобретен двигатель который нарушает третий закон ньютона закон сохранения импульса и теперь нам в принципе уже в открытую демонстрируют что такой двигатель они изобрели и тем самым поставили физические законы под большой удар то есть закон сохранения импульса это неотъемлемый закон который включает в расчеты любого полета космос то есть все ракеты рассчитывают при помощи законов ньютона то есть когда ракета выходит за пределы атмосферы то извините меня они пользуются таким термином как закон сохранения импульса поэтому ракета отталкивается и летит дальше то есть не сама ракета ступени конечно же отваливаются отпадают и летит сам аппарат но тем самым когда они нам подтвердили работоспособность этого двигателя они уничтожили физические законы ньютона поэтому все ракетостроение естественно теперь ставится под большое сомнение а как же тогда делались расчеты а если закон сохранения импульса не работает двигатель вопреки этого закона спокойно может перемещаться в пространстве космическом вместе с аппаратом на котором он установлен то извините значит закон сохранения импульса это ложный закон по крайней мере об этом говорит сама наса и извините но теперь надо ставить все под сомнение если закон ньютона ложный значит другие физические законы также требуются в проверке иначе сама физика ставится под большой большой удар в общем ракетостроение полеты в космос очевидно придется всем перепроверять выводы делайте сами а на сегодня это все с вами был тем studio смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал если вы хотите есть помидоры на марсе этого должны воспользоваться собственными экскрементами говорится в заявлении наса всем привет в эфире и тмс аналитика в этом выпуске картофель и марс смертельный полет обломки экзопланеты космический пельмень и ночной полет на солнце сегодня приготовил для вас целых пять космических новостей прошло не так много времени с момента прошло выпуска тим с аналитики в котором я рассказывал о выращивании помидор на марсе и вот совсем недавно я захожу в новостной раздел и что же я вижу а вижу я новую новость и в этот раз она связана с картофелем выращенным марсианских условиях давайте зачитаем эту самую новость в наса доказали возможность вырастить картофель на марсе специалисты из международного центра картофеля international potato center совместно с учеными наса объявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картофеля в условиях максимально приближенных к марсианским эксперимент стартовал 14 февраля 2016 года исследователи из перуанского университета инженерии и технологий создали специальную платформу на базе спутника к юб сад куда была помещена камера с грунтом из пустыни пампа далахоя одного из самых засушливых мест на земле внутри герметичной установки агрономы воспроизводили марсианскую температуру атмосферное давление а также соответствующие уровни кислорода и углекислого газа в воздухе почва удобрялась с помощью воды в которой были рассварены питательные вещества догадываюсь какие состояние растения отслеживала с помощью камеры которая круглосуточно следила за грунтом выяснилось что картофель способен прорасти в даже засушливой почве кроме того по словам уолтера амороса одного из участников проекта агрономом удалось получить клубни однако об их качестве пригодности для пищи ничего не сообщается специалисты заключили что будущие колонисты вероятно все таки смогут выращивать картофель на марсе однако для этого им придется предварительно насытить почву питательными веществами и разрыхлить ее чтобы клубни получали достаточно воздуха и воды таким образом ученым удалось проверить один из элементов романа энди уиры марсианин которым астронавт марк от не оказался затерянным на красной планете по сюжету вот не построил теплицу где собрал первый на марсе урожай картофеля качестве удобрения использовал собственные экскременты воду получал из водорода не использованного на ракетного топлива а кислород из углекислого газа и вот теперь картофель будет расти на марсе и даже яблони будут цвести на марсе да как в известной песне и на марсе будут яблони цвести почему же эта новость такая примечательная почему она мне показалось такой интересным объясняю что в 2033 году собираются отправить первых колонистов на марс и вот для них разрабатывать всяческие вещи делают всякие эксперименты чтобы они там комфортно себя чувствовали на красной планете теперь оказывается картофель может спокойно расти в любых условиях не нужны никакие теплица никакие специально созданные условия атмосферы добавь почве экскременты разрыхли ее и поливай водичкой потом после того как ты посадил картофель и он вырастет таким образом оказывается наверно скорее всего любое растение можно на марсе посадить она вырастет да пожалуйста сажай деревья получай кислород но ученые забыли воспроизвести они воспроизвели практически все содержание газов углекислого газа кислорода но не облучили картофель громадной радиации которая по официальной версии на марсе в большом количестве почему же все-таки мы говорим о радиации я попытаюсь рассказать следующие новости потому что она будет тесно связано с первой новостью про картофель в одной новости нам рассказывать какие не чудеса инженерии у нас в мире что колонисты смогут выращивать там растения помидоры в этот раз картофель а другая новость все это обрубит на корню и вот такие вот две будут интересные взаимосвязанные новости как было сказано в этой статье что стояла специальная веб-камера которая следила за этим грунтом есть таймлапс вы сейчас видите его на экране когда растение виде картофеля пробивает грунт начинает расти и превращается полноценный куст поэтому пока что мы видим чудеса технологий но давайте прочитаем вторую новость ну что же давайте прочитаем вторую новость марс наградит людей ликимией люди занимающиеся освоением красной планеты будут подвергаться сильному радиоактивному излучению который может вызвать ликимию к такому выводу пришли специалисты из американского университета wake forest эксперты из научно-исследовательской группы используя мышей трансплантировали человеческие стволовые клетки поставив опыт ученые сделали однозначный вывод риск развития рака крови у человека из-за пребывания на марсе весьма велик опытным путем было установлено что и радиоактивное излучение вызывает мутацию гомеопатических стволовых клеток которые циркулируют по организму и обеспечивают транспортировку кислорода а также борьбу с инфекцией и злокачественными образованиями что резко повышает риск заболевания ликимией наши результаты настораживают потому что они показывают что облучение потенциально может увеличить риск развития лейкоза приводит слова кандидата технических наук доцента профессора регенеративной медицины и старшего научного сотрудника проекта кристофера парады на сайте университета wake forest среднее расстояние до красной планеты составляет 54 и 6 миллионов километров и путь обратно займет примерно три года за это время космический путешественник из-за развития болезни погибнет вот две взаимосвязанные новости с одной стороны нам показывают чудеса инженерии как выращивают картофель а с другой ученые говорят что пока что полеты на марс закрыты потому что облучение радиации и космического излучения настолько велики что человек просто за время путешествия умрет от развития болезни нету пока что никакой защиты чтобы обеспечить человеку безопасность полета безопасность пребывания на красной планете под названием марс нету таких технологий поэтому прежде чем выращивать картофель выращивать помидоры нужно заботиться о защите человека от радиации но на данный момент нету таких средств нету такой толщины свинца чтобы выдержали корабли которые смогут полететь на марс другой изоляции какой-то более современные полимеры какие-нибудь да пока что нету такой защиты потому что космическая радиация проникает через любой материал это очень страшная вещь и поэтому пребывание на красной планете пока что невозможно если эта планета вообще существует как таковая может быть под видом марса мы видим что-нибудь другое может быть это действительно планета может быть там нету никакой радиации поэтому нас пытаются туда запустить где тысячи тридцать третьему году а может быть они знают что туда путь человеку просто закрыты и туда попасть невозможно потому что вылететь за пределы земли побывать в космическом пространстве мы не можем и высшим чинам ученым которые посвящены во все это это прекрасно давно известно поэтому нету пока таких средств нету выращивания картофеля на марсе все это на данный момент виде красивой сказки только и существует но мы переходим к третьей новости ну что же давайте зачитаем третью новость нас обнаружила обломки планеты похожей на землю обломки неизвестной планеты по своим визуальным признакам подобной земли удалось обнаружить группе специалистов из космического научного агентства наса необычная находка была зафиксирована при расстоянии приблизительно в тысячу световых лет от солнечной системы согласно различным версиям допускаемым специалистами наса обломки неизвестной планеты свидетельствует о том что она визуально очень схожа с землей так на обломках просматриваются разнообразные природные образования аналогичные горному рельефу нашей планеты своим открытием ученые поделились на страницах специализированного журнала today news юфа также ученые обнаружили воздействие мощного гравитационного эффекта в космосе удерживающего планетные обломки вместе по этой причине они не разлетелись космическом пространстве ученые выдвинули несколько версий относительно того почему погибла данная планета так допускались версия столкновения с астероидом внезапной катастрофе природного или техногенного характера которая могла быть спровоцирована инопланетными существами при этом была озвучена версия о существовании органической жизни на этой планете до ее уничтожения с каждой новостью наса все сильнее и сильнее нас удивляет и поражает насколько они супергерои первое разглядели надо далеких обломках при расстоянии в 1000 световых лет а чему равен световой год вы сейчас видите на экранах а это 1000 световых лет и не просто от земли а от солнечной системы на маленьких маленьких обломках ученые рассмотрели непонятно при каких технологиях какими анализами спектральными там радиометрическими они увидели горный рельеф и пейзажи схожие с земными это как вообще простым людям показывают вот такие вещи если кто не видел на официальном сайте nasa совсем недавно выложена гиф-анимация звезды трапест-1 вокруг которой нашли 7 экзопланет посмотрите обязательно это звезда из вселенной майнкрафт если вы не понимаете о чем я говорю посмотрите и сразу поймете здесь примерно то же самое нам говорят о расстоянии в тысячи световых лет и найденных там обломках на которых разглядели земной пейзаж но мало того ученые говорят вы только послушайте допускалась версия о катастрофе природного ли техногенного характера которая могла быть спровоцирована инопланетными существами это как вообще какими существами это как они вообще-то предположили ученые полагают ученые предполагают что за версия такая причем если инопланетяне пойти лишний раз убеждаемся что ученые из нас а популяризируют инопланетян то найдены база на луне то космические корабли возле мкс и причем они сами делают такие вбросы до показывают прямые трансляции как будто невзначай там пролетел большой корабль там уфологи всего мира которые следят за трансляциями быстренько это зафиксировали появилась такая международная уфологическая сенсация что увидели корабль возле мкс на самом деле это идет популяризация инопланетян почему это идет совершенно непонятно возможно нас к чему-то готовит и если мы посмотрим последние фильмы то везде 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 мы увидим инопланетян такой замечательный фильм который почему-то остался недом незаслуженным это прибытие можно посмотреть тоже популяризируют все его пытались показать кинотеатров но почему-то он не увенчался успехом но сейчас не об этом а пола планетарных обломках который мало того за тысячу лет находится световых это как нам говорят что свет идет очень долго то а их уже может быть там и нет но тут же нам говорят что там на один гравитационный эффект благодаря которому за такое время а планетарные осколки не разлетелись если извините меня тысячи световых лет вы откуда знаете разлетелись они или нет вы сами между собой согласуйте сколько идет свет мгновенно как показывали да там в зажигалку свет есть потушил нету либо он идет все-таки долго и потом говорить уже о том разлетелись осколки или нет а вторую как вы разглядели там пейзажи вообще вот цветочки там не рассматривали какие случайно поэтому вот такие вот новости дальше будет лучше следующую новость обещаю еще более интересно давайте к ней как раз таки и перейдем ну что же давайте перейдем к следующей четвертой новости и зачитаем ее наса обнаружила спутник сатурна напоминающий пельмени ученые наса показали фотографию необычного спутника сатурна напоминающего пельмень или равиоли уникальные кадры сделаны аппаратом кассинии астрономы считают что тонкий пояс проступающий вокруг небесного объекта образовался из породы из которых состоит спутник речь может даже идти о радиоактивных элементах напомним что в октябре 1997 года ученые запустили к сатурну аппарат кассинии который до сих пор продолжает вести наблюдение за объектом недавно с его помощью астрономы обнаружили на титане заполненные жидкими углеводородами каньоны когда я первый раз увидел эту новость и не поверил своим глазам фотографии вы сейчас видите на экране это реально объект похоже нам гигантский пельмень что будет дальше спутник виде ананаса спутник виде вареника спутник видеть чебурека кстати видеть чебурека это вообще было бы шикарно спутник виде шашлыка что вообще происходит в мире куда катится нас а для чего такие новости делать понимаете смотрите солнечная система изучается очень давно очень давно нам было сказано что солнечная система изучена вдоль и поперек и поэтому они полезли в дальний космос но каждый год открываются все новые и новые обстоятельства все планеты изучены но снова запускают на планеты спутники снова там находит новые всякие вещи то вулканы извергаются то гейзеры бьют из-подо льда то находит новый спутник планеты то находит новый спутник земли кстати у земли нашли новый спутник который совсем небольшой по диаметру который летает по какой-то неизвестной орбите а теперь ум сатурна найден новый спутник который похож на пельмень это день новости вообще просто не представляю насколько фантазия богата у нас а когда нас делаю какую-то глупую новость я думал ну все это на на предел но когда прочитал про пельмени я понял что это далеко не предел что у них фантазия богатая и что совсем скоро мы увидим что нибудь еще более интересно и сногсшибательное поэтому я всегда жду с нетерпением новые новости от нас а новость достоверная на официальном сайте нас а фотографии спутника есть поэтому сомневаться в достоверности данной новости нет никакого смысла переходим к 5 самый умопромочительной новости ну что же переходим к 5 заключительный на сегодня новости нас отправит зонд на поверхность солнца главная цель миссии изучить солнечные ветры и вспышки solar dynamics обсерватории национального аэрокосмического агентства сша планирует отправить космический зонд к солнцу аппарат должен будет выдержать температуру нагрева в 1300 градусов цельсия он должен приблизиться к нашей звезде для изучения опасной солнечной активности зонд solar pro плюс или спп подлетит к солнцу на расстоянии в 7 раз ближе чем любой другой космический аппарат делал раньше на 6 половиной миллионов километров миссии стартуют следующем году для того чтобы противостоять сильному нагреву и радиации зон будет оснащен специально разработанным щитом из углеродного композита толщиной в 11 с половиной сантиметров внутреннюю часть аппарата будут охлаждать тепловые радиаторы и трубки память электрические цепи также получат дополнительную защиту от солнечного излучения эрик кристин специалист наса в центре космических полетов имени годдарда в гринбилд и штат мэриленд отметил что миссия должна ответить на вопрос почему корона горячей фотосферы солнца а также насколько опасно для земли солнечные ветры вот так вот все просто на поверхность солнца отправит зонт напоминаю что поверхность солнца составляет 5500 градусов по официальной версии корона солнца значительно горячее и это самая странная аномалия здесь даже об этом и сказано миссия должна ответить на вопрос почему корона горячей фотосферы солнца солнца диаметром очень большой по официальной версии 1 миллион триста тысяч километров шесть с половиной миллионов километров от солнца это совсем немного то есть если мы представим масштабах то для спутника солнце будет застилать практически все небо потому что это очень большой объект это совсем немного напомню что меркурий самая ближайшая планета на которой творится от на которой плюс 450 градусов днем и 450 на темной стороне где нет солнца она находится на расстоянии всего лишь в 56 миллионов километров от солнца а спутник подлетит на шесть с половиной миллионов километров к солнцу то есть прямо в корону солнечную она горячее настолько что просто невозможно там находиться а нам говорят что спутник должен выдержать всего лишь 1300 градусов по цельсию это конечно же чушь мало того из чего должен быть изготовлен спутник даже допустим не 1300 там пускай 1200 градусов на экранах вы видите таблицу плавления металлов из чего должен состоять вообще тогда спутник чтобы выдержать температуру из чего должны быть детали да нам говорят будет защита в один с половиной сантиметров ну просто поймите давайте даже допустим что на какой-то момент мы представим что зонд выдержал колоссальную температуру и остался целым космическое излучение солнечный ветер который достигает земли и только благодаря магнитным полям он не проходит на землю да как нам говорят это магнитной бури когда идет возмущение магнитного поля при солнечной активности каким образом будет находиться там объект каким образом он будет передавать сигнал если помехи от солнца от ветра от радиации от излучения настолько велики что они не смогут просто пройти к земле это невозможно это сами же ученые могут подтвердить каким образом все это они хотят сделать совершенно непонятно это самая бредовая новость которая только есть на самом нашем свете я ее заношу в топ бредовых новостей 2017 года выглядит это примерно так же леонид ильич брежнев собирает ведущих космонавтов в цк кпсс и объявляет о новой космической программы уважаемые космонавты завтра вы полетите на солнце космонавты сидят у них глаза на лоб и леонид ильич это вы что мы же сгорим это же невозможно солнце настолько горячий что просто нельзя полететь вы думаете в цк кпсс идиоты сидят вы ночью полетите здесь тот же самое тот же из того же разряда но на сегодня у меня все с вами был тем studio смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал нас отправит зонт на поверхность солнца не слушать а мне идут эти очки по моему да всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске марсианская атмосфера солнечный телескоп и космическая глина сегодня приготовил для вас очередную порцию космических новостей ну что ж давайте не будем терять время и перейдем к первой из них в нас а представили проект по возвращению атмосферы марсу ученые из нас рассказали что в настоящее время у них разработки находится проект который позволит вернуть марсу атмосферу по словам специалистов более 300 миллионов лет назад поверхность красной планеты могла быть покрыта океаном специалисты отмечают что в рамках проекта будут созданы специальные приборы генерирующие озоновый слой и соединений содержащихся воздухе на марсе кроме того по истечении определенного периода аппараты будут обогащать его кислородом вытесняя углекислый газ и другие примеси ученые определили что основной проблемой возрождения марсианской атмосферы является его расположение относительно солнца из-за резких перепадов температур во время изменения времени суток кислород может быть подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей что в итоге скажется на его концентрации в воздухе по словам ученых данную проблему удастся решить после восстановления озонового слоя не пропускающего солнечную энергию на поверхность планеты по словам специалистов в будущем на восстановление атмосферы марса после начала его колонизации уйдет более 200 лет за данный период специальные аппараты смогут примерно на треть заполнить все нижние слои кислородом делая воздух пригодным для человека не будем тянуть время и скажем сразу что это вспомнить все именно такая концепция звучала как раз таки в одноименном романе и телефильме который можно было наблюдать сначала с арноидом шварценеггером а потом последующего недавний ремейк но там атмосферу восстанавливали при помощи многовековых льдов которые растопили они значит в виде пара поднялись в атмосферу и появилась там такая социальная среда где можно прекрасно жить спокойная такая со всеми атмосферными явлениями там гроза да потом облака и там голубое небо стал в оконцовке почему же тогда на земле не применять такие технологии ведь у нас последнее время загрязнение идет семимильными шагами всяческие заводы урановая промышленность множеством машин которых идет загрязнение вверх да ничего ничего этого нет никто этого не применять но про марс мы же должны что-то сказать и поэтому там будут применены установки генерирующие атмосферу о какое чудо естественно это очередная сказка для людей чтобы люди верили в эти космические программы что даже на марсе мы будем жить что там космическая радиация абсолютно не влияет ни на что главное восстановить атмосферу колонизировать марс и там 200 лет она будет установка восстанавливать атмосферу до за 200 лет много воды утечет поэтому найти крайних потом кто это все придумал будет невозможно вот такая вот новость переходим к следующей более глупой новости зачитаем следующую новость наса планирует удивительный эксперимент с солнцем ученые из нас обратили внимание на то что такие большие космические объекты как солнце своей огромной гравитации искривляют вокруг себя пространство и даже заставляют отклоняться лучи света поэтому утверждают исследователи нашу звезду можно использовать как гигантскую линзу предварительные расчеты показывают что изображение размером 2 на 2 пикселя можно увеличить до 1000 на 1000 такое увеличение позволит фотографировать участки планет площадью до 10 квадратных километров на расстоянии 100 световых лет при этом не нужно увеличивать мощность уже существующих телескопов однако на пути реализации идеи возникает одна серьезная проблема чтобы достичь желаемого эффекта придется отправить телескоп далеко в глубины космоса расстояние должно быть в 550 раз больше чем от земли до солнца преодолеть его современные космические аппараты смогут лица 40 и все же в нас а надеяться что в будущем удастся осуществить такой проект в развитии астрономии он может сыграть очень важную роль чем дальше в лес тем больше дров теперь оказывается солнце вокруг себя искривляет пространство время преломляет лучи и что только не было тут придумано что изображение размером 2 на 2 пикселя можно увеличить до 1000 на 1000 представляете как надо было соврать чему равен световой год я в который раз показываю сейчас на экране вот такое расстояние это один световой год а здесь надо так просто врать чтобы сказать такое слово что благодаря этому можно будет фотографировать не просто какой-то участок космоса а участок планеты площадью до 10 квадратных километров на расстоянии 100 световых лет здесь просто ложь пересекает все границы это что это ложь об этом нельзя не сказать потому что это банальная чушь не какой-то участок там дальней галактики сфотографировать а участок планеты можно будет сфотографировать благодаря тому что от солнца искривляется пространство и можно будет посмотреть дальше в глубины неизведанного космического пространства то телескоп кеплер может заглянуть на край вселенной то телескоп хаббл увидел галактики в красном спектре там 17 миллиардов световых лет теперь оказывается солнце это самый мощный в мире телескоп что будет дальше понятия не имею 40 лет должен лететь аппарат на расстоянии больше чем от земли до солнца в 550 раз от земли до солнца 149 миллионов километров по официальной версии напомним ученым умножаем на 550 за какие 40 лет о чем говорят ученые что за ересь вообще происходит в нас а последнее время совершенно непонятно но это не самая глупая новость которая сегодня есть которая глупая новость давайте прямо сейчас ее с вами и зачитаем и так самая глупая за сегодня новость а также я ее вношу в топ глупых новостей 2017 года ученые разработали надежный способ защиты от космической радиации основную опасность для находящегося вне магнитосферы земли человека представляют космические лучи и потоки заряженных частиц от солнца разработан новый способ защиты астронавтов от радиации в дальнем космосе с предложением выступили физики из университета центральной флориды астероиды по словам ученых содержат себе глину богатую водородом за счет этого возможно обеспечить более надежную защиту кораблей от потоков протонов и космических лучей физики на основе этой глины рассчитывают создать композитный материал его планируют использовать как обшивку космических кораблей либо как составную часть скафандров чтобы добыть глину на астероидах авторы идеи намерены задействовать роботов без улыбки эти новости читать к сожалению нельзя оказывается нету на земле такого материала и нельзя синтезировать на земле материал который будет защищать космонавтов лучше чем глина с какого-то там астероида и поэтому надо срочно создавать роботов срочно создавать космические аппараты выделять на это большие деньги из бюджета и отправляться на астероиды чтобы добыть эту пресловутую глину насыщенный водородом потому что без нее ну никак не создать защиту от космической радиации вот так новость что говорить тогда о других изучениях если на земле ничего получить нельзя и надо отправляться в дальний космос за частицей какой-то там вещи понимаете могут сказать следующий раз все что угодно мы не можем создать корабль нам не хватает самого мощного в мире железа а это железо можно добыть только на астероиде который обитает в поясе койпера и поэтому туда надо срочно отправить корабли с роботами которые будут добывать этот металл а потом мы будем плавить его и создавать корабли для путешествий в дальний космос самая глупая новость которая только читал за последнее время больше говорить о ней ничего не стоит ну а на сегодня у меня все с вами был тем студия смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал добыча глины на астероидах солнце который скривляет пространство и время восстановление марсианской атмосферы что все за новости такие вещи что происходит в этом мире всем привет в эфире и тим с аналитика и сегодня мы разберем с вами одну очень занимательную эпопею и связана эта эпопея с колонизации марса по всей видимости эта эпопея подошла к концу во всяком случае она подходит концу я собрал 4 новости которые собраны в хронологическом порядке и в конце этого ролика мы придем к логическому завершению всей этой эпопеи и так давайте начнем и послушаем первую новость владелец space x илон маска во время международной аэрокосмической конференции рассказал как будет осуществляться колонизация марса по прогнозу маска первый полет на марс человек совершит в 2023 году первый миллион жителей земли будет переселен на красную планету в течение 50 100 лет полет одного человека на это расстояние он оценил в 10 миллиардов долларов маска намерен снизить эту цену до 200 тысяч долларов он уверен что в будущем полет на марс будет занимать всего несколько дней первые пилотируемые полеты по его прогнозу будут осуществлены уже в 2020 годы ну что же вся эпопея началась с того что корпорация nasa нам начала показывать марсоходов opportunity curiosity красивые фотографии красной планеты и вот корпорация nasa вместе со space x владелец который является илон маск остап бендер 21 века решили провернуть интересную авантюру запросить у государства финансирования для колонизации марса причем корпорация space x частности илон маск подсчитал стоимость одного человека полета одного человека до марса в 10 миллиардов долларов за первое время и потом 200 тысяч долларов всего лишь навсего за одного человека когда наладится массовое производство ракет и полеты на марс будут уже в порядке вещей за 50 100 лет он обещает отправить туда в частности илон маск до миллиона человек после чего корпорация nasa естественно подключилась вместе со space x они начали просить денег у государства на колонизацию марса и осуществить вот эту программу в 2023 2030 году они уже обещали начать пилотируемые полеты то есть первый пилотируемый полет первоначально должен был состояться в 2023 году потом этот срок перенесли уже на 2030 годы что будет дальше мы узнаем в следующей новости космонавты не смогут долететь до марса живыми ученые до сих пор не могут изобрести защиту для космонавтов от сильного космического излучения за последние десятилетия технологии шагнула далеко вперед научные достижения и техника вполне могут предоставить возможность построить корабли для передвижения между планетами солнечной системе но основной проблемы на данный момент остается следующее как защитить людей от радиации ведь как известно от сильного космического излучения людей на земле защищают атмосфера и магнитное поле сообщается что транспортировка от земли до марса занимает от 70 дней до 10 месяцев в зависимости от противостояния планет и эффективной защиты от излучения пока не придумали длительный перелет приведет гибели всего экипажа так как на земле не изобрели защиты от радиации даже космонавты мкс находится под защитой земного магнитного поля случае если кто-то из экипажа останется в живых и доберется до пункта назначения прожить долго на марсе они не смогут так как магнитное поле красной планеты 800 раз слабее земного и тут неожиданно выясняется что бюджета запросить запросили а защита от радиации никакой не придумали и вот сидят и не знают как отправить людей на марс якобы нет никакой защиты от космического радиационного излучения и поэтому пилотермы полеты на красную планету пока невозможны недавно выходили новости что наса там будет использовать какие-то грибы с чернобыля чтобы придумать какой-то крем для астронавтов чтобы защищать их от радиации но естественно все это ерунда потому что крем кремом а космическое излучение таких больших масштабов за пределами поясов ван аллена очень критической человек умирать практически сразу по официальной версии потому что по альтернативной версии мы не знаем что там происходит в космосе и вообще что такое космос понятия мы не имеем ученые нам говорят что такое большое пространство заполнены газом всевозможным пылью космической астероидами планетами газовыми гигантами виде звезд и всего прочего но никакой защиты от радиации естественно нет какой может быть пилотируемый полет совершенно неясно пока нас думали думали что делать ученые начали выдвигать уже свои версии давайте послушаем из 3 новости что говорят ученые ученые обнаружили вещество из-за которого жизнь на марсе невозможно ученые из одинбургского университета в шотландии выяснили что марс не пригоден для существования даже микроорганизмов из-за наличия на поверхности планеты химических соединений называемых пер хлоратами эти вещества являются солями хлорной кислоты и ядовиты для живых существ биологи изучили влияние пер хлората в концентрациях характерных для марсианского грунта на бактерию bacillus subtilis который часто встречается на космических аппаратах и служит источником биологического загрязнения выяснилось что сочетание с ультрафиолетовым излучением токсичность соединений увеличивается что делает их смертоносными для микроорганизмов в результате subtilis погибает за несколько минут по словам специалистов вещества которые встречаются на поверхности марса оксиды железа и перекись водорода усиливают влияние пер хлоратов ускоряет смерть бактерий в 10 и 8 раз пер хлораты найдены на красной планете в 2008 году когда спускаемый аппарат феникс провел анализ химического состава марсианского грунта оказалось что концентрация соединений в почве составляла 0406 процента это значение подтвердили пробы взяты марсоходом кириосити учитывая ультрафиолетовое излучение падающий на поверхность планеты такое содержание пер хлоратов может стать причиной отсутствия на ней инопланетных форм жизни к сожалению нас атак увлеклась своими фейками что начали присылать ученым пробы с марсоходов opportunity кириосити и вот эти пресловутые пер хлораты стали как раз таки причиной того что ученые поймали нас а за язык оказывается при таких концентрациях никакая жизнь на марсе невозможно пер хлораты убивают все самые живучие известные бактерии поэтому никакой жизни на марсе нет никакой жизни на марсе не будет по мнению ученых лететь туда вообще незачем вот так вот нас а сама себя к сожалению подставила присылая ученым вот эти липовые пробы всякие фотографии и прочие материалы по которым ученые составили вот такое вот однозначное мнение что на марсе делать людям нечего но чем закончился папе и давайте послушаем свежую практически новость наса признала невозможность в срок отправить астронавтов на марс я не могу назвать дату когда люди окажутся на марсе и причина этого в бюджете то его части которая увеличена примерно на два процента у нас нет поверхностных систем для марса сказал глава подразделения наса по пилотируемым полетам билл герстенмайер на встрече организованный американским институтом аэронавтики и астронавтики вход в атмосферу марса спуск и посадка огромный вызов для нас на марсе руководитель допустил что наса возможно стоит сконцентрироваться на миссии на луну особенно к тем регионам где есть водяной лед ну вот эпопея подошла к концу оказывается у нас нету денег на колонизацию марса вот такой вот нонсенс совершенно глупая такая отмазка потому что давайте просто посмотрим правде в глаза огромная корпорация наса планируют такое масштабное мероприятие вместе с другой корпорации spacex как колонизация марса делают всяческие подготовки делают всяческие планы а потом выясняется что у них нет на это финансирование как будто бы самого начала об этом они не знали просто не получили достаточно много денег на свои фейки потом все равно бы они отказались от своей программы теперь давайте проследим цепочку от начала наса и илон маск предлагают отправить людей на марс потом выясняется что нету никакой оказывается защиты даже если отправит людей на ракете к марсу то во время пути они умрут все эти люди а если кто и доберется то на марсе делать нечего потому что там пер хлорат убивает все живое и вот нас а все-таки наконец-то поняли что как бы они не пытались подделать марс где-нибудь в пустыне в чилийской пустыне где-нибудь на гавайях возле вулкана какого-нибудь где они проводят свои испытания и они решили все-таки нам скажет делать нечего придется нам закрывать программу потому что мы не сможем поддерживать этот фейк ученый нас раскусит уже раскусили и теперь оказывается нету финансирования для колонизации марса и говорят ученые и наса давайте будем осваивать луну все-таки луна проще потому что еще в 60-х годах полета на луну прекрасно подделывали павильонах голливуда вот такая вот эпопея с марсом которая окончилась ничем зачем отправляли туда всячески марсоходы которые брали пробы но не уже 220 лет они изучают этот марс и за 20 лет они не знали что там жизнь просто не может зародиться быть не может или бы никогда ее там не было естественно никаких полетов к марсу скорее всего не осуществлялось я имею виду не пилотируемых полетов а даже полетов спутников вот этих которые там якобы летают вокруг марса и марсоходов которые катаются по красной планете и не было никогда с роду вот такой вот очередной грандиозный фейк который закончился очередным грандиозным провалом на сегодня у меня все смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске космическая типография работайте негры солнце еще высоко и прогресс ворует миллионы ну что же после долгого перерыва с вами новый выпуск м с аналитики и сегодня у меня как обычно будут три космические новости и давайте перейдем сразу к первой из них впервые за 17 лет на мкс прибудет новый принтер еще со времен когда международная космическая станция мкс приветствовала своих первых обитателей в ноябре 2000 года на ее борту уже имелись принтеры космонавтом они нужны для распечатки важной информации по работе а иногда чтобы распечатывать фотографии из дома по данным наса космонавта распечатывают по тысячи страниц в месяц на двух принтерах один установлен на американской части мкс другой на российской когда принтер был новым мы ощущали технологии двухтысячных годов у нас и ноутбуки были той эпохи все работало неплохо вспоминал астронавт наса дон петит который провел около года на орбите но принтер в последние 5-6 лет стал слишком проблематичным дело конечно не в том что на мкс уже почти 20 лет крутится вокруг земли один и тот же принтер нас а не стоило особых трудов заменить старый на новый однако только к 2018 году агентство пошлет два не просто новых но и специализированных принтера хотя это не так просто как кажется ведь требования наса заключались следующем управление печатью и обработка бумаги в условиях невесомости обрабатывать отходы краски во время печати быть огнестойким и не быть слишком энергозатратным напомним что самые первые принтеры которые были установлены аж далеком 1999 году назывались эпсон стилос 800 это самые обычные рядовые принтеры которые поступали в розничную продажу они до сих пор кое-где сохранились и ну кстати стоят хороших денег на ebay либо на других других аукционах потому что они уже не выпускаются очень давно и непонятно совершенно каким образом они в тел в то время в те далекие года были адаптированы под условия невесомости но здесь смешное даже не то что эти принтеры практически 18 лет работают без перерыва где вы видели такие принтеры самые обычные простые принтеры которые могут столько работать где вы видели такие картриджи которые могут столько работать но допустим они туда присылают каждый раз новые картриджи но ведь вы поймите что каждый принтер у него есть отходы эта краска накапывает вот у кого был простой дома струйный принтер те знают что это такое когда картриджи идут прочистка до картриджи вот эта вся краска накапывает вниз на дно принтера и со временем это просто ужас становится а этот 18 лет на орбите принтер но это даже не смешно смешно здесь другое лично для меня а именно вот эта информация да по данным наса космонавта распечатывают по тысячи страниц в месяц на двух принтерах представьте себе эдакую типографию которая летает на орбите и печатает книги постоянно представьте какое количество макулатура там набирается за полгода я читал эту информацию оказывается они распечатывают там планы эвакуации и другие какие-то указания земли это век высоких технологий 21 век когда у космонавтов у астронавтов на руках планшеты телефоны там какие-то я не знаю устройство гаджеты ноутбуки кругом они постоянно сетуют до что у нас слабый интернет мы не можем там слишком долго находиться но посмотрите что происходит например наш космонавт сергей рязанский каждый день абсолютно каждый день выкладывает соц сетях и не в одной сразу в четырех фотографии посты с мкс ну практически и сидит там постоянно находится до каждый раз когда какой-нибудь юбилей когда какой-нибудь праздник сейчас взяли моду что космонавты прямо с орбиты поздравляют юбиляра либо какую-то организацию с праздником почему бы не присылать простенькие документы которые не тратят столько ресурсов интернета это килобайты какие-то чтобы прислать план эвакуации на мкс либо еще какое-нибудь другое указание нет они распечатывают по 1000 страниц в месяц и это в условиях ну поймите что вот даже требуем такие быть огнестойким то есть представьте если там произойдет какое-нибудь возгорание вот эти все за полгода 6000 листов представьте если они возгорят возгорятся что там произойдет на станции она просто вспыхнет и сгорит изнутри и там обогащение кислорода на просто взорвется но это такой бред если честно для меня с этими принтерами когда я показывал же в роли когда по нашим земным меркам он висит на стене сбоку ну в космосе естественно как они говорят невесомости якобы микро гравитации условиях нету разницы но все равно каким образом самый первый принтер и вот эти стилус 800 могли быть адаптированы под условия станции и каким образом они столько лет проработали и тут четко говорится что никогда их не меняли это будет первая смена за последние 18 лет то есть принтеры проработали на станции 18 лет печатая каждый месяц по 1000 страниц нонсенс ребята это просто фантастика но мы переходим ко второй новости российские космонавты на мкс начали работать без выходных российские космонавты на международной космической станции мкс стали работать выходные дни также им сократили часы на адаптацию к невесомости и на завершение дел перед возвращением на землю сообщает газета известия по данным издания к такой мере пришлось прибегнуть из-за решения роскосмоса о сокращении количества россиян международным экипажем с трех до двух человек госкорпораций сообщили что работа без выходных поддерживают и сами космонавты космонавты сами изъявляют желание трудиться свое свободное время рассказали в пресс-службе роскосмоса собеседник издания пояснил что график экспериментов и обслуживание станции составлен таким образом чтобы нагрузка на экипаж российского сегмента не угрожала их здоровью и распределялась равномерно ежедневно 8 часов космонавта должна тратить на сон столько же на работу и 8 часов остается для личного времени иногда обитатели мкс жертвуют личного времени ради работы боже мой какие трудоголики но если серьезно я думаю что все здесь гораздо проще последнее время космонавты взяли моду сидеть соцсетях многие завели инстаграм и twitter аккаунты некоторые вконтакте по привычке до сих пор сидят и своих соцсетях они выкладывают всевозможные фотографии то у них уикенд в стиле алохи они переодеваются в гавайские рубашки солнечные очки и значит там всячески позируют то они там загорают возле иллюминатор у них там есть какой-то иллюминатор номер 9 который не защищен от ультрафиолета и там они могут загорать якобы некоторое время то дни рождения у них там дурацкие шапочки со свечками на головах то у них там тематические вечеринки стиле хэллоуин где они переодеваются супергероев злодеев в обезьянок и люди естественно стали задавать вопросы я как-то зашел на twitter канал сергей рязанского и там действительно люди задают вопросы что вы там делаете на орбите а сколько стоит доставка этих костюмов на орбит а на что мы тратим свои налоги а где результаты работы со станции экспериментов то есть я думаю все это заставило пойти от роскосмос на такие меры как сказать что космонавтом теперь будет некогда этим заниматься вот этой дурью будем мы теперь работать плотно и даже свои выходные космонавты будут заняты но посмотрим сергей рязанский каждый день сидит именно в соцсетях мы посмотрим исчезнет ли он оттуда или нет боже мой каждый день он выкладывает всякие фотографии и не по одной бывает по несколько постов время абсолютно рандомно это может быть и час ночи и 12 дня и 9 утра и 11 вечера мы посмотрим мы понаблюдаем частности я продолжит ли он сидеть так ли у них мало останется времени свободного так и они заняты будут выходные все это прекрасно отображается и в интернете пока что все это видно а так как аккаунты ведутся имени именно от имени сергей рязанского он пишет там да я сфотографировал землю посмотрите как это красиво я нахожусь там то то говорить о том что кто-то другой ведет этот аккаунт не имеет никакого смысла потому что от его лица идет повествование и даже говорится что он собственноручно ведет по крайней мере инстаграм с орбиты поэтому ну пока что я не вижу что у них там слишком много времени такого чтобы делать какие-то простые вещи да как отдыхать я веду мой что вот как вот этим вот заявлением что они теперь будут работать без выходных он должен исчезнуть оттуда с инстаграма с контакта по крайней мере реже выходить на связь они каждый божий день но теперь давайте перейдем к третьей новости злоупотребление ведущим ракетно-космическом предприятии рф стоили стране 404 миллиона рублей служебная проверка финансово-хозяйственной деятельности самарского ракетного космического центра прогресс вылилось два уголовных дела по версии следствия сотрудники предприятия настолько щедро тратили деньги что дважды платили за не те же работы как сообщая следственный комитет россии 3 ноября в расходах ркц прогресс нашли признаки злоупотребления полномочиями оба дела по соответствующей статье в к рф возбуждены следственными органами ведомства по самарской области предполагается что тщательно следить за расходами перестали с августа 2010 года тогда ркц выделил подрядчику больше миллиарда рублей средств из целевой программы на выполнение работ по техническому перевооружению одного из своих корпусов а через полгода договор был расторгнут без каких-либо претензий друг другу при этом несмотря на то что заказчик полностью расплатился за перевооружение фирма не выполнила часть предписанных в договоре услуг по данным ведомства за проигнорированную подрядчиком работу ркц позже заплатил еще 219 миллионов рублей уже из собственного кармана второй сомнительный эпизод относится 2014 2015 годам когда ркц якобы сначала заплатил по договору подряда двум фирмам более 4 и 4 миллиарда рублей за реконструкцию перевооружения а потом заключил еще ряд контрактов на поставку дополнительного оборудования на 185 миллионов первом случае прогресс расплачивался бюджетными деньгами полученными в рамках целевой программы во втором собственными средствами однако дополнительное оснащение не поставлялась так как входило в комплектацию оборудования являлась его неотъемлемой частью и было поставлено в адрес а у ркц прогресс в рамках государственных контрактов говорится в сообщениях скр по данным ведомства ревизия расходов предприятия выявил ущерб стране превышающей 404 миллиона рублей настоящее время следствие устанавливает всех сотрудников прогресса причастных к преступлению это уже к сожалению не первый раз то начали падать ракеты потому что закупили китайские детали то ракета не взлетела вовремя потому что кладовщица забыла отдать ключи от склада где хранились какие-то там материалы вот теперь кража средств 2010 года никто за этим не следит и происходит все что угодно все что попало именно поэтому я считаю что вся эта ракетная промышленность все вот эти космические полеты запуски в космос являются большим грандиозным фейком то пропал буран его продали распилили а потом оказывается что два макета до сих пор находится в казахстане они стоят в ангарах пылятся и вполне себе находится там и никто их не распилил не продал то пропадают ракеты то не взлетают они то воруют что происходит совершенно не ясно то выясняется что значит космические площадки космодромы приходят запустение никто не платит никому ничего там все обваливается рушится но об этом почему-то никто нигде не говорит вот она эта космическая промышленность а так ли она действительно стратегически важно если там внутри этих предприятий происходит страшные вещи коррупции происходит халатность фальсификация закупка китайских материалов вот она вся космическая индустрия поэтому говорить о том что на орбите космонавты что-то там делал очень важно уже 60 лет я не вижу никакого смысла потому что результатов работы никаких не видно за эти 60 лет мы не продвинулись ни на толику мы не полетели не на луну мы не полетели не на марс мы по-прежнему грезим что сможем покинуть эту планету и полететь к дальним звездам и мирам как фильме интерстеллар но дальше марсоходов пластиковых и всяких спутников зондов которые летают неведомо куда совершая гравитационные маневры ничего не заходит как человек не мог подняться выше орбиты так он и не поднимается на сегодня у меня все с вами был тем studio смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал если вы сейчас меня смотрите и слушаете значит вы дождались сцены после титров в принципе это уже традиция а значит вы ждали моего после слове после слове будет ли она будет сатирическим ну а что мелочиться может им туда на орбиту печатный станок отправить пусть себе печатают на здоровье всем привет в эфире и тим с аналитика но перед началом ролика я хотел бы сделать небольшое объявление меня часто просят рассказать о том как я снимаю ролики в какой программе монтирую сколько времени это занимает просит рассказать о себе о том месте где проживаю в общем а по всем том что остается за кулисами конспирологической кухни на моем втором канале тем studio life будут выходить именно такие ролики такого содержания на отвлеченную от конспирологии темы и уже сегодня там появился ролик которыми рассказал немножко о себе и о том месте где проживаю поэтому кто не подписался подписывайтесь на канал тем studio life ссылка в описании под роликом а также в шапке канала но теперь в этом выпуске не хорошие грибы отель с видом на землю и лунная влага ну что же давайте начнем и послушаем первую новость нас рассказали почему человек не может выйти в открытый космос ученые наса утверждают что одной из основных проблем который мешает космонавтом выйти в открытый космос это радиация и космический мусор эксперты до сих пор не знают эффективного средства защиты астронавтов от губительного влияния радиации совсем недавно ученые наса выявили другую проблему которая еще на шаг отодвинула человека от космоса речь идет о грибах которые повсюду они также находятся и внутри нас в космосе они начинают мутировать и активно размножаться именно таким образом повели себя грибы размещены в прототип марсианского модуля этот факт озадачил ученых которые вовсе не ожидали такого поведения грибов они опасаются того как именно грибковое образование которое находится человеческом теле поведут себя вот так вот оказывается обстоят дела прошлом выпуске тмс аналитики о колонизации марса я рассказывал о том что на поверхности красной планеты найдены вредные вещества под названием перхлораты которые убивают все живое и поэтому заселяться на марс нет никакого смысла и теперь чтобы окончательно поддержать эту версию придумали такую ситуацию что в замкнутых условиях полной изоляции от внешней среды в космических условиях мутируют земные микроорганизмы а также грибы которые находятся человеческом теле и поэтому никто не знает какую опасность в себе таят эти страшные микроорганизмы убили сразу несколько зайцев и отказались от космической программы по освоению марса и вообще от дальних перелетов поэтому космические программы скорее всего потихоньку начинают сворачиваться но мы переходим ко второй новости следующая новость из разряда космического бизнеса давайте ее послушаем наса построит пятизвездочный космический отель на орбите земли космический отель с баром и фитнес-центром появится на орбите нашей планеты 2025 году соответствующий проект одобрили в наса обойдется он в пять миллионов долларов студенты массачусетского технологического института построит космический отель на орбите земли где состоятельные путешественники смогут отдохнуть и пройти оздоровительные процедуры проект стоимостью 5 миллионов долларов уже одобрили в наса отель под рабочим названием марина будет располагаться на будущей космической станции наса к станции по периметру будут прикреплены пять модулей в которых заселит постояльцев гостиница вмещает 20 человек из них четыре будут обслуживающим персоналом в гостинице разместится бар фитнес-зал и другие услуги которым привыкли постояльцы отелей на земле ну что же скоро мы все вместе с вами полетим в новый космический отель на самом деле это неправда не сможем никуда полететь потому что по скромным подсчетам билеты будут стоить от пяти миллионов долларов от пяти миллионов и выше откуда у нас такие деньги поэтому этот шикарный отель который будет находиться по скромным подсчетам по официальным данным которые можно найти в сети на новой станции которая будет построена после затопления мкс и находиться она будет на высоте около двух тысяч километров каким образом будет осуществлено вот это вот деяние этот сей проект потому что до сих пор нет никакой защиты от радиации а по рассказам космонавтов в частности самого леонова который выходил первым открытый космос на высоте от 500 километров уже начинается страшно радиационный слой несколько минут пребывания в котором грозит человеку смертью станция должна быть запущена 2025 году как это будет осуществлено совершенно непонятно поражает сам проект бар фитнес-зал бассейны с видом на землю окна но 2000 километров это приличное расстояние можно будет увидеть шарик практически да там не полностью но почти красиво звучит да но с другой стороны это настолько все глупо и такие срока даны ранний 25 год уже на носу как это будет выглядеть совершенно неясно естественно это очередной лохотрон по изыманию денег и сейчас начнут финансировать олигархи эту компанию наса возьмет успешно это деньги построит станцию будут показывать кормить новостями а потом скажут а там грибы растут мы не можем оказывается запустить эту станцию извините ребята денег нету они потрачены ну нет так и нет следующий раз что-нибудь новое придумаем но мы переходим к третьей новости это третье последние на сегодня новости давайте ее послушаем ученые неожиданно обнаружили воду на луне международный коллектив планетологов установил что в недрах луны есть вода такие данные были получены после того как ученые с помощью специального спутника смогли заметить на луне стеклянные гранулы в составе вулканических пород соответствующие исследования опубликовали журнале nature geoscience информация была получена с помощью установленного на индийском спутнике чандра ян один инструмента moon минералоги мэппера который способен одновременно измерять температуру поверхности луны и изучать ее минеральный состав как отмечают ученые содержание воды в отдельных гранулах очень мало но породы в которых нашли эти гранулы расположены на больших участках на и под поверхностью луны ученые примерно подсчитали что в одной тонне поверхности луны может находиться до 946 миллилитров воды что довольно много для абсолютно безводного небесного тела мы обнаружили что вода распределена по всей поверхности луны тот факт что почти все магматические образования показывает присутствие воды позволяет предположить что большая часть недр луны является влажной рассказал один из авторов исследования ральф миликен из университета брауна в сша однако ученые еще не знают точного происхождения воды в недрах земного спутника ранее ее следы в небесном теле были обнаружены миссиями аполло в ходе которых на землю доставлялись образцы грунта кроме того водяной лед также содержится в затемненных кратерах на полюсах луны новость из разряда я же говорил когда я рассказывал о колонизации марса когда были найдены те самые перехлораты буду к нему возвращаться потому что это очень важно все таки хронологическая последовательность и вот ученые значит сказали раз не можем осваивать марс давайте будем осваивать луну и чтобы это поддержать вышли новости с подзаголовками ученые неожиданно нашли воду на луне теперь большой повод чтобы туда лететь чтобы добывать эту воду исследовать лунную поверхность и лунные недры потому что лунной декорации поделать очень просто я уже об этом говорил шестьдесятых годах все прекрасно было также осуществлено ничего сложного в этом нет а с марсом видимо все очень сложно и поэтому эту программу быстренько так задвинули на задворке наса вот такие вот свежие новости на сегодня у меня все с вами был тем studio смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал а может я успею накопить деньги на космический отель всем привет в эфире тима с аналитика в этом выпуске пиво на марсе мухи и гравитация и искусственные мозги сегодня как обычно будут три космические новости и давайте перейдем к первой из них на мкс проведут эксперимент о возможности варить пиво космосе грузовой корабль space x доставит на мкс 20 зерен пивоваренного ячменя который космонавты будут проращивать в условиях невесомости в течение месяца эксперимента с пивоваренным ячменем пройдут совместно с центром космической науки цасис который управляет американскими научными исследованиями на орбите планируется что после проращивания зерна вернуться на землю результаты исследования должны лечь в основу возможной технологии пивоварения на марсе и дать новые данные для земного сельского хозяйства весной на конференции с xsv компания и be in view объявила что собирается варить пиво на марсе когда человечество начнет осваивать красную планету вот такой вот сверх важный эксперимент узнать а можно ли варить пиво на марсе без пива ну никак себе космическая отрасль не представляет жизни не надо изучать какая там радиация и придумывать какие-то защиты а надо узнать можно ли варить на марсе пиво и поэтому космонавты в очередной раз будут заниматься всякой ерундой проращивать ячмень который потом отправят на землю и узнают можно ли варить пиво в космосе или нельзя на самом деле это просто рекламная компания пивоварни которая называется и be in view и который выступал весной на конференции с xsv просто зарабатывают деньги на рекламе только и всего естественно ни о каком пиве и варенье на марсе речи быть не может потому что на марс ближайшем будущем никто не полетит об этом будет в третьей новости из этого выпуска переходим ко второй новости российские ученые отправят на мкс мух и червей для испытания искусственной гравитации на мкс будут доставлены личинки мух и червей нематод который вылупится в условиях станции затем ученые намерены поместить их центрифугу который будет имитироваться земная сила тяжести как сообщает газета издательства известия ссылаясь на институт медико-биологических проблем российской академии наук в будущем на станции планируют разместить большую центрифугу при помощи которой космонавты будут бороться с негативным влиянием невесомости на организм по мнению экспертов установка позволит изучить влияние на человека пониженной силы тяжести которую невозможно имитировать на земле это устройство окажет помощь подготовке космонавтов к предстоящим полетам на луну и марс научный опыт будет организован российской академии наук вместе с ркк энергия петербургским институтом физиологии имени павлова и московским институтом биоорганической химии сейчас ученые проектируют оборудование для эксперимента ранее подобных устройств невесомости не испытывали это то о чем раньше мы говорили и альтернативные исследователи что на мкс однозначно сделают искусственную гравитацию чтобы не было больше фейлов с трассами и с другими фейлами которые встречаются в видеозаписи сейчас они будут спокойно ходить по полу станции у них там будет гравитация и снимать будет еще проще не надо будет тратить большие деньги на компьютерную графику на специальное оборудование и другие приспособления но это чисто мое мнение потому что я не раз уже замечал в роликах и показывал своих роликах как космонавты ловится на простейших ошибках когда видны и трассы и когда видны технологии при помощи которых делается искусственная невесомость и вот теперь наконец-таки они решили пора переходить на простую студийную съемку где не требуется никаких серьезных затрат вот такая вот новость ждем космонавтов с орбиты которые будут находиться просто спокойном состоянии где они будут подкидывать предметы они будут падать на пол ну и переходим к третьей заключительной на сегодня новости космонавтом который отправится на марс придется заменить настоящий мозг на искусственной противном случае люди не смогут выжить на 4 планете от солнца из-за воздействия радиации космонавтом который отправится на марс придется удалить или заменить на искусственные некоторые органы чтобы защитить их от негативного влияния радиации и тяжелых заряженных частиц об этом журналистам рассказал заведующий лаборатории института медико-биологических проблем российской академии наук вячеслав шуршаков человек как вид сформировался на земле поэтому для дальних космических полетов он им подготовлен всем ходом своей эволюции для полета в другим планетам как бы то грешно не казалось организм человека следует немного доработать усовершенствовать у человека есть критические органы наиболее подверженные влиянию радиации который перед полетом на марс следует удалить заменить искусственными сказал интерфаксу ученые шуршаков отметил что замена некоторых человеческих органов на искусственные постепенно становится нормы жизни например обыденным явлением современном мире стала установка имплантантов на место вырванных зубов по словам ученого для участников длительных межпланетных полетов будущем таким же естественным станет операция например на глазах и на мозге даже ученые говорят что полет на марс невозможен потому что там огромная радиация и если поначалу его рассказ казался связанным и логичным то в конце его слова превратились просто в сущий бред оказывается он не сомневается что в будущем вполне станет легкая операция замена мозга на искусственный вот это вот поворот как говорится до заменить мозги на пластиковый напечатать их допустим на 3d принтере который недавно отправили на мкс даже ученые выглядят в этой ситуации немножко как-то для меня непривычно потому что если поначалу я его рассказ воспринял как действительно адекват и потому что он придерживаться такого же мнения что на марс полета невозможно потому что человек просто не выдержит радиации колоссальный то в конце его рассказ превратился такой вот небольшой фарс в котором говорится что можно заменить глаза и мозг на пластиковые либо другие такие же и искусственные я не знаю или напечатать на принтере который может печатать человеческие органы который кстати разрабатывается где-то в недрых институтов медицины вот такие вот новости которые я нашел сегодня для вас с вами был тем studio смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал заведующий лаборатории института медико-биологических проблем российской академии наук вячеслав шуршаков заменить мозг и глаза на искусственные всем привет в эфире тмс аналитика и сегодня не вполне обычный выпуск сегодня будет всего лишь одна космическая новость но она настолько важно настолько обширно что говорить о ней мы будем приличное количество времени этот ролик специально для тех кто по-прежнему верит космическую индустрию кто верит запуске ракет в запуске спутников в освоение космического пространства ну что ж давайте перейдем наши новости роскосмос рассматривает возможность открыть отель на международной космической станции детали бизнес-план опубликовал журнал популярная механика под гостиницу предполагается переработать конструкцию научно-энергетического модуля массы 20 тонн длиной 15 половиной метров и объемом 92 кубических метра делать это будут в рамках государственно-частного партнерства в распоряжении туристы окажется спальная каюта объемом в два кубических метра с алюминатором диаметром 228 миллиметров а также средства личной гигиены тренажеры и доступ к вай фай планируется возможность выхода в открытый космос в сопровождении с профессиональным космонавтом всего внутри блока можно оборудовать четыре спальных каюты две медицинские комнаты объемом по два кубических метра и зону отдыха с альминатором диаметром 426 миллиметров билет на мкс для одного человека предполагающее нахождение на околоземной орбите в течение одной-двух недель обойдется в 40 миллионов долларов продлить путешествие на две-три недели можно будет за дополнительные 20 миллионов долларов стоимость работ по созданию туристического блока мкс оценивается в 279 446 миллионов долларов разработчиком модуля выступает корпорация энергия которая в настоящее время ищет средства для создания блока на создание блока отводится пять лет а его запуск произойдет не ранее 2021 года в роскосмосе полагают что проект окупит себя через семь лет работы мкс и космический туризм достаточно старая песня достаточно древняя сказка и вот вновь заговорили о космическом туризме теперь ркк энергия просит денег на постройку уникального туристического модуля стоимость этого модуля практически 500 миллионов долларов естественно эти средства будут проситься из государственного бюджета если у тебя есть баснословные 40 миллионов долларов то после 2021 года ты сможешь попасть в этот уникальный и самый дорогой в мире отель с видом на землю там у тебя будут все комфортабельные услуги шикарный номер с видом на землю где будет огромный иллюминатор 228 миллиметров хорошо хоть не добавили с половиной и три четверти а также медицинское обслуживание выход в открытый космос и бесплатный доступ к вай-фай хотя до сих пор космонавта выходя на связь с мкс испытывают проблемы то у них сыпется картинка то отставит звук то вообще пропадает сигнал поэтому это все очень красиво и ркк энергии действительно хочет сделать такой уникальный проект но все бы это было так красиво если бы не последние новости которые произошли в мире можно сказать уголовном давайте послушаем что же все-таки такого произошло в останкинском суде москвы начали слушание по делу в отношении топ-менеджеров пауа ракетно-космическая корпорация энергия владимира шибанова и всеволода козлова они обвиняются в том что получали откаты в виде денег и автомобилей от главного обнальщика российской космической отрасли главы фирмы меркурий александра полякова через которого было похищено и отмыто более одного миллиарда рублей бюджетных средств двое других фигурантов расследования тоже топ-менеджеры энергии в том числе экс-директор программы эксплуатации мкс скрылись от следствия в лондоне и на украине 28 сентября 2016 года был проведен обыск в офисе зао меркурий и в кабинете александра полякова там был изъят флеш накопитель с черной кассы данного общества где было расписано сколько бюджетных денег пошло через меркурий сколько обналичено и роздано в чемоданчиках также были указаны получатели крупных сумм среди которых оказались фамилии топ-менеджеров энергии и ракетно-космических систем в результате на свет одно за другим стали появляться уголовные дела так согласно информации флеш накопителя изъятого в меркурий крупными получателями денег похищенных из бюджета являлись начальник 31 отделения энергии шибанов его заместитель козлов руководители 11 дирекции энергии николай черлиняк экс-директор программы эксплуатации международной космической станции и олег волков всего благодаря их действиям меркурий получил более 800 миллионов рублей которые оказались похищены и обналичены также благодаря флеш накопителю полякова было выявлено хищение более 500 миллионов рублей выделенных ркк энергии центру тренажера строения и подготовки персонала разработчику и создателю большинства оборудования для подготовки космонавтов в частности центр активно участвует программе возможному пилотируемую полету к луне следствие полагает что к данной афере как раз и имели отношения черлиняк и волков однако как только ими заинтересовались оперативники оба топ-менеджер энергии покинули страну сейчас черлиняк находится на украине а волков в лондоне вот так вот не все уж и безоблачно не все уж и красиво ркк энергия замешана в громадном коррупционном скандале сумма ущерба составила 1 миллиард рублей эта сумма была украдена и разворована из государственного бюджета и разворовали ее те люди которые как раз таки занимаются эксплуатации мкс подготовкой космонавтов а также люди которых создают спутники которые выводят якобы на орбиту и такой скандал не впервые дальше мы поговорим что было до этого опять-таки участвуют коррупционные схемы в космической индустрии поэтому ракеты падают с восточного космодрома сделали ракету положили туда якобы 12 дорогостоящих спутников вывели ракету на орбиту она упала в океан и все спутники пропали деньги успешно отмыты спутники никакие не были скорее всего созданы но при этом случилась авария вот потеряли деньги ну что теперь сделаешь а оказывается не все так просто насчет спутников там совсем другой давайте послушаем какой же коррупционный скандал был открыт 2015 году и сейчас именно в этот период проходит уголовные дела по этим самым преступлением идут суды и мы можем посмотреть вы какие уже результаты останкинский суд москвы приговорил к лишению свободы руководителей завода ракетно-космического прибора строения о российские космические системы и руководителей зао меркурий за хищение почти 400 миллионов рублей выделенных на постройку спутников глонас м игорь крылов виталий толмачев алексей поляков и алексей диордица признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере признавший вину крылов лишён свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима остальные частично признавшиеся преступлений получили по четыре года в 2015 году в лефортовский суд москвы было направлено уголовное дело о хищении 82 миллионов рублей и средств федерального бюджета следствие установило что 2006 по 2010 год организация занимающаяся космическим приборостроением и информационными системами заключила 4 договора с внешней компанией однако условия договоров не выполнялись а потрачены по ним средства были распределены между соучастниками запросили денег на высококачественную спутниковую навигационную систему российского производства глонас и украли 400 миллионов рублей это только то что доказало следствие доказали следственные органы а сколько таких денег было украдено до этого и после этого и даже во время этого вот тебе пожалуйста мы откажемся от gps и у нас будет своя собственная система глонас будет ждите украли все средства взяли сказали что построят спутники а сами их разворовали а вы до сих пор верите в космическую программу вы до сих пор верите что наши отечественные разработки настолько мощные настолько серьезно что американцы только даже подметки нам не годятся это настолько просто все лживо настолько надуманно и настолько все беспредельно что даже не хочется заклятывать в будущее что будет дальше масштаб лжи вы просто оцените насколько нам врут начинайте уже думать своей головой включайте мозги и посмотрите что происходит вокруг вас на сегодня у меня все с вами был тем studio смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал мое оценочное мнение таково ну раз завели уголовные дела значит либо стали наглеть либо просто перестали платить всем привет в эфире тмс аналитика в этом выпуске космический бадминтон лунный оброк а также преступление и наказание сегодня как обычно будет три космические новости и давайте перейдем к первой из них космонавты и астронавты провели на мкс матч по бадминтону российские космонавты а также астронавты из сша и японии провели командный матч по бадминтону на борту международной космической станции мкс сообщили в госкорпорации роскосмос на борту мкс впервые состоялась командная спортивная игра в орбитальном турнире по бадминтону приняли участие спортсмены россии сша и японии отметили в роскосмосе в первом гейме от россии играли александр мисуркин и антон шкаплеров от сша марк ван дыхай а японию представлял на ресиге канайи во втором гейме джозефа каба заменил ван дыхая как отмечается на сайте национальной федерации бадминтона россии игры проходили в мужском парном разряде но по космическим правилам счет первом матче не велся по данным федерации мисуркин является двухкратным чемпионом турнира звездный валан традиционно проводимого звездном городке в честь дня космонавтики марк ван дыхай принимал участие в матче реванша звездного кубка вызова космонавта роскосмоса против астронавтов наса миссуркин после матча отметил что для него эта игра все равно что поставить флаг на марсе он добавил что очень любит бадминтон а ван дыхай попросил чтобы в будущих космических кораблях которые отправят дальний космос обязательно предусмотрели отдельный модуль для бадминтона так как это полезно для психологической разрядки и укрепления отношений в экипаже роскосмоса космонавты не перестают удивлять честное слово то первоначально нам показывали примитивные эксперименты с использованием всяких мелочей гироскопы спиннеры капельки воды и ракетки с гидрофобным покрытием то нам показали космонавта верхом промчавшегося на пылесосе то теперь просто наступил апофеоз космонавты сыграли на борту международной космической станции в бадминтон понимаете о каких достижениях может идти речь если космонавт говорит в частности миссуркин для меня игра под минтон это тоже самое что установить флаг на марсе здравствуйте приехали а для меня достижение когда нам показывают реальную технику российской космонавтики вот она ракета которая переплюнула ракету falcon heavy и falcon 9 в 40 тысяч раз однако тишина и знаете что вместо этого на телеканале роскосмоса на канале роскосмоса телестудия роскосмос ютьюбе нам показывают ролики посвященные дню рождения жюли верно это один из последних роликов вместо того чтобы все это объяснить вместо того что нам показать наши достижения нам показывают сюжет о том как хорошо читать фантастику жюли верно как хорошо читать ее детям а также нам показывают там странные достаточно сюжеты когда аквалангист водолаз плывет под водой и несет собой в руках держит флаг роскосмоса что это за намеки такие вот это очень интересно хотя непонятно что на самом деле имеется ввиду но невольно наталкивает на определенные мысли поэтому что будет дальше сейчас игра в бадминтон были музыканты там всякие разные я покажу это в отдельном ролике что там только не было ждем очередного интересного сюжета от роскосмоса а ты слышал что илон маск сделал сразу два невероятных рекорда запустил сверх тяжелую ракету falcon heavy ты еще и с автомобилем тесла на борту она теперь к марсу летит но слышал и что да разве это рекорд вот я рекорд поставил 40 раз подряд показал фокус с каплей воды и ракетка с гидрофобным покрытием а вообще выброси ты с головой пойдем лучше в бадминтон поиграем точно а потом на пылесосе покатаемся но теперь давайте перейдем ко второй новости с россиян предложено собирать лунный оброк для реализации лунной программы россии нужно обложить население лунным оброком заявил экс-директор департамента пилотермо космических комплексов объединенной ракетно-космической корпорации валентин уваров по словам уварова чтобы реализовать лунную программу необходимо найти на это средство 30 миллиардов долларов за 15 лет плюс еще 8 миллиардов долларов для создания и постоянной эксплуатации станции на орбите луны об этом он написал в колонке на портале известия 2 и 15 триллионов рублей по нынешнему курсу уваров предлагает найти разделив эту гигантскую сумму на 100 миллионов человек получится по 21 с половиной тысячи рублей на человека разделив на 15 лет мы получим 120 рублей в месяц вроде немного но если обложить население лунным оброком то вполне можно ожидать реакцию в духе бостонского чаепития заявил уваров в этой ситуации отметил он участие в подобном нацпроекте должно быть исключительно добровольным не предусматривая обязательных и фиксированных платежей при этом нужно создать специальный фонд исключительно под одну задачу а каждому внесшему деньги дать возможность видеть как средства расходуются подчеркнул он в октябре сообщалось что российская лунная база должна быть построена на луне в 2040-х 2050-х годах в начале октября глава госкорпорации роскосмос Игорь Комаров заявил что технический облик международной около лунной станции а также участие каждой страны в проекте будут определены в ближайший год если бы эта новость оказалась какой-нибудь желтой газетенке я бы еще посмеялся но это реальная настоящая новость от реального настоящего человека который ведет свою собственную колонку в газете известия и он реально предлагает ввести добровольный налог на строительство лунной орбитальной станции а что будет дальше понимаете у меня такое ощущение что сказка Чаполина у меня прям появляется наяву вот она была сказкой а вот она явь а что будет дальше сейчас это добровольно а дальше когда люди скажут да нужна нам была ваша лунная станция идите вы их с в ней туда как они будут собирать эти деньги ведь требуется очень большая сумма денег вы понимаете я вообще не пойму как это будет выглядеть что значит добровольно сидит дома человек получает зарплату с него ничего не удерживают он сидит и думает слушайте надо внести срочно деньги на орбитальную станцию лунную заходит в интернет и переводит там куда-нибудь на электронный счет хорошо а если это бабушка и дедушка они пользоваться этим не умеют им как быть на почты ходить или еще куда-нибудь вот в собрался старенький дедушка и пошел с клюшкой на почту чтобы отдать 120 рублей на лунную орбитальную станцию которую построят может быть в 2050 году а дедушка уже 20 лет или 30 как будет лежать в сырой земле зачем для совершенно непонятно вы понимаете это хорошо что пока это предложение но если это введут реально на законодательном уровне это будет просто нечто понимаете есть даже комментировать больше нечего вместо тысячи слов семена ты куда собралась на почту я пошла зачем эх ты серость для нас же стараются к 2050 году на луне орбитальную станцию построить вот понесла добровольно деньги что лунную станцию погоди синёна я с тобой ну вот мы добрались до третьей заключительной на сегодня новости давайте ее внимательно послушаем роскосмос накажет энергию и центр хруничева отправка модуля наука на космодром байконур задерживается до июля 2018 года что повлечет за собой штрафные санкции роскосмоса сообщает портал russian space web специализирующиеся на истории российской и советской космонавтики под данным источников издания в центре хруничева производители тяжелых ракет протон московское предприятие не успевает в ранее намеченный срок 4 марта завершить работы по очистке и последующей проверке систем блока который 15 марта должен быть отгружен на байконур а 20 декабря запущен к мкс в октябре 2017 года роскосмос предупредил предприятие российской ракетно-космической отрасли что перенос запуска науки с декабря 2018 года на более поздние сроки повлечет применение штрафных санкций при этом по оценкам специалистов наиболее реалистичный прогноз по срокам запуска науки на околоземную орбиту май или июнь 2019 года многофункциональный лабораторный модуль наука по заказу ркк энергии создает космические грузовики прогресс и пилотируемый корабли союз строится центром хруничева производители тяжелых ракет протон 1995 года впервые блок в котором неоднократно находились неисправности планировалось запустить в 2007 году наука должна стать основой национальной космической станции после того как закроется мкс совсем недавно я сделал ролик баня по космической и наука где я рассказывал о злополучном модуле наука который не могут отправить вот уже семь лет мкс после этого некоторые сми начали выпускать критику в адрес роскосмоса почему же они так долго тянут с этим модулем и знаете что произошло произошло следующее то что вы сейчас увидели роскосмос отреагировал и он решил ввести штрафные санкции против центра хруничева где до сих пор вот уже семь лет не могут очистить топливо от какой-то мифической стружки которая туда попала еще в 90-х годах что об этом можно сказать естественно опять-таки откладывается запуск опять-таки видать просятся средства потому что не могут преодолеть эту преграду виде очистки топливной системы от стружки за семь лет можно было бы все разобрать и заново собрать однако ничего этого не происходит однако постоянно запуске откладываются и вот для того чтобы что-то показать роскосмос сказал мы против них ведем санкции если они ничего не сделают а деньги то откуда возьмет этот центр хруничева с государственного бюджета поэтому я думаю это не конец истории я также буду по-прежнему продолжать следить за этой ситуации с модулем наукой пока мы запускаем ракеты и ступени возвращающиеся назад в америке мы не можем вот уже восемь лет отправить несчастный модуль к мкс совсем недавно ракету хотели запустить с космодрома байконур опять не взлетела теперь назначили на 13 число в общем так все и будет но сколько можно уже когда вы это пресловутый модуль наука отправите к мкс семь лет вы стружку ищите в этом пресловутом топливном отсеке я на вас санкции наложу видит бог санкции наложу айвэй ну зачем же так кричать нам просто нужно еще немножечко средств и немножечко времени все будет таки я вам обещаю на сегодня у меня все с вами был тем студио смотрите мы следующие выпуски и подписывайтесь на канал и все-таки удивительный парадокс я до сих пор таки не добрался до тем студио давно не виделись всем привет в эфире тем студио и эта рубрика тим с аналитика и сегодня все не так как обычно сегодня мы вместе с вами будем читать заголовки последних новостей в принципе в тим с аналитики я так всегда и делаю но все будет немножечко иначе потерпите вы все сейчас поймете для того чтобы вы вошли в курс дела мне придется рассказать небольшую предысторию все вы прекрасно знаете что раньше мы конспирологи исследователи собирались вместе на общих стримах и обсуждали какие-то серьезные тематики будь то это форма земли будь то это масонство тайные знаки и любые другие конспирологические темы которые были интересны в том числе не только нам но и вам уважаемые зрители ради которых все это и делается потому что в основном мы не только сами хотим разобраться но и показать что-то вам чтобы вам было интересно и вот уже давно этого не происходит никто не собирается никто ничего не обсуждает потому что последнее время были какие-то разногласия началась дележка на настоящих конспирологов и на цеховиков так называемых кто-то называет а таких людей актерами кто-то называет таких людей цеховиками профессиональное оборудование освещение грим выщипанные брови подстриженные ресницы не знаю что там только не было сказано и и поэтому обсуждение как-то плавно прекратились утихли кто-то куда-то уехал кто-то куда-то ушел отдыхать и тишина и ничего интересного в мире конспирологии на советском пространстве я бы так это назвал не происходит а все почему понимаете вот этот раздор который устроили люди называющие себя реальными конспирологами которые обсуждают там выход из тела астрал ченнелинг и все такое прочее они настоящие конспирологи вот они сказали вы занимаетесь ерундой это мы цеховые как будто бы или актерские там конспирологи которые обсуждаем не то что они обсуждаем вопросы которые гораздо интереснее ну как доказать выход из тела осознанное сновидение либо там общение с духами да никак только со слов людей которые об этом говорят а обман космонавтика которая там происходит непонятно как когда они начинают нам врать показывать какие-то фокусы но тоже интересно моей точки зрения я хочу этим заниматься на мне говорят что я не прав и и была такая фраза вместо того чтобы заниматься всякой ерундой надо обсуждать настоящие проблемы я спросил тогда какие же настоящие проблемы надо обсуждать мне сказали сейчас активность нло надо обсуждать инопланетян рептилоидов аннунаков планета нибир у нас грозит уничтожит я подумал что ну для меня это во всяком случае пройденный этап потому что вы все прекрасно знаете насчет инопланетян как я к этому отношусь на опять-таки покажите докажите если можно пощупать это можно как-то посмотреть потрогать вы прекрасно знаете мое отношение у меня давно смотрит ко всем этим тематикам допускай люди это обсуждают пускай есть конспирологи которые хотят именно этим заниматься есть специальный термин уфологи уфология это их специализация пускай они этим занимаются но почему мне хотят навязать чтобы я этим занимался и давайте сейчас вместе с вами откроем последние новости вы можете сделать это прямо сейчас набрать в гугле в яндексе по фильтру за июль простые фразы ну допустим нлоо давайте почитаем несколько новостей чтобы этом говорят сейчас сми а потом как обычно в тиме с аналитики мы с вами все это проанализируем и я уже приведу к тому что я хотел вам сказать итак поехали 1998 год просочившиеся доказательства инопланетной жизни от полиции тибета командир атомной подводной лодки рассказал о встрече с анло инопланетные корабли возле сатурна инженеры из наса раскрывает засекреченные факты как обычно статья ни о чем контакт с анлоо оказался для них кубителен исследователь раскрыл смерть дятловцев но вот теперь группу дятлова уже не к ете относят что там снежный человек их всех поубивал а нлоо британец и злиться снял на камеру гигантский инопланетный нлоо мкс засняла на камеры белые нлоо видео эксперты сообщили что видео с сибирским нлоо оказалось реальным весной 2018 года в бурятии был снят на видео неопознанно летающий объект этим роликом заинтересовались эксперты которые в июле после обработки видео подтвердили реальность снятого нлоо ученые за солнцем прячется эскадра нлоо в лос-анджелесе полицейский вертолет преследовал настоящий нлоо в сети появились реальные снимки посадки нлоо на землю сша появился нлоо форме пирамиды зеленые человечки существуют горожане увидели нлоо в небе над ростовом на дону уфологи нлоо покидают землю срочном порядке почему они это делают поговорим вот прямо буквально сейчас уже началось советский ученый предсказал нашествие нлоо на почему же нлоо покидают землю а давайте посмотрим и откроем следующую фразу не биру тихо ученые предрекли гибель человечества планет они биру грозит уничтожить землю таинственная планета нибиру находится в критической близости от земли планета нибиру грозит уничтожить землю ученые предрекли гибель человечества российский астроном назвал точную дату столкновения Нибиру с землей времени не осталось. Ученые считают, что Нибиру приблизилась к Земле и вызывает на планете катаклизмы. Нибиру уничтожила жизнь на одной планете и идет к Земле. Ученые предупредили об опасности. Конец света уже близок. Планета Х, Нибиру, может полностью уничтожить Землю. Астрономы, Нибиру прилетит в следующем месяце. Планета Нибиру пытается подчинить себе Солнце. Нибиру уже близко. Обнаружен таинственный портал, посылающий сигналы на Землю касательно планеты Х. Нибиру подкралась к Земле на рекордно близкое расстояние. Конспирологи раскрыли секрет мирового правительства. Нибиру начала скрытую атаку на Землю. Инополнитяне экстренно покидают планету. Ученые. Вот, оказывается, из-за чего МЛО покидает нашу планету. Нибиру летит. Надвигается страшное. Схемонах описал события грядущего апокалипсиса. Приближение зловещей планеты Нибиру, всепоглощающие черные дыра и многое другое было предсказано Паисием, Цветогорцем, князированным Константинопольской и Русской Православной Церковью. Загадочная планета-убийца Нибиру критически приблизилась к Земле. Нибиру или инопланетяне НАСА зафиксировали на видео НЛО размером с планету. Трампа умоляют открыть правду о Нибиру. Времени осталось совсем мало. Мифическая Нибиру вот-вот уничтожит Землю. Ученые. И вот такие статьи, вы понимаете, не только в желтой прессе показываются. Не только в каких-то захолустных газетенках и изданиях. официальные источники, такие как Московский Комсомолец, Новости 24. Телеканал РЕН-ТВ понятно печатает такие новости. Нормальные такие авторитетные издания. Там лента, я не знаю, еще что-то. Печатают вот такие новости. И все это в последнее время. За какие-то две последние недели. Откройте, посмотрите, проверьте сами. Нибиру, Нибиру, Нибиру. НЛО, НЛО, НЛО. Все об этом, все пестрит. Все новости, все заголовки. Опять Нибиру. Такой бум бывает каждый год. Каждый год нас пугают концами света. И вот настоящие альтернативщики нам говорят, что это очень важная проблема. Понимаете, когда конспирологическая тема действительно важная, ее ни одно СМИ освещать не будет. Никто не даст вот этому буму. Вот помните последние события, когда Парен ТВ начали рассказывать, было такое, да, о том, что Земля не имеет формы шара, что она и плоская, и вогнутая. Какую только не показывали. И вот когда Прокопенко сказал, что Земля, скорее всего, накрыта там каким-то куполом, на него обрушился шквал просто гнева. И он там всячески от этого открещивался. Ну, хочу сказать сразу, это не потому, что он затронул такую тему, а потому, что этот канал построен на Нибиру, на инопланетянах, на космических путешествиях. Купол над Землей, то, что Земля не шарообразная, отменяет космонавтику, отменяет НЛО, отменяет всяческие планеты Нибиру в космосе, потому что, как такового, космоса тогда нет, если существует какой-то купол. И ему, конечно же, по-русски говоря, настучали по голове за это. Я что хочу сказать. Когда бразильские исследователи сделали свой фильм, когда они 7 лет якобы проводили какие-то эксперименты, достаточно хорошие, мощные эксперименты, с научным подходом, все точно выставлено по уровню. Вы сравните, как это делает наука, опровергает, и там криво все выставлено, я как-нибудь сниму об этом ролик, мне просто надо дождаться хорошей жаркой погоды, чтобы сделать одну вещь, чтобы показать это в ролике. Я это сделал, обязательно все это покажу. Как делают это альтернативщики? По уровню, выравниваю там все точно-точно по градусам, чтобы ничего не было сбито, чтобы конкретно опыт был целесообразный, целесообразный, научный и правильный. И тишина, никто об этом ничего не сказал. После этого, как они выпустили фильм, они опубликовали координаты, они выпустили целый ролик со всеми научными данными, какое оборудование было использовано, какая погрешность у оборудования, какие координаты, где это что было. И они же призывают людей, вы или опровергните нас, либо подтвердите, присоединяйтесь, пожалуйста. Мы вам для этого даем все данные. Никто, уже прошло столько времени, ни один ученый, ни одно ученое сообщество так и не опровергло их опыты. Они просто замолчали все это. Просто тишина. Информационный вакуум, как будто этого и не происходило. Там по РЕН-ТВ как-то попытались кусочек показать, и все, и даже не сказали, в чем смысл, какие опыты они проводили. Просто вот, да, там ха-ха-ха, бразильские ученые пытались доказать, что Земля не имеет форму шара. И тишина. И никто не опровергал. А планета Нибиру, НЛО, духи, призраки на каждом шагу. И мне после этого говорить, что это важная тема. Ну, поймите, это очень смешно. Они нарочно запускают вот эти утки, чтобы люди, а-а-а, Нибиру, НЛО. Это же поддерживает космические программы, оправдывает затраты на космические программы. Сразу уфологи, да, там НЛО, мы заметили тарелку, а по факту никаких серьезных записей, которые подтверждают, что есть НЛО, нету, откройте интернет, либо это фейк на компьютере сделан, либо это какая-то точка, там небе летит, мерцает, то ли это самолет, то ли это китайский фонарик зажженный, который запустили на день рождения, либо на свадьбу, то ли это еще что-то, дирижабль какой-нибудь, шар, метеозонд, наполненный газом, я не знаю, все что угодно. Поэтому нету никаких фактических доказательств, чтобы вот четкое видео в 21 веке, где у каждого мобильный телефон сейчас снимает чуть ли не 8К, у нас нету ни одного серьезного доказательства НЛО. Так же, как и это Нибиру, пугать людей, держать в панике, в страхе, чтобы все это контролировалось, чтобы люди верили, чтобы мы финансировали все это, мы сможем уничтожить планету Нибиру путем каким-нибудь космическим лазером по льбе по этой планете, либо еще что-нибудь, но для этого надо финансирование и разработки, разработки, и разработки. Это будет продолжаться бесконечно, это очень хороший бизнес. Ну и в заключение хотелось бы еще поговорить о конспирологах, которые, понимаете, мне очень в последнее время и смешно, и неприятно смотреть на такие вещи, когда конспиролог, который назывался конспирологом, который утверждал определенный момент, он прямо настаивал на этом, нет, это так и никак иначе, в последнее время начинают по-русски говоря, опять-таки, переобуваться. Когда от этого человека я слышал фразу однажды, что вот есть люди, которые говорят, проверяйте все сами, а я вот вам утверждаю, я буду утверждать, что это так, и я вот уверен в этом. А сейчас он начинает говорить, проверяйте все сами, проверяйте все, всех людей, конспирологов, официальные источники, ведь это правильно будет. Если я об этом говорил с самого первого своего ролика, то я об этом и буду говорить и сейчас, и до этого говорил, в середине, да, своего пути, когда я начинал только. Тоже говорю, проверяйте все сами, и сейчас вам скажу, не доверяйте ничему, проверяйте все сами. Но когда я слышу вот это лицемерие просто от людей, которые просто как-то вот до этого утверждали все обратно, ведь это легко проверить, вы понимаете, все в руках зрителя. Вот надо людям таким показывать, что он из себя представляет. Находите, это же все в общем доступе, открывайте старые ролики, находите эти фразы, вырезайте их, составляйте, ведь это же полезно показывать человеку, что он лицемер, когда он начинает вот так вот переиначивать все, спрыгать с одной темы на другую, говорить, я не такой, я этого не делал, это неправильно. Если этот человек хочет изменить свое мнение, он должен сказать, я раньше был таким-то, а сейчас я кардинально поменял свое мнение. Ну, а не так, что я всегда говорил, что проверяйте все сами, это лицемерие. Вот такие вот на сегодня новости, это такой сумбур, потому что все это так было сделано очень быстро, очень в спешке, хотелось пораньше выйти в эфир, потому что я все-таки запланировал где-то на 1 августа, но пришлось немножко перенести какие-то вот моменты определенные и выйти пораньше, потому что все-таки мне постоянно забили всю почту где-то, 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 хоть я и в крайнем стриме предупреждал, что меня не будет определенное количество времени. Многие люди, конечно же, не посмотрели этот стрим, что действительно правильно, потому что не все всегда все смотрят, кому-то нравится тема, как будто кому-то нет и, конечно же, просто завалили письмами и вот для того, чтобы никто не волновался, все нормально, все в порядке, ролики будут выходить. На сегодня у меня все, с вами был TMStudio, смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Но это запись специально для тех, кто всегда смотрит сцены после титров. Вам отдельный привет. Всем привет, в эфире TMS аналитика. Сегодня будем обсуждать три новости из окружающего нас с вами мира. Ну что ж, давайте начнем и послушаем первую новость. Килограмм отправили на пенсию. Килограмм, ампер, кельвин и моль получили новые определения. Такое историческое решение приняли в ученые 26-й генеральной конференции по мерам и весам, которая проходила в Париже. Теперь единицы измерения привязаны к фундаментальным физическим константам. Как поясняют эксперты, килограмм уже давно вызывал множество вопросов. Дело в том, что он оставался одной из немногих единиц измерений, которая определялась не через физические константы, скорость света или заряд электрона, а через реальный физический эталон, латиново-иридиевый цилиндр. Как отметил глава Национального Метеорологического Института Британии Ян Теодор Янсен, официально килограмм уйдет на пенсию не сейчас, а 20 мая 2019 года. Вот это новость. Жили себе жили, вешали все в килограммах, а тут на тебе и килограмм отменяется. Как дальше жить? Тематика сегодняшнего видео будет одна. Стремление к фантастике и к виртуализации. Сейчас поймете почему. На самом деле килограмм никуда не исчезнет, он так и останется килограммом. Что же произойдет на самом деле? Дело в том, что физический килограмм превратят в килограмм виртуальный. Как это произойдет? На данный момент существует физический эталон, который можно пощупать. Это платиново-иридиевый цилиндр, который весит ровно килограмм, и от него идут все расчеты. То есть, вот он, стоит цилиндр, это килограмм. То есть, мы можем увидеть это, посмотреть, поставить его на весы и проверить наши весы. То есть, это эталон. Правильно ли весы будут показывать? то теперь этот цилиндр просто выкинут и привяжут килограмм к каким-то физическим константам, то есть, к формулам на бумаге. Зачем это делается? Да очень просто. Сейчас мы можем взять три яблока, сложить их в сетку, поставить на весы и сказать, три яблока вешают килограмм. Подойдет сейчас физик в очках кудрявый и скажет, нет, ребятки, у вас тут не килограмм, а три. Ты скажешь, ну как же, вот же весы. Он скажет, нет, смотри, достанет бумажечку либо мел на доске начертит физическую константу и докажет, что в сетке лежит три килограмма. То есть, каждое яблоко будет весить по килограмму и попробуй скажи, что это не так. Ведь все ученые всего мира приняли новую физическую величину. И коснется это не только килограмма, вы слышали, ампера, моль. Все будет теперь виртуально. Теперь проверить ученых будет вообще нельзя. Гениальная идея. Ну что же, переходим ко второй новости. Библия устарела и нуждается в замене. Ватикан удивил весь христианский мир заявлением Папы Римского Франциска. Понтифик поделился мнением о том, что содержание Библии устарело. Текст Священного Писания нуждается в корректировках. Богослов готов организовать встречу высших чинов церкви. На съезде планируется определиться с возможной заменой книги на другой источник, а также выбрать более подходящее название. Один из вариантов Библия 2000. Мы не можем общаться с народом с помощью Библии, которой 2000 лет. Мы теряем пасту. Церковь необходимо модернизировать. Текст Писания придется отредактировать, даже если это всего лишь Ветхий Завет. В нем содержатся сюжеты, которые лучше не повторять, заявил Франциск. Я не знаю даже, как относиться к этой новости. Вы понимаете, это что-то из разряда 3 плюс 3 будет 6, но Папа Римский сказал, что теперь будет 9. Физические законы можно поменять на бумаге, можно поменять что-то еще. Но Божьи законы можно поменять? Оказывается, можно. И Папа Римский это прекрасно делает. Во всяком случае, предлагает это сделать. вопрос 1. Дошел ли текст Библии первоначальной до нас в неизменном виде? Как вот вы думаете после таких заявлений? Да или нет? Что там написано? Было изначально? Возможно, совершенно не то, что есть на сегодняшний день. Поэтому новость достаточно интересная. Будем смотреть, что будет дальше, потому что если пойдут какие-то подвижки, то уже станет понятно, о чем тут говорить, о каком Слове Божьем если Папа Римский берет и на себя обязанности переписывает все законы, данные Богом. Вот это да, вот это поворот. Переходим к третьей новости. Россия показала облик космического корабля с ядерным двигателем. Электродвигательную ядерную установку для будущего космического аппарата разрабатывают специалисты Центра имени Келдыша. Эксперты уже провели наземные тесты ключевой системы двигателя. Роскосмос показал облик нового космического корабля, снабженного ядерной энерготвигательной установкой. Ядерный двигатель для аппарата разрабатывается Центром имени Келдыша. В данный момент специалисты научной организации работают над развитием космических кораблей с еще более мощными установками, не требующими для работы солнечных батарей и солнечного света. Ранее стало известно, что в России успешно испытали систему охлаждения ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса, создаваемой Центром имени Келдыша. Ключевая система уже прошла наземные тесты. Конечно же, ТМС-аналитика никогда не обходится без космических новостей. Тем более без вот таких вот. Сейчас я хочу вам показать ролик, который был приложен к статье. Это официальный ролик Роскосмоса. Посмотрите его, пожалуйста. Плюс посмотрите небольшой фрагмент одного фильма. А потом поговорим. Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями, ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи. Джеймс Кэмерон представляет. Погодите, ведь это же не Джеймс Кэмерон, это же Роскосмос. Ну конечно же многие из вас уже успели узнать кадры из фильма Аватар, а вот вам наглядное пособие. Слева кадр из фильма Аватар, корабль который летит на Пандору, а справа корабль Роскосмоса. Что называется не просто плагиат, это жалкая пародия, настолько убогая, это как максимальное качество графики и минимальное. и нам говорят, что это осуществимый концепт ядерной электродвигателе на солнечных батареях. И скоро наши космонавты отправятся к дальним звездам. Концепт взят из фантастического фильма Кэмерона. Это такой фейл, это просто такая убогая пародия, я просто не знаю, пора продюсеров Роскосмоса увольнять, слишком много и часто смотрят фантастику, ай-яй-яй-яй-яй, сколько было замечено всякого плагиата. И смешно, и грешно. А на сегодня у меня все, с вами был TMStudio, смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Отмена килограмма, переписание Библии, корабль из аватара на полном серьезе. Вот честно, кому скажи, что такое возможно в одно время, в один промежуток времени, столько событий таких идиотских, но никто не поверит. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, в эфире TMS Аналитика, и это уже 20 выпуск данной рубрики. Обычно в этой рубрике я рассказываю о трех космических новостях, но сегодня новость будет всего одна, но она очень важна и актуальна. Новость будет касаться о новых правилах и алгоритмах YouTube. Некоторые конспирологи уже сняли на эту тему свои ролики, но я же хочу сделать не просто ролик, а как обычно высказать свое мнение, провести небольшую аналитику. Я сотрудничаю с партнерской программой. Так или иначе, люди, которые владеют каналами на YouTube, сотрудничают либо напрямую с Google, либо через партнерскую программу. Это нужно для монетизации роликов. У меня партнерская программа Юла, и вот эта программа иногда присылает мне разного рода новости. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали одно из писем, которые мне прислала данная программа, а потом мы его разберем. YouTube внедряет алгоритм для борьбы с конспирологическим контентом. Такой контент не нарушает принципы YouTube, поэтому возможности удалить все ролики просто нет. Из-за этого множество конспирологических теорий на платформе были в свободном доступе, о плоской земле, лечении летучими мышами и другой псевдонаучной ерунде. Для борьбы с конспирологией YouTube разработал алгоритм, который находит спорный контент, то есть контент, который напрямую не нарушает принципов сообщества, но может дезинформировать зрителей и навредить им. Ну что же, вы только что услышали содержание данного письма, давайте его теперь немножечко проанализируем. Меня всегда поражала беспринципность подачи информации. Вот в чем заключается беспринципность вы дальше поймете, потому что мы будем разбирать не только это письмо, мне пришло еще одно и еще одно письмо от партнерской программы и напрямую от гугла. Давайте проанализируем, что бросается сразу в глаза заголовок внимание YouTube внедряет алгоритм для борьбы с конспирологическим контентом. Не для урегулирования каких-то взаимоотношений, для борьбы с конспирологическим контентом. А дальше они пишут, что нету возможности удалить все ролики, поэтому YouTube внедрил алгоритм. То есть подача информации какова? Если бы у Google в частности у YouTube была возможность удалить эти ролики конспирологические, они бы с удовольствием это сделали, взяли бы и удалили. Но так как их очень много и каждый день авторы выпускают все новые и новые ролики, им приходится что-то делать и поэтому они внедрили алгоритмы. Посмотрите какая беспринципность. Вот что они пишут далее, да? Теория плоской земли стоит в одном ряду с таким бредом как лечение летучими мышами, а дальше пояснение и другой псевдонаучной ерунде. Вот она беспринципность, вы понимаете? Никакой культуры, никакого уважения к авторам каналов. Псевдонаучная ерунда это простонародное выражение, вы не имеете права так в официальном письме обращаться к авторам каналов, но тем не менее это происходит. И дальше будет еще хлеще, поверите мне. Я стал интересоваться, что же это такое лечение летучими мышами, и знаете, что я выяснил? Что не я один такой. Если вы сейчас начнете набирать в ютюбе поисковике лечение летучими мышами, вас сразу выйдет, вы даже не успеете набрать, сразу выйдет этот запрос, но вы не найдете ни одного ролика, ни в русскоязычном сегменте, ни в англоязычном сегменте, нигде. А знаете почему? Потому что никогда таких роликов не было. Дело в том, что они не могли просто написать плоская земля. Это было бы как выделение, слишком выделяется, и стали бы задавать вопрос, а почему именно плоскую землю вы выделили, поэтому ее смешали вот с такой грязью, и добавили лечение летучими мышами, и другой псевдонаучной ерунде. Понимаете, выдумали фразу, почему-то в один ряд не поставили, да, плоской земле и Нибиру, плоской земле и НЛО. Почему-то об этом никто не говорит и не пишет. Нет теории заговора и плоская земля. А дальше опять пояснение в самом низу для борьбы с конспирологией. Понимаете, именно борьбы, что такое борьба? Борьба это когда один должен забороть второго, да, борьба, то есть это на выбывание. Значит, должны заблокировать полностью, задавить. они поясняют, что этот алгоритм будет работать не везде. Уже приходило письмо, сейчас я покажу вам на экране, его уже многие конспирологи показывали, поэтому я не буду делать зачитку этого письма, просто покажу на экране, а потом я покажу выдержки из него, да, вот и на это письмо можете остановить, поставить на паузу, прочитать его, кто не видел это письмо. YouTube в этом письме четко пишет, что пока данный алгоритм будет внедряться только на территории Соединенных Штатов Америки. После того, как этот алгоритм научится правильно работать, его внедрят по всему миру. И там четко написано, теории заговоров, такие как 11 сентября, да, будет строго фильтр смотреть на это. Вот эта фраза, вот беспринципность, видео, где парни на серьезных щах рассказывают о теории плоской земли, или о плоской земле. Это нормально такое письмо? Это официальное письмо уже не от партнерской программы, это написано в блоге самого Google, YouTube, я потом оставлю ссылки в описании, вы прочитаете, посмотрите, что я говорю чистую правду, на серьезных щах. и вот эти псевдо исторические события, как 11 сентября, понимаете, то есть, вот смотрите, что они выделяют, теракт 11 сентября и плоскую землю, больше ничего, ни НЛО, как я уже говорил, ни планету Нибиру, ни аннунаков, ни рептилоидов, никого, плоская земля, вот конкретно, да, вот они борются с этим, и для них страшно разоблачение теракта 11 сентября. Ну и это еще не все, дальше мне прислали следующее письмо, сейчас я его зачитаю, внимательно послушайте, и вы поймете, о чем я буду говорить далее. YouTube будет клеймить за воронье. Видео с сомнительными или ошибочными фактами, да и просто с откровенной ложью, будут маркироваться специальными антифейковыми метками. Ищешь ролики на спорную тему, можешь напороться на ложь, под симпатичными как бы научным соусом. YouTube активно борется с такой выдачей и не хочет, чтобы пользователей дезинформировали, поэтому собирается ввести специальный функционал для предупреждения. Когда ты будешь вбивать в поисковую строку определенные запросы, станет появляться новая панель. Там ты увидишь предупреждение о том, что информация в этом конкретном видео может ввести тебя в заблуждение. С самими видео ничего не случится, никто не будет их редактировать, но маркер наверняка повлияет на количество просмотров. YouTube образовательный, чекает факты для нас с помощью служб партнеров Google. Правда, пока что функционал еще только тестируется в Индии. Из языков доступны английский и хинди. В регионе тестировщики, например, проверяют факты о террористической атаке. Очевидно, кто-то уже начал пропаганду и рассказывает в видео, что это якобы конфликт между Индией и Пакистаном. В будущем YouTube будет проверять новости и вообще актуальные темы, бороться с антипрививочниками, кстати, их видео уже не выводится в рекомендациях, и всяческими теориями заговора. Здесь беспринципность проявляется сразу в первой строчке, в заголовке. Вы меня, конечно, извините, но у меня такое глубокое ощущение, что в YouTube работают гопники. Внимание, заголовок YouTube будет клеймить за вранье, не за ложь, не за неправду, за вранье, что это за слово такое вранье, да, это же официальное обращение, ты же не гопник в подворотне, чтобы так со мной разговаривать. Ну ладно бы, если бы вы так написали. Что значит будет клеймить? Вы авторов роликов каналов считаете за скот, клеймят скот, но авторы роликов не скот, нельзя так относиться к людям. И тем не менее, они так пишут, а дальше они поясняют, что значит клеймить. А теперь смотрите, потенциальный новый подписчик, где-то услышал спор, допустим, о форме земли, либо о постановочном теракте, да, он начинает вводить поисквики и напарывается, допустим, на твой канал, на твое видео. Но гопники из Ютьюба, в частности, не только автоматические алгоритмы, но и гопники из Ютьюба, которые сидят перед мониторами, щелкают семки, ха, ёпта, в его ролике содержится ложь, хе-хе, там нету про семки, а давайте-ка мы его кое-что заклеймим, хе-хе. И вот, когда потенциальный новый подписчик пытается посмотреть твое видео, перед тем, как он запустит его, у него выйдет табличка. Мы, гопники из Ютьюба, не рекомендуем смотреть этот ролик, потому что в нем, по нашему мнению, содержится ложь, псевдонаучные факты и другая ересь. Это напрочь отобьет у человека охоту. Вот представьте, он захотел бы посмотреть, возможно ролик очень хороший, там у тебя достойные аргументы, контраргументы против науки, против псевдотерактов и прочих других доказательствах якобы официозных. Но у человека сработает триггер, если сам YouTube говорит, что этот ролик смотреть не надо, то его смотреть не надо. Вы знаете, это как баннер антивируса, когда ты пытаешься запустить какой-нибудь сайт, он тебе пишет, да, не надо заходить, возможно там вирусы, хотя возможно это просто ошибка антивируса, такое бывает, но у нас срабатывает триггер, мы не переходим туда. Поэтому они пишут следующее, что все подписчики, которые являются уже подписчиками канала, они будут получать нормальные уведомления и будут смотреть ролики без предупреждения, но потенциально новые подписчики уже будут получать вот этот баннер от этих гопников. Представляете, насколько все серьезно? Дальше, когда я говорил, что в том письме они написали, что данный алгоритм введен только на территории Соединенных Штатов Америки, а здесь они пишут, что уже и в Индии этот алгоритм работает, понимаете, насколько они заврались. И в частности они пишут, вот мы, такое достижение у нас, мы уже добились, что у антипрививочников нету практически просмотров, и они уже не выводятся в рекомендованные. А вот этот разбор терактов, якобы там люди видать разбираются, пытаются разобраться, видимо, думают, что это постановка, вот это вот какая-то ситуация, конфликт между Индией и Пакистаном. Все, внедрили алгоритм, эти ролики там стали выводиться вот реже, либо вообще не попадают рекомендованные. Вот сюда добавили уже третий вариант антипрививочники. Теперь у них три серьезных врага. Постановочные теракты, в частности 11 сентября, плоская земля и антипрививочники. Все. Больше ни про что нету, хотя тем у нас множество, да, всяких разных, как я уже говорил выше. Это всевозможные вот эти вот тептилоиды. Нет. Плоская земля, теракты постановочные и антипрививочники. Это туда же можно отнести и ВИЧ-диссиденты, и всего, все такое прочее. Вот он, для них страшные враги. Но это же не просто так Ютьюб решил. Смотрите, что они пишут. Ютьюб образовательный. А дальше он будет чекать для нас вот эту информацию, чекать. Опять сидят гопники, чекать будет для нас информацию, браток. Что это за выражение такое? Чекать информацию, проверять, чекать. Для кого вообще написаны вот эти вот алгоритмы? Для кого эти письма написаны? Я скажу, потому что аудитория у Ютьюба в основном. Откройте тренды, посмотрите. Это дети, которые смотрят всякую ерунду. Что будет с рыбой, если положить ее на миллион спичек? Да, образовательный же у Ютьюб. Мы показываем клипы, где главная тематика наркомании, людоедство, зарубежные клипы. Вы же образовательный Ютьюб, молодцы, какие браво. наркотики, показывайте, завуалированно, но показывайте. Я помню ситуацию, когда мне писали подписчики, что, что такое, перед твоим видео показывают рекламу сайта, где производят наркотики. Такое было, и не только у меня. Поспрашивать у людей, вам скажут, было. Образовательный Ютьюб у нас, а плоская земля у нас вот так вот их за горло, никак. Вот вы сделайте просто выводы, почему именно вот эти вот аспекты были выделены. Почему именно эти? Никакие-либо другие, ни ченнилинг, ни экстрасенсы, ни спиритические сеансы, а именно вот теракты. Боязнь, что это раскроет постановки, да, там, не хочу сказать, что все теракты постановка, это неверно. Есть, которые настоящие и очень страшно, когда это происходит, не дай бог, но есть же когда и постановочная, плоская земля, как гвоздь, как заноза у них в ноге, и вот эти вот антипрививочники и ВИЧ-диссиденты, скорее всего. Вот и все, что выделено. Я думаю, это не последнее письмо, я думаю, что алгоритмы скоро будут внедрены и у нас. Совсем недавно я у себя в сообществе уже писал, что буквально очень долго, наверное, недели две, если ты выбираешь в поисковике Ютьюба определенные запросы ставишь за 24 часа за сегодня, он у тебя ничего не выдавал, он выдавал у тебя все старые ролики, то есть фильтры не работали. Это говорит только об одном, они уже испытывают этот алгоритм на территории русскоязычного сегмента, поверьте мне. И посмотрите, как все интересно, как все совпало. Против науки слово не скажи, в письме это написано, антинаучная ересь, против заговоров слово не скажи, законы об оскорблении власти мы применили, законы об суверенитете русского сегмента интернета мы хотим до конца полностью дожать, уже приняли. Понимаете, что происходит? Это на уровне глобальном все это происходит, не просто где-то локальном, а на глобальном уровне. Поэтому задумайтесь, какую информацию вам будут преподносить после вот всех этих действий, когда это все сработает, когда алгоритмы будут внедрены, вот вся эта информация будет ложная. И если вы дальше будете смотреть информацию про инопланетян, про приближение больших астероидов, про искривление пространства и времени возле объектов, про то, что планета Нибиру скоро врежется в землю, про то, что Аннунаки увезут все золото с земли на свою родную планету, это будет полностью фейками. И если вы будете продолжать вот это все смотреть, получится, что YouTube станет просто телевизором. И вы будете смотреть обычные ролики. Котики, котейки, как сжечь микроволновку при помощи 100 тысяч петард, вот что это будет YouTube уже образовательный сервис. А на сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Васек, ёпта, блокирую ролик, он не верит в черные дыры. Мракобес. Хе-хе-хе. Хе-хе. Всем привет, в эфире TMS Аналитика. И сегодня, как обычно, мы обсудим с вами три новости. В этом выпуске Бесполезные старики, распил космических масштабов и дорогая папина дочка. Давайте начинать, и я предлагаю прослушать первую новость. В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики. Исследование космоса нужно проводить при помощи роботов, а не людей, заявила радиостанция «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии наук Вячеслав Докучаев. Международное космическая станция с точки зрения науки это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают кто у них там дырки просверливает. Тратится миллиарды не рублей а долларов а научный выход ноль сказал ученый. Это как раз таки одна из таких новостей прочитав которую сразу становится все понятно. Тут и обсуждать особо нечего. кто смотрит мои ролики те прекрасно знают что я неоднократно показывал бесполезность нахождения космонавтов на МКС. Как нам преподает информация Роскосмос? Космонавт такой-то занимается таким-то научным экспериментом очень важным научным экспериментом у них у них нету там времени они постоянно заняты график расписан чуть ли не посекундно и все это время занимают очень важные научные опыты а здесь ведущий специалист ведущий сотрудник российской академии наук физик ядерщик у которого несколько научных работ нам говорит космонавты там ничего не делают они занимаются только собственным жизнеобеспечением и ищут кто у них расследует кто у них дырки просверлил троллинг такой хороший у меня есть об этом несколько роликов вы тоже прекрасно помните эту ситуацию а выхлоп научный нулевой и это нам говорят именно ученые российская академия наук тогда вопрос а что они там делают ну мы то с вами знаем да что они там делают я вот надеюсь что подобные статьи наконец-таки потихонечку может быть очень медленно начнут открывать глаза людям которые не смотрят альтернативных роликов на космической тематике может быть они поймут что космонавты там занимаются действительно только тем что играют в баскетбол волейбол на флейте на волынке на рояле я не знаю на чем они там на органе играют может быть наконец-таки люди начнут понимать что все налоги которые они платят на эту отрасль уходят не куда-нибудь а в карманы об этом мы поговорим во второй новости которой плавненько и переходим бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в роскосмосе председатель следственного комитета россии александр бастрыкин на международном молодежном юридическом форуме рассказал про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации роскосмос он подчеркнул что работа следователей идет уже лет пять и конца и края не видно там миллиарды воруются миллиарды причем технология очень простая сначала деньги переправляются за границу семья а потом сам фигурант ну вот и бастрыкин наконец-таки выступил с подобным заявлением до него об этом говорил генпрокурор Юрий Чайко оказывается там миллиардные хищения в роскосмосе пять лет следственный комитет работает над этим пять лет они выискивают коррупцию в государственной корпорации роскосмоса никак не могут найти а как будто бы это и не было понятно да до этого что там воруются миллиарды гляньте-ка что а почему пять лет если ведется следствие никаких мер не предпринято как они воровались эти миллиарды так они и воруются и вот буквально выступает бастрыкин рассказывает о том что воруются миллиарды как происходит следующее руководитель НИИ космического приборостроения бежал за границу одно только появление на предприятии службы внутреннего аудита роскосмоса заставляет руководителей сломя голову спасаться бегством за границу именно так произошло в научно-исследовательском институте космического приборостроения генеральный директор Юрий Яскин бежал за границу сразу после того как на предприятии начала работать группа внутреннего аудита роскосмоса руководитель предприятия выписал себе командировку в Европу и уже оттуда прислал заявление об увольнении по собственному желанию судя по тому что Яскин был замечен в Греции и до сих пор не вернулся на территорию России он и впредь не намерен возвращаться как вам такая новость руководитель научно-исследовательского института приборостроения фактически стратегического оборонного предприятия государственного оборонного предприятия на котором производят приборы всех категорий в том числе и секретные услышал краем уха а может быть ему и подсказали что на предприятии ожидается проверка под шумок он выписывает себе командировку в Европу в Грецию откуда присылает Рогозину заявление об увольнении по собственному желанию гудбай миллиарды а Бастрыкин пять лет говорит там пять лет он ищет коррупцию ну что они не знали что у него вот у этого руководителя миллиарды наворованы за границей и что он сейчас смотается туда и больше не вернется говорят видели в Греции его вот так видели там его и все и возвращаться он на родину не собирается ну о чем говорить-то дальше я вот советую следственному комитету побольше смотреть роликов альтернативных потому что там не надо быть следователем там не надо иметь много ума чтобы видеть какая коррупция там творится я неоднократно показывал это многие другие показывали это куда деваются деньги где реальные достижения космической отрасли русского сегмента ноль так же как и говорил ученый из первой новости ну о чем говорить-то дальше тогда я надеюсь вот сейчас-то люди хоть начнут понимать что это происходит берите все еще раз говорю не как отдельный случай а как совокупность первая новость вторая новость и третья о которой мы сейчас будем говорить берите складывайте в головах у себя и понимайте наконец-таки что это большой огромный фарс но мы переходим к третьей новости назван директор российского музея с самой большой зарплатой руководительница музея московский кремль елена гагарина стала самым высокоплачиваемым директором государственных учреждений культуры в 2018 году среднемесячная зарплата гагарина составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей второе место занял гендиректор эрмитажа Михаил Петровский чей доход составил 733 тысячи рублей в месяц а на третьей строчке глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова 719 тысячами рублей ну что же кто еще не догадался это дочь Юрия Алексеевича Гагарина легендарного советского космонавта директор музея московского кремля с 2001 года причем назначил ее Владимир Красное Солнышко именно 12 апреля на эту должность на должность гендиректора музея московского кремля музей московского кремля это исключительно бюджетная организация то есть финансируется она за счет средств государственной казны из наших с вами налогов почему уж такая гигантская зарплата кто-то скажет возможно СМИ что-то напутали однако я перешел на сайт министерства культуры и нашел документ о зарплатах правда за 2017 сейчас вы видите на своих экранах этот документ абсолютно точно написано среднемесячная зарплата Елена Гагарина получает действительно больше чем 1 миллион 100 тысяч рублей это был 2017 год также здесь указано что это бюджетная организация хочу напомнить что у самого главного бюджетника страны Владимира Красного Солнышка зарплата приблизительно 700 тысяч рублей в месяц а тут больше миллиона с чего-то вдруг я посмотрел эта организация если брать вот эту верхушку гендиректор заместитель главный бухгалтер только на зарплату уходит больше 5 миллионов рублей а теперь давайте посчитаем сотрудники музея экскурсоводы дворники технички реставраторы охранники людям тоже нужно платить зарплату естественно из казны почему такие зарплаты гигантские и тут я нахожу в 2012 году Елена Гагарина с того не сего становится великим офицером мальтийского ордена то есть в 2012 году магистр Мэтью Фейстинг мальтийского ордена вручает ей этот орден и так совпало что в этом же году вдруг в музее московского кремля проходит выставка реликвий мальтийского ордена понимаете как совпадение да о мальтийском ордене я рассказывал во второй части масонства обязательно посмотрите этот ролик кто не видел там вы много поймете что такое российское современное масонство и что такое мальтийский орден так вот она получила звание она получила орден кстати подобный орден только звезда мальтийского ордена имеется и у Шойгу а у нее вот такой вот орден с ленточкой а что такое звание великий офицер однако это звание масонское и вручается оно в масонстве великим мастером то есть она фактически вступила в мальтийский орден именно поэтому началось их сотрудничество появилось и ППО о котором я рассказывал посмотрите вы все поймете вы поймете почему у нее другие ордена в частности от РПЦ имеются все будет вам понятно если вы свяжете опять таки воедино роликом о солнстве и то о чем я сейчас с вами говорю вот такая вот ситуация дорогая папина дочка все лишь бы ничего не всплыло все тебе и даже зарплату больше чем в миллион я хочу просто сказать что среднемесячная зарплата это фактически голая зарплата то есть не учитывается сверхурочные премии расходы на командировки потому что посмотрите у нее там ордена и за заслуги перед Италией орден французского легиона вам все должно быть понятно уже если вы связали все с роликом о масонстве тут говорить в принципе больше не о чем что папа что дочка естественно высокопоставленные масоны а на сегодня у меня все с вами был ТМ Студио смотрите мои следующие выпуски подписывайтесь на канал руководитель научно-исследовательского института приборостроения выписывает себе командировку в Европу это только в России может быть вот честное слово всем привет в эфире ТМС аналитика и за это время в мире произошло несколько событий в космической индустрии сегодня о них и поговорим в этом выпуске пропажа и находка небесная реклама космическая музыка кодекс есть кодекс и алкаш в космосе ну что же давайте начинать переходим к первой новости стажер НАСА случайно купил оригинал лунной видеозаписи оригинальные видеозаписи первые в истории вне корабельной деятельности астронавтов на луне будут проданы на аукционе за миллионы долларов стажер техник НАСА случайно купил их вместе с большим количеством использованных пленок 40 лет назад и долгое время не подозревал о том какое сокровище хранит дома в 1976 в 1976 Гэри Джордж приобрел на правительственном аукционе 1150 кассеты бобин различных кинопленок и магнитных лент за 200 с небольшим долларов на эллингтонгской базе ВВС США в Хьюстоне НАСА распродавали лишнее имущество и среди лотов были носители информации которые по мнению сотрудников более не представляли ценности Внимание Гэри привлекли 65 коробок высококачественной пленки Ампекс каждая из которых стоила 260 долларов Он решил перепродать их для повторного использования телестудиям и таким образом заработать гораздо большую сумму чем заплатил за всю покупку К счастью его отец заметил три бобины магнитной ленты подписанные как Аполло 11 Ева 20 июля 1969 Поскольку оборудование для их просмотра найти было очень трудно Записи просто хранились в семье Джорджи на всякий случай в течение долгих лет Теперь я окончательно понял одну вещь Официозникам можно рассказывать практически все что угодно все равно поверят Ну посмотрите сами на эту ситуацию на глупую и нелепую ситуацию когда кадры оригинальные кадры высадки Аполлон 11 вдруг находятся спустя продолжительное время спустя много десятилетий Оказывается они все это время лежали в багажнике автомобиля у бывшего студента практиканта НАСА стажера который купил якобы бобины с пленками ну представьте себе ситуацию купил 1150 бобин с записями как ненужный материал вы понимаете как они хотят все это выставить что в 60-х годах 70-х а он купил это в 76-м году якобы эти пленки работали в НАСА одни идиоты так хотят нам все это предоставить вы помните эту ситуацию пропал лунный грунт не могли понять куда делось привезли 300 килограмм грунта а потом он вдруг испаряется а потом оригинальные пленки пропали в 2006 году на сайте НАСА об этом говорится что не могут они найти пленки хотят найти но не могут сделали запрос в архив а вдруг найдутся и после этого тишина и вот оказывается они находятся папа этого стажера вдруг заметил что на пленке написано Аполлон 11 а вдруг это оригинальные кадры с места высадки понимаете какой бред потом все это было выставлено на аукцион и сейчас на аукционе Сотбис можно купить жесткий диск объемом терабайт где записаны эти оригинальные кадры всего лишь за 700 тысяч долларов главное не оригинальную запись а жесткий диск оцифрованную версию понимаете а третьи бобины на которых написано Аполлон оценили практически в 2 миллиона долларов и после этого можно говорить все что угодно официозам ведь они же верят в это нашлись наконец-таки кадры в 21 век когда можно абсолютно подделать все что угодно они неожиданно находятся но мало того оказывается 2008 году когда НАСА хотела делать юбилейный фильм к высадке Аполлон 11 этот стажер позвонил ему сказал что пленки то у него есть но не договорились они о цене вы представляете вообще это как представьте себе что что такое высадка Аполлона на луну мировое событие эти пленки имеют государственную ценность они находятся у какого-то стажера и никто с этим ничего не может сделать он не хочет им продавать национальное достояние вы понимаете какая просто это билиберта какая ересь но нам это рассказывает но не нам официозам и они будут в это свято верить понимаете какой-то год открытий буквально за некоторое время до этого нашли они лунный модуль снупи на орбите солнца с миссией Аполлон 10 астрономы увидели 98% вероятности что это лунный модуль понимаете столько лет никто ничего не слышал и тут когда вдруг пошел бум против луны конкретно там что не были они там вдруг находится оригинальные записи а вдруг находится лунный модуль на орбите солнца ох какие совпадения но мы это совпадение не верим и тем не менее это происходит и будет происходить и официозу сколько лапшу на уши не вешай они будут все воспринимать и хлопать и скоро я больше чем уверен будут обзоры и будут рассказывать как героически нашлась эта оригинальная пленка так лунный модуль поверили же разобрали на картон чтобы не мозолил глаза лунный грунт украли ну а что мы скажем не скажем что нету грунта пришлось дать в музей кое-какие кусочки фальшивые конечно же но все равно разницы никто не заметил сэр а сэр сэр так что у тебя слушайте а тут кое-что на сухой интересное наверное очень важно ну ну говори быстрее что там у тебя такое тупое что ли или что стажер тут написано оригинальные кадры с места высадки Аполлон 11 на луну и что мне с этим делать так подожди ты не знаешь что с этим делать что ли или что ты вот где работаешь вообще в НАСА или где право такой тупой положи 200 долларов вон на стол считай что я их продал забирай домой кому они нужны нафиг эти пленки подумаешь ух и тупые стажеры пошли оригинальные кадры с высадки Аполлон отдали стажеру вот так ну а мы переходим ко второй новости российская компания намерена в 2023 году разместить рекламу в космосе российская компания авант спейс участник рынка аэронет национально-технологической инициативы планирует запустить в космос группу микроспутников оснащенных миниатюрной ионной двигательной установкой и ярким источником света для проецирования рекламных логотипов в ночном небе рой спутников будет запущен на орбиту в 2023 году рабочая группа рынка аэронет нт поддержала проект компании авант спейс которая среди прочего разрабатывает энергоэффективные ионные двигатели для малых космических аппаратов рой микроспутников создаст новые созвездия баннеры различимые земли пролетающие над всеми крупными мегаполисами планеты космический баннер по расчетам разработчиков увидит более чем 1 миллиард человек в основе технологии аналогов у которой в мире пока нет разработка миниатюрной энергоэффективной системы управления группой микроспутников позволяющей использовать для реализации проекта сверхмалую космическую платформу кьюбсат 16 ю авторы проекта уже разработали алгоритмы системы управления позволяющие автоматически перестраивать спутниковую группировку в комбинации новых рекламных логотипов все аппараты мы запускаем в космос и на орбите выстраиваем их таким образом что для наблюдателей это будет выглядеть как созвездие в виде рекламного изображения то есть из звезд фактически будет собран любой знак символ или бренд компании стоимость такой рекламы в пересчете на тысячу увидевших ее людей будет несколько раз ниже чем у существующих на сегодняшний день каналов среди которых билборды интернет и тв говорит руководитель направления аванспейс александр малинин с каждой такой новостью мне становится все сложнее воспринимать то место в котором я нахожусь вы понимаете будто я живу на страницах какого-нибудь фантастического романа либо нахожусь внутри хорошего добротного блокбастера например бегущий по лезвию где в небесах кругом неоновые вывески и голограммы и вот оказывается я дожил до таких времен когда это перестает быть фантастикой когда я буду идти по улице и глядеть на ночном небе рекламу автоваза покупайте ладу калину но на самом деле я не верю во все это а все почему потому что компания российская а я привык к тому что российские компании как правило предлагают заоблачные идеи получают государственные гранты а потом средства разворовываются и компании перестает существовать вы помните как недавно кричали наши российские ученые астрономы что илон маск я его считаю остапом бендером 21 века запустил свои спутники в небо для обеспечения глобального интернета что они очень вредны во-первых не смогут наблюдать астрономы во вторых они будут выходить из строя и мелкие осколки будут угрозой для всего интернет они нам проводят интернет да он нам она не нужен ваш интернет понятно а эти спутники которые будут делать рекламу они будут группироваться загораться ярким светом из этих точек будет состоять какой-то логотип какой-то фирмы они оказываются безвредны ничего страшного это же важнее чем обеспечение глобального интернета что на мой взгляд тоже фикция да но это оказывается безвредно и именно поэтому я и говорю что скорее всего это просто обман и оно так и будет и никакие спутники в двадцать третьем году туда запущены не будут уже пройденный этап уже с этими российскими компаниями давно все понятно вот такие вот дела переходим к следующей новости астронавт отыграет диджей сет на мкс вы не знаете этого диджея да это пока и не диджей вовсе это астронавт лука пармитано ему выпала честь отыграть первый диджейский сет в космосе это случится 13 августа прямо на мкс куда пармитано отправиться 20 июля а пока он срочно берет уроки диджейского мастерства а с музыкантами на мкс меня связывает достаточно долгая и интересная история а все потому что я делал очень много роликов на эту тему я рассказывал о том на каких инструментах космонавты играли на мкс и на барабанах и на валынке и на гитарах и на флейтах в том числе и кожаных насколько вы помните и на сантизаторе и я ждал когда туда притащат орган но к сожалению органа я не дождался буду продолжать его ждать но я дождался диджейский пульт и теперь в августе астронавт сыграет нам микс с мкс будем смотреть и наблюдать за этой ситуацией ну а теперь следующая новость роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов российской федерации госкорпорация роскосмос составила кодекс профессиональной этики для космонавтов российской федерации основанный на принципах законности и справедливости проект приказа гендиректора госкорпорации которым должен быть утвержден этот документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов а это новость будет, пожалуй, самой главной в этом выпуске. А все потому, что она прекрасно показывает то, что Роскосмос смотрит мои ролики. Совсем недавно Дмитрий Рогозин утвердил новый кодекс поведения для космонавтов. Давайте посмотрим на его основные положения, этикеты. Отныне космонавтам запрещаются всяческие дискриминационные высказывания в отношении определенных групп лиц. Помните ситуацию с Сергеем Рязанским, который фактически назвал группу инакомыслящих людей под общим названием «плоскоземельцы» идиотами. Теперь этого делать нельзя. Нельзя отвечать космонавтам теперь в соцсетях, необоснованно людям, нельзя их оскорблять, как это тоже любил делать Сергей Рязанский в грубой форме. Теперь им нельзя материться, им нельзя вести плохой образ жизни, который будет порочить честь и достоинство космонавта. А также им нельзя будет во время вне корабельной деятельности, корабельной деятельности, вне полетов нарушать установленную форму одежды. Нельзя быть неопрятным. Вы помните ситуацию с Шевроном сербским на МКС, когда они переворачивали его много раз? Теперь это будет им караться. По закону. Вот эти нарушения. Поэтому это маленькая победа, которая именно показывает, что Роскосмос смотрит мои ролики. Дело в том, что, к сожалению, кроме меня, активной, ну никто больше не критикует космонавтов. Хотя, если бы это делали повсеместно, такие бы меры ими были бы приняты уже давно. Поэтому, я думаю, что наши с вами ролики приносят хоть какие-то плоды. И теперь, за вот эти каждые вот, то, что пункты там указаны, и они, если будут замечены, космонавты, нарушения этих пунктов, можно смело ссылаться на этот кодекс. Скажи мне, американский коллега, ты уже слышал, что у нас Рогозин-то выдумал? Нет, не слышал. И что там у вас? Ха! Ну как же! Кодекс профессиональной, видите ли, этики для космонавтов. Неужели настолько все серьезно? Пф, не то слово! Вот так вот зажали. На пылесосе кататься нельзя, материться нельзя, оскорблять плоскоземельщиков идиотами нельзя, носить, как попало, форму нельзя, носить перевернутый российский флаг, как у серпов нельзя. А что делать-то тогда в этом космосе? Не-не-не, у нас в НАСА такого, слава богу, нет, слава богу, хорошо, что нету. У нас как все было, так и будет, а про космос ты, конечно же, загнул. Как летали на трусах, так и летать и будем. А волынка, это уже прошло. Ну и, конечно же, я не мог просто обойти стороной своего любимого робота Федора. Дело в том, что скоро его уже отправят на МКС, и я просто очень жду этого события. Его недавно даже переделывали, оказывается, он не проходит в люк. Но это мелочи, его доработают и туда отправят. Я очень хочу посмотреть на кадры именно якобы с МКС, где этот робот Федор что-то там делает. Мне просто будет очень интересно посмотреть на движение этого паралитика с похмелья. Я думаю, вам тоже будет всем очень интересно. А еще меня просто настораживает одна вот эта запись Дмитрия Рогозина. Робот Федор научился стрелять из двух рук. Зачем ему стрелять из двух рук, если его отправляют на МКС? Ладно бы, если бы он научился с двух рук сверлить дырки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот некоторые говорят, что космос и космонавты бесполезны. Вот есть такие люди. Потому что они не истинные патриоты, как и я, убил бы этих конспиролухов. Они не понимают, что космос наше все. Как бы мы жили без этого космоса? Без достижений науки космонавтов. Ну, просто... Это не россияне. Пожелаем все вместе удачи Федору. Удачи тебе, Федор. А на сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски. И подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет. В эфире ТМС Аналитика. А это значит, что сегодня мы вместе с вами, как и обычно, послушаем и обсудим 3 космические новости. В этом выпуске... Диджей для золотой молодежи. Когда финансы поют романсы. И алкаш против R2D2. Ну что же, давайте приступим и послушаем первую новость. Итальянский астронавт Лука Пармитану стал первым в мире космическим диджеем. С околоземной орбиты Пармитану выступил перед гостями фестиваля электронной музыки на Испанской Ибице и миллионами онлайн зрителей по всему миру. В одном из прошлых выпусков ТМС Аналитики мы вместе с вами уже говорили о том, что наконец-таки должно состояться первое в мире выступление диджея из космоса. И вот это событие произошло. И я бы вам сейчас рассказал все в подробностях, как и что было, но пусть это лучше сделает ведущий одного из телеканалов. Шестой астронавт Италии Лука Пармитана стал первым космическим диджеем. Он сыграл 20-минутный сет в рамках фестиваля электронной танцевальной музыки. Он проходит в эти дни на борту круизного лайнера в Средиземном море. Послушать музыку с орбиты можно было и в соцсетях. Историческое событие транслировалось онлайн. Отмечу, музыка – одно из любимых хобби Пармитана. Вместе с ним в космос отправились две гитары, синтезаторы, саксофон. Вот такое вот грандиозное событие. Но только не для нас, а для тех, кто верит во всю эту космическую клоунаду. В этот космический цирк. В шоу, если хотите. Мне часто говорят, вот ты постоянно цепляешься к нашим российским космонавтам и задеваешь нашу российскую космическую отрасль. Но это не так. В этом выпуске полностью будем разбирать не только наших космонавтов и нашу отечественную отрасль, но также поговорим о других зарубежных представителях этой космической индустрии. Вот итальянский астронавт Лука Пармитана сыграл диджейский сет прямо из космоса на МКС. Я долго ждал, что же туда не доставят. И смеялся, когда там будет орган. И думал, что туда привезут диджейский пульт. Однако ничего подобного. Он на айпад установил какую-то диджейскую программу примитивную и сыграл какой-то там диджейский сет. И ладно бы, если бы он сыграл для кого-то, для аудитории, которая собралась в каком-нибудь зале. Так нет. Он играл для золотой молодежи, которые в это время находились возле Ибицы на шикарном круизном лайнере. И он для них играл какую-то там композицию. Но это то же самое, что Киркоров выступает на каком-нибудь корпоративе. Ну, допустим, какой-нибудь бывший зэк, нынешний депутат, заказал корпоратив и туда пришел Киркоров. Ну, а тут представьте то же самое, что он заказал поздравление с МКС, с поздравлением с днем рождения его сына. И вот какой-нибудь наш космонавт, там какой-нибудь Сергей Рязанский, Олег Артемьев, поздравляю сына бывшего уголовника с днем рождения. Ну, шоу, понимаете, корпоратив. И сегодня это превращается тоже в корпоратив. И вы прекрасно слышали, что Лука Парметана взял с собой на МКС только все самое необходимое. Две гитары, синтезатор и саксофон. Но это вообще самые важные вещи, а как без них жить-то на МКС? Поэтому не только наши космонавты отличаются вот такой вот глупостью, таким идиотизмом, но и другие, как вы видите, и итальянские в том числе. Сегодня космос это всего лишь бизнес. Никакого отношения к исследованиям, к науке он не имеет. Только корпоративы, поздравления и другие прочие медиа-развлечения, которые будут доступны простому зрителю. Наши космонавты тоже поздравляют, кого там не лень с орбиты. Куча видео, просто найдите. Это надо просто искать и находить. То директоры лесопилки поздравляют с днем рождения, то еще кого-нибудь. И у них даже в Италии точно такая же ситуация. Ну, а мы переходим ко второй новости. Назван размер зарплаты космонавтов в России. Должностной оклад у кандидатов в космонавты 60 900 рублей, у космонавта 63 800 рублей, а у инструктора космонавта 88 450 рублей. И если космонавт побывал в космосе, его постоянный оклад возрастает до 69 600 рублей. Дополнительно за один полет космонавты и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу в размере 55%. За два полета – 75%, за три – 120%. За каждый из полетов работники имеют право на единовременный бонус, который зависит от длительности и сложности полета. При условии успешного и добросовестного исполнения обязанностей работники могут получить надбавку до 25% от оклада и 13-ю зарплату в конце года. Помимо этого, ежемесячная надбавка увеличивается в зависимости от выслуги лет. При стаже от 2 до 5 лет – 10%, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 – 20%, от 15 до 20 – 25%, от 20 до 25 лет – 30% и свыше 25 лет – 40%. Также, если работник имеет степень кандидата или доктора наук, то ежемесячно получает надбавку к окладу по 15 и 25% соответственно. Наверное, это самая интересная тема, потому что всем нам, как налогоплательщикам, очень интересно узнать, а сколько на самом деле обходится всем нам содержание космонавтов. Ведь зарплату они получают из наших карманов, из государственного бюджета. И вот цифры озвучены. Но надо понимать, что это просто голые оклады. Без надбавок, без надкруток, без каких-то премиальных и прочих выплат. По факту, зарплата у них куда выше. И об этом напрямую рассказал герой России, космонавт-испытатель Сергей Залетин. У него брали интервью, и он сказал, что у новичков, которые только что пришли в отряд космонавтов, зарплата от 110 тысяч рублей. Средняя зарплата по стране 170 тысяч рублей. А у космонавтов первого класса, у прожженных таких перцев, которые летали два раза на МКС, зарплата от 300 тысяч рублей. Это приблизительно 3 миллиона 600 тысяч в год нам обходится такой космонавт. Плюс, надо полагать, что у каждого из них, кто летал на МКС, висит звезда Героя России. А это еще 50 тысяч рублей к пенсии ежемесячно. Вот такие вот расходы. Ну ладно космонавты, а если мы возьмем всю отрасль, рабочих, которые собирают ракеты, просто каких-нибудь дворников, которые подметают улицы, цеха и прочие помещения. Тоже колоссальные суммы, но это все меркнет по сравнению с тем, сколько получает руководство Роскосмоса. А по документам руководство Роскосмоса получают гигантские суммы. В прошлом году только на зарплаты было выделено более 500 миллионов рублей и 600 миллионов рублей на единовременные выплаты, на премии. То есть более чем миллиард рублей ежегодно выделяется на зарплату руководству Роскосмоса. А еще в своем интервью данный космонавт-герой России Сергей Залетин обижается и называет зарплату в 170 тысяч рублей не вполне адекватной. Потому что космонавт-бедолага не может прокормить свою семью, состоящую из жены и двоих детей, на 170 тысяч рублей. Вот такая вот дилемма. Очень мало получают. На самом деле существует документация постановления о денежном содержании космонавта. И вот там все задокументировано. Есть ссылки будут под этим видео, я обязательно приложу. Есть номера постановления, вы можете зайти и почитать. Там указаны суммы, оклады, что положено космонавтам. Все задокументировано и отпираться смысла просто никакого нет. А еще там указано еще кое-что. Один документ. Это пенсионное обеспечение космонавтов и льготы. Так вот, оказывается, космонавт, который просто работает на Земле и который никуда не летал, у него идет льготное исчисление выслуги лет. А мы видели, сколько надбавка там, да, за каждые 5, 10, 15 лет и выше. Если ты на Земле, месяц за два. А если ты полетел в космос, у космонавтов идет стаж месяц за пять. То есть, по факту, космонавты, которые провели 10 лет на Земле и отправились в космос, они уже пенсионеры, уже получают пенсию военную. Плюс зарплата, плюс Герой России. Это гигантские суммы. Но все это меркнет по сравнению с американскими коллегами. Вот мы добрались, наконец-таки, до зарубежных коллег. А сколько же получают они? Бывший астронавт, а ныне пенсионер Скотт Келли, рассказал, что зарплата у астронавта 13 тысяч долларов ежемесячно. Если мы переведем в конвертере сегодняшнее исчисление, сколько стоит доллар, то поймем, что бюджету Америки, переводя на рубли, ежемесячно каждый космонавт обходится очень дорого. 850 тысяч рублей ежемесячно. А максимальное, что может заработать астронавт, это 155 тысяч долларов в год. Ну, иными словами, более чем 10 миллионов рублей. Это куда выше, чем наши космонавты обходятся. То есть, не только наши космонавты, не только наш бюджет страдает от всей этой непонятной индустрии, но и западные, там еще большие средства выделяются только на зарплаты. Переводя, конечно же, на наши условия. Хотя, возможно, для них это копейки. То есть, надо понимать, что ситуация очень сложная. Зарплаты гигантские, расходы гигантские, а выхлопа фактически никакого. И уже много-много лет. И внутри космонавтов, внутри отряда тоже идут розни. Потому что космонавт Сергей Кричевский, который, оказывается, никогда в жизни никуда не летал, хотя состоял в отряде, говорит, что вот так вот нас обижают. Если ты никуда не летал, то ты никто. А если ты летал, то ты царь и бог. И зарплата у тебя гигантская. То есть, там они тоже между собой грызутся, оказывается, обижаются. Почему такие зарплаты, а у меня такие маленькие. То есть, понимаете, показывают вот такой вот цирк небольшой, да, то, что внутри тоже идут какие-то разборки. Хотя, возможно, и идут между актерами какие-то разборки. Почему тебе платят больше? Надо понимать, чем больше ты снимаешься, тем больше у тебя зарплаты. Но мы переходим к третьей новости. Роскосмос приостановил разработку Косморобота. Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту Косморобот приостановлена из-за секвестра бюджета Роскосмоса. В ближайшее время работы не возобновятся, рассказали в госкорпорации. При этом в космос собираются отправить схожего по функциям робота Федора, созданного в свое время по заказу МЧС. Перед полетом на Международную космическую станцию он получил в Роскосмосе наименование SkyBot F-850. Классическая ситуация. Из бюджета были выделены колоссальные средства на супер-мега-пупер-проект. Потом средства куда-то исчезают и нам говорят, ой, извините, финансирование закончилось, денег нет, но вы держитесь. Но нет так нет, проект мы закрываем, извиняйте. Так и получилось и в этот раз. Предыстория такова. Несколько лет назад Роскосмос вдруг задумался, что надо бы изобрести робота, дабы избавить человека от выхода в открытый космос. Пусть лучше этим занимается робот на дистанционном управлении. И в 2016 году на сайте госзакупок появился контракт, что Роскосмос ищет подрядчика на выполнение такого заказа, чтобы они сделали робота. На это было выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Госконтракт свидетельствует тому. В конкурсе приняло участие две компании. СНИИ Работотехники и дочернее предприятие Роскосмоса, корпорация Енергия. Изначальная сумма контракта 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Суть тендера заключается в чем? Команды, участницы, которые подали заявки на конкурс, должны предложить свои суммы. И та компания, что предложит меньшую сумму и выиграет тендер. А теперь посмотрите внимание на этот фейковый госконтракт. Смотрите на начальную сумму контракта и сколько предложили участники. Одинаковые суммы, ни копейкой меньше. Понимаете, это просто настолько очевидно, настолько видно, что никто даже не палится. Никакого тендера не было. Фактически просто. Фикция. Выигрывает тендер корпорация Энергия, которая никогда в жизни не занималась робототехникой. Они не знают, как изготавливать роботы. И вот они взялись за проект, а потом вдруг все. Финансирование закончилось, но нет, так нет. Мало того, было еще два госконтракта. На этого робота выделяли еще порядка 200 миллионов рублей. И тоже все пустую. А робота как нет, так и нет. А вместо этого в дальнейшем нам показали робота Федора, который был изготовлен еще раньше для нужд МЧС. Потом он стрелял с двух рук, его рекламировал Рогозин. И вот, наконец-таки, его хотят отправить на МКС. Кто не знает, его переименовали. Теперь его зовут иначе. Скайбот F850. Не Федор уже, а Скайбот. Который не может ходить. Алкаш, паралитик. У меня есть об этом ролик. Советую посмотреть. Посмеетесь. Но это тоже все ничего. У космонавтов зарубежных, у астронавтов, у коллег Роскосмоса, НАСА, есть такой же подобный робот типа Федора. Но их разделяет колоссальное количество времени. Если мы посмотрим на нашего алкаша-паралитика современного. 2018-2019 год и на запись 2011 года, когда впервые был представлен американский робот под названием Робонавт 2 сокращенно R2, конечно же, отсылка к Звездным войнам R2-D2, то в 2011 году движения того робота выглядели куда плавнее и понятнее, чем сегодняшний. С похмелья, движения и дрожания нашего Федора, Скайбота, который ходить даже не умеет, который висит все время, бедолага, на тросах. Так вот, американцы тоже хотят запустить своего робота. Ах, они Федора запускают, вот им, а мы запустим R2-D2 своего. Понимаете, то есть, помните, вот эта гонка вооружений, холодная война, сценарий один в один. Ах, русские своего алкаша запускают, и мы своего такого же недоразумения запустим в космос. Вот такие вот новости на сегодня. В общем, ничего сверхоординарного, ничего интересного, как обычно. Постановка, шоу, медийный проект. А на сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Наверное, это самая интересная тема, наверное, это самая интересная тема на сего, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на-на-на. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет, в эфире ТМС Аналитика. А это значит, что сегодня вас ждет порция космических новостей. В этом выпуске. Безопасность и шпионы. Контракт на откат. И не влезай, убьет. Этот выпуск будет целиком и полностью посвящен нашему любимому ведомству под названием Роскосмос. Итак, первая новость. На режимном объекте Роскосмоса задержаны 14 человек. 14 человек задержаны службы безопасности научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Граждане пытались незаконно проникнуть на территорию предприятия, сообщает официальный сайт госкорпорации Роскосмос. 7 сентября охрана центра задержала и передала в полицию трех человек, которые вели незаконную съемку на крыше и внутри режимного объекта. Снимки предприятия нарушители намеревались опубликовать в сети интернет. В ходе расследования правоохранители установили, что в ночь на 8 сентября группа, в которую могут входить до 50 человек, намеревается проникнуть на территорию режимного объекта с целью вандализма и порчи оборудования. Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия служба безопасности Роскосмоса задержала сначала двух, а позднее еще 12 человек. Все задержанные отправлены в отдел полиции. Вы знаете, это новость из разряда «такое может быть только в России», но посудите сами. Сверхрежимное государственное предприятие оборонного значения, научно-испытательный центр, это же не шутки. И туда проникает группа лиц в составе 12 человек на режимный объект. И еще хватает совести публиковать это в СМИ и говорить, благодаря действиям службы безопасности, они все-таки задержали этих злоумышленников, которые хотели там устроить какие-то действия вандального характера. Хорошо, молодцы, служба безопасности, браво, но вопрос-то в том, а куда вы смотрели? А как эта группа лиц проникла на режимный объект? Ведь в СМИ так и пишут, что группа проникла туда, на режимный объект, с целью фотографирования каких-то секретных оборудований с последующей публикацией в сети интернет. А также они пришли туда, чтобы устроить вандализм, уничтожить все оборудование. И об этом говорит сам Рогозин. Причем есть официальная такая вот новость, пресс-релиз на сайте Роскосмоса, в которой вы уже видели этот пресс-релиз. Рогозин также говорит, что, вы понимаете, у этих лиц были опознавательные знаки, и мы можем знать о их принадлежности, внимание к государственности, то есть откуда они эти люди, и их политические убеждения. Какая же это ересь? Представьте себе, группа лиц идет на режимный объект сознательно, чтобы что-то там сфотографировать или разбить, и несут с собой паспорта, несут с собой флаги, как политическую принадлежность-то узнать, партбилеты несут. Какая же это ерунда? Мало того, Рогозин говорит, что Роскосмос не исключает, что группа могла состоять из 50 человек. Представьте себе вот эту новость, на сверхрежимное предприятие Роскосмоса проникла группа лиц из 50 человек. Это вообще ему непостижимо. Но понятно, что эта новость просто сделана для привлечения к Роскосмосу. Понятно, что никаких вандалов там и быть не могло, и не было. Просто надо было что-то показать. Вот мы пресекли вандализм, вот есть те, которые еще интересуются ржавыми ракетами, ржавыми шестеренками и консервными банками, супостаты, шпионы заморские. Понимаете? Вот для чего создана такая вот новость. Прошло уже несколько месяцев. Вы думаете, она получила какое-нибудь развитие? Суд состоялся. Нам рассказали, что это за люди были, за шпионы это были, не шпионы. Кто такие? Ничего, тишина. Ну, это не мудрено, потому что ничего и не было. Банальная новость для привлечения внимания. В одно из наших подразделений действительно проникла группа лиц из 12 человек. Поймали вообще 14 человек, два за забором. А 12 минут 40 находились на сверхсекретном предприятии, пробрались внутрь, прыгали там, жарили шашлыки, танцевали. Они, значит, производили съемку, что немаловажно секретных объектов. Но благодаря слаженным действиям нашей охраны, они вовремя сподхватились, вовремя бросили свои карты, вовремя начали обход секретных ангаров, помещений и обнаружили там эту группу лиц, которые там уже продолжительное время находились. Ну, предприятие сверхсекретное, у нас очень надежное, оборонное предприятие, вы не думайте, какие шпионы, да вы что. Никаких шпионов туда проникнуть не может, это просто исключено, да вы что, совсем что ли, не, не, не. Это обычные люди, значит, но у них были принадлежности, конечно, к своим странам, политические убеждения, это мы сразу поняли. Я думаю, ими заинтересуется не только полиция. Переходим ко второй новости. Роскосмос расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2». Роскосмос – расторг с центром Хруничева контракт, подразумевающий производство новой легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». С помощью данной ракеты планировалось запустить три спутника «Гонец-М» в 2021 году. По данным СМИ, контракт был расторгнут 30 октября по инициативе госкорпорации. Причины принятого решения не озвучиваются. Соглашение на изготовление «Ангары-1.2» было подписано 25 июля 2019 года. Эта новость тоже очень интересная, и она отражает всю суть Роскосмоса. Сейчас поймете почему. Вы уже слышали, что Роскосмос и центр Хруничева – расторг заключенный между ними контракт. А началось все в июне 2019 года, когда на портале госзакупок появился контракт о том, что Роскосмос нуждается в изготовлении ракеты «Ангара-1.2» специально, чтобы она была изготовлена для выведения спутников «Гонец-М». Цена контракта – 2 миллиарда рублей. И вот проходит некоторое время, и на сайте Роскосмоса появляется объявление, что «Мы не будем на «Ангаре» выводить эти спутники, потому что существует ракета «Союз-2», которая изначально адаптирована под запуск этих спутников». Тогда возникает вопрос, а зачем вы заказывали ракету «Ангара-1.2» и написали, что она изготавливается с учетом именно выведения этих спутников, если у вас «Союз-2» изначально адаптирован для выведения этих спутников. 2 миллиарда рублей, как с куста. Мало того, на космодроме «Восточный» строится площадка для запусков сверхтяжелых ракет семейства «Ангара-5» и «Ангара-А-5». На это дело выделено аж 39 миллиардов рублей. И знаете, есть такая новость, она очень тоже хорошо показывает всю суть. «Роскосмос» пока не разочаровался в подрядчике, который строит вот эту самую площадку для запуска «Ангары». Пока не разочаровался. А потом скажут, мы разочаровались. Вот надеялись на этого подрядчика, а он нас подвел. И теперь нам надо снова деньги нужны для того, чтобы заново отстроить эту злополучную площадку. Идеальная схема, она мне очень нравится. Молодцы, Роскосмос. А мы переходим к третьей новости. Власти Алтая пожаловались на Роскосмос. Госкорпорация не вывозит с территории упавшие обломки ракет. Заместитель министра экологии и туризма Республики Алтай Евгений Мунатов на совещании с главой региона Олегом Харахординым пожаловался, что Роскосмос не вывозит упавшие на территории Республики фрагменты ракет. Несмотря на действующий договор, сообщает Тайга.Инфо со ссылкой на пресс-службу Алтайского правительства. Согласно договору, который Роскосмос и Республика заключили в 2000 году, госкорпорация обязана ликвидировать отделяющиеся части ракет-носителей, запущенных с космодрома Байконур. С начала 2019 года на территорию региона упали фрагменты 11 ракет. Некоторые из них до сих пор не вывезли. Наверняка многие из вас видели ролики, когда люди ходят по лесу и находят гигантские цилиндрические конструкции, части от ракет. Некоторые люди ходят с дозиметрами и замеряют радиационный фон. А некоторые, как, например, охотники из этого ролика, нашли целую ступень, гигантскую ступень от ракеты. И, конечно же, они переживают. А вдруг там радиация? А вдруг там топливо разлилось на километры? И малейшая искра, и все там всполыхнет. А ведь рядом дома. И люди ходят в постоянном стрессе. Ведь ракета может упасть не в лес, а на их дом. Понимаете? И, конечно же, они начали жаловаться чиновникам местным. А местные чиновники начали жаловаться Роскосмосу. Мол, вы не исполняете своих обязанностей, вы не вывозите части от ракет, которые упали. Такое ощущение, что Роскосмосу наплевать. Да пускай валяется. Придут местные колдыри, разрежут эту ступень на металлолом, сдадут в цвет мет, купят себе бояры, сядут на завалинку и будут рвать меха гармошек. О какой секретности речь идет тогда? О каком режимном предприятии? О какой успешности космической индустрии, когда даже части от ракет никому не нужны? Вот и все. Шараж, монтаж контора, рога и копыта. Такое ощущение. Ну, по-другому никак. На том же самом заседании из новости чиновники поднимали вопрос о том, что надо провести статистику, учет людей, которые заболели, которые живут рядом с этими местами, где падают ракеты. Может быть, им надо организовать лечение, санаторий. Может быть, там вспышка раковых заболеваний. А Роскосмосу плевать. Вы думаете, Роскосмос успешное предприятие? Слава богу, счетная палата пока еще публикует открытые данные. И знаете, что выяснилось? Вместо положенных 5 миллиардов рублей в бюджет поступило всего лишь 1 миллиард. Сплошные убытки, никакой прибыли. А посмотрите на контракты. На какие суммы заключаются контракты с государством? Наши деньги, наш бюджет. Это даже не миллионы, и не десятки, и не сотни миллионов. Это сотни миллиардов рублей. На всякую ерунду, на разработку ракет нового поколения, космических кораблей, которые будут раздеть просторы, Большого театра. Сплошные гигантские суммы и убытки. Суровая правда о Роскосмосе. А на сегодня у меня все. С вами был TM Studio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Покажем, как по мнению Роскосмоса выглядит русский либерал. Ну, а с вами был я, Дима Барагозин. До новых встреч. Пока. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Торzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Барагозин. И бедные космонавты в панике после плотного приема пищи начали в срочном порядке натягивать на свои пухлые розовые попки памперсы, чтобы жижа не разлетелась по всей МКС. Изначально в Твиттере появилась запись о том, что якобы итальянский астронавт Лук Пармитану доложил в центр на Земле о том, что туалеты перестали работать, мигают индикаторы неисправности. Потом, конечно же, появился наш Роскосмос и стал все опровергать, мол, нет, это только у американского супостата перестал работать российский туалет, а у нас все в порядке. Единственное, что там произошло, так это оказывается просто сработал индикатор о том, что, внимание, был переполнен баг. И когда ты читаешь такие новости, думаешь, то ли это стендап какой-то, то ли это правдивые новости. Знаете, из разряда космонавт вышел в открытый космос и намочил ноги. Если вы думаете, что это шутка, то зря так думаете, это совершенно реальная новость, которая также недавно появилась в сети. Это, конечно же, очередное привлечение внимания к станции, потому что это многомиллиардная консервная, никому не нужная банка. Надо как-то ее оправдывать. А как ее оправдать? Создать такие новости, что там тяжело, там сложные ситуации и что космонавты не зря получают героев России. Не за то, что они там на валынках и гитарах играют, не за то, что на пылесосах катаются, а за то, что летают в подгузниках. К сожалению, сейчас все больше и больше будет таких новостей, потому что, скорее всего, эпоха МКС подходит к концу. И мы будем сегодня обсуждать и другие новости, из которых становится все более очевиден тот факт, что, да, наверняка МКС скоро придется что-то с ней делать. Либо модернизировать, либо топить в Тихом океане. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Да ебать, рот, опять в штаны ходить. Переходим ко второй новости. Когда британский астронавт Тим Пик отправился в декабре на орбиту, он знал, что полученная им медицинская подготовка длительностью в 40 часов дает ему достаточно знаний для того, чтобы справиться с наиболее распространенными заболеваниями в ходе его полугодового пребывания на станции. Помимо навыков оказания срочной помощи, его научили также зашивать небольшие раны, делать уколы и даже вырывать зубы. Как считают в НАСА, этот курс достаточен для того, чтобы подготовить членов экипажа станции к самым часто встречающимся на борту МКС проблемами со здоровьем. Как, например, преодолевать тошноту, при невесомости справляться с головной болью, болью в спине, сухостью кожи, ожогами и зубной болью. Уметь оказывать первую неотложную помощь, проводить хирургические операции на борту. Хирургические операции на борту. Вы так говорите, как будто это все абсолютно нормально, естественно. Хирургические операции на борту, это же серьезная штука. Более того, нам приходилось это тоже делать. Серьезно? Расскажите. И пломбы вставляли своим коллегам. Зубные? Да, да. Вы у меня часто спрашивали, а что же будут делать космонавты на МКС, если вдруг нечаянно заболеют, либо получат травму? Ну вот вам и ответы. Оказывается, достаточно всего лишь 40 часов медицинской подготовки, чтобы космонавт, как гениальный врач, мог сделать операцию, зашить рану, поставить пломбу, удалить зубы и другие врачебные действия мог произвести. И не важно, что специалисты учатся на это всю жизнь, практикуют, чтобы не было ошибок, а космонавты, оказывается, у нас супергерои. За 40 часов учатся всему тому, чему не могут научить за годы в медицинских учреждениях. И проходили даже новости о том, что наш космонавт Олег Новицкий сам себе ставил пломбу. Вы знаете как? Общаясь при этом с стоматологом по скайпу. Как ставить пломбу? Ставь ее так. Так, так ставить. Да, да, так ставить. Открой зуб. 25-й. Смотри внимать, как сам себе он ставил пломбу. Почему? Вот вам Сергей Рязанский рассказал, что делал кому-то операцию. Ставил пломбу. Мастер на все руки. Что ты так громко кричать? Что? Зуб болит? Сейчас мы все исправим. У меня 40 часов медицинской подготовки. Открывай рот. Сейчас мы будем пломбу ставить. Ну мы хоть с вами и не мастера на все руки, но переходим к следующей новости. Экипаж МКС попробует испечь на станции печенье. Космонавтам МКС предоставится шанс полакомиться свежей выпечкой. На станции впервые попытаются испечь печенье. Экипажу поможет в этом новая электропечь, которая работает в условиях невесомости. Благодаря бытовому прибору экипаж сможет не только разогревать пищу, но и проведет эксперимент. Попробуют приготовить свежую выпечку. Скорее всего это будет печенье с шоколадом. Замороженная заготовка теста с лета хранится на МКС в пластиковых пакетах. Салат на МКС выращивали. Мясо на 3D принтере печатали. Кости на 3D принтере напечатали. И вот пришло время испечь печенье. Американские коллеги наших космонавтов доставили на МКС чудо-печку. Которая способна разогреваться до 177 градусов по Цельсию. И там можно не только разогреть себе еду, но и испечь печенье. И наверняка сварить суп. По мнению американцев, когда космонавтика станет такой мощной, что сможет отправить астронавтов к другим мирам, скажем на Марс. Подобные печки будут устанавливать на межпланетные корабли. Ведь в полете надо чем-то питаться. Именно поэтому эксперимент был настолько корректным, что там приготовили не что-то важное действительно для путешествия, а печенье. Но, видимо, по мнению американцев, во время полета астронавты будут питаться только горячим печеньем из этой печки. Но мы переходим к следующей новости. НАСА собралась отправить на МКС астронавта на туристическом корабле. Для выполнения короткого полета астронавта на МКС. Как говорится в сообщении НАСА, агентство намерено купить место для выполнения астронавта месячного полета на МКС. С целью проведения медико-биологических экспериментов и необходимости коммерциализации низкой околоземной орбиты. Агентство пояснило, что обычно полеты на МКС длятся около полугода. Но на этот раз потребуется меньше времени. Будут собраны данные о различных показателях человека для обеспечения здоровья и работы астронавтов в ходе будущих пилотируемых миссий в дальний космос. Ну а эта новость прекрасно показывает, что скорее всего действительно наступает конец эпохи МКС. Дело в том, что впервые за 19 лет состав экипажей будущих миссий на МКС не включен ни один американский астронавт. Такого никогда не было за 19 лет. Вместо американцев там числятся ноунеймы, реквизит, как я их называю. Какой-то Мухтар, какой-то Чуб и другие фамилии, которые никогда не были на слуху. То есть это реальные космонавты, которые зачислены в отряд, но мы о них никогда не слышали, потому что это всего лишь реквизит. Летают всегда одни и те же, вы же знаете. А тут пришлось их включить только потому, что американцы отказались летать на наших союзах. Хоть Роскосмос и Рогозин кричат, что это не так, мы просто сами их исключили. Вот они просятся, и мы подумаем, может быть мы им предоставим место. Но новые новости прекрасно показывают, что американцы просто хотят начать отправлять своих астронавтов на коммерческих кораблях. И всего лишь на месяц, а не на полгода. Якобы не надо уже полгода туда летать, там находиться на полгода. Достаточно месяца. Побыл там месяц и прилетел назад. Скорее всего, все. Скоро американцы даже и не будут туда летать, как только появятся вот эти вот новые фантастические возвращающиеся ступени Маска и другие, да, вот эти корабли туристические. Как только они якобы начнут туда летать. На заявления мы будем отвечать заявлениями, а на действия, действиями. Поэтому они говорят, не трогайте Международную космическую станцию и эти программы. Окей, но тогда давайте так мы сделаем. Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Готовится новая эпоха Луна, Марс. Мы скоро будем обсуждать только это, скорее всего, потому что станция перестанет существовать, как минимум, в этом виде. Именно поэтому появляются новости другого характера. Якобы Рогозин сокращает состав Роскосмоса. Он нашел там какой-то паразитирующий класс, который ничего не делает, а только паразитирует на деятельности Роскосмоса. То есть сокращается Роскосмос. Потом вышла новость, что вместо четырех пусков космических грузовиков будет всего лишь два. То есть подходит все это к финалу, скоро это все закончится и перейдет на новый совершенно уровень. Марс, Луна и вот эти байки о космических домах, о модулях, о станциях и прочих вот этих вот вещах, которые будут на Луне и на Марсе будут яблони цвести. Ну а мы переходим к следующей новости. Экипаж МКС встретит Новый год без икры. Находящиеся на Международной космической станции россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мэйер, а также итальянец Лука Пармитано встретит Новый год без традиционной черной икры. Она не вошла в состав грузов, которые прогресс МС-13 6 декабря доставит на орбиту. Но экипаж МКС не оставит без деликатесов. В так называемый набор психологической поддержки вошли оливки, фисташки, финики, сушеная клюква, маринованный имбирь, мед, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет. Вот вам еще одно подтверждение того, что эпоха станции подходит к концу. Начинаются какие-то урезания финансирования и лишения космонавтов определенных благ. В частности, вот теперь это икра. Но, впрочем, лучше один раз увидеть. Комментарий тут излишний. Зашок, ты слыхал, чего эти гады опять удомали? Позапрошлом году лобстеров не прислали на Новый год. В том году жульен и скрабов не доставили. В этом, видите ли, черную икру отменили. Если так дело пойдет, мы тут совсем с голоду опухнем. Ой, не говори даже, Олеженька, изверги, изверги. И пусть экраном только снится, но мы все же можем разобрать следующую новость. Астрономы разглядели самую далекую отдельную звезду в истории. Наблюдатели совершили чудо. Различили отдельную звезду на расстоянии 9 миллиардов световых лет. В этом им помогло гравитационное линзирование. Научная статья с результатами открытия опубликована в журнале Nature Astronomy. Меня всегда забавляли подобные открытия. Будь то это астрофизика, будь то это астрономия. Но эта новость стала просто апофеозом. На расстоянии, на немыслимом расстоянии 9 миллиардов световых лет. Вы просто представьте себе, что это такое мысленно. Обнаружили ничтожно маленький объект. То есть не какой-то гигантский массив объектов, а маленькую отдельную звезду на таком расстоянии. При помощи гравитационного линзирования. Впервые мы видим отдельную нормальную звезду. Не сверхновую, не гамма-всплеск. А одиночную стабильную звезду на расстоянии в 9 миллиардов световых лет. Делится восхищением с автор исследования Алексей Филипенко из того же университета. Эти линзы удивительные космические телескопы. Вы знаете, что больше всего поражает, когда ученые смеются ха-ха-ха. Обычные люди делают эксперименты, проводят опыты и говорят, заявляют, что мы видим маяк на расстоянии 50-60 километров, хотя видеть его не должны. Ха-ха-ха, вы ничего не понимаете, вы не умеете. Лучше не лезьте туда, вы не ученые. То есть это значит для них ересь. А когда нам говорят о гравитационном линзировании, это не ересь. Дело в том, что гравитационное линзирование когда-то придумал один сумасшедший ученый. Альберт Эйнштейн. И в разные годы, чтобы обосновать его абсолютно бездарную и лживую теорию, было придумано много вещей. Темная материя, бозоны Хиггса, гравитационные волны, черные дыры. И вот мы добрались до гравитационного линзирования. Опыты и прямые наблюдения это чушь, а гравитационного линзирования нет. Давайте все-таки разберем, что же это такое. Дело в том, что возле гигантских объектов, имеющих большую массу, создается сильное гравитационное поле. То есть объект обладает большой гравитацией. И вокруг этого объекта искривляется, внимание, пространство и время. То есть искривление пространства и времени, это, оказывается, не фантастика, это вот явь. Тяжелая пустота, которая распирает саму ткань пространства, это явь. Вакуум, да, он был ничто, в смысле, но это было тяжелое ничто. Я правильно понимаю, я правильно понимаю вас, что Вселенную распирала сама вот ее ткань, само пространство, сама пустота распирала ее в сторону. Правильно, только здесь важно то, что это была тяжелая пустота. Вот это очень важно. А наблюдения, формулы и доказательства, визуальные, подтверждаются, которые расчетами, это чушь. Просто потому, что не укладывается это в науку. Понимаете? В общем, выводы делайте сами, а мы переходим к следующей новости. На подмосковной ферме тестировали VR-очки для коров. На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров. Если честно, то я бы подумал, что это очередная трешевая новость из желтой прессы, если бы она не была опубликована на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Московской области. То есть на полном серьезе разрабатывают VR-очки для коров. Им там будут показывать зеленое поле, и от этого коровы будут давать много молока. Что только не придумают люди, чтобы украсть деньги. Нет, чтобы построить нормальные коровники, сделать нормальные условия содержания, чтобы там была чистота, чтобы за коровами ухаживали. Вместо этого в обычной грязи, в обычном холодном помещении, где летают мухи, будут стоять коровы в VR-очках и смотреть на зеленый лук. Будут радоваться и давать молоко. Я просто поражен этой новостью, если честно. И даже есть фотографии. Но это киберпанк наступил. Никак иначе. Свежий воздух. Чистое небо. Еда. А на сегодня у меня все. С вами был TM Studio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Добро пожаловать на мой канал. Вот и наступил 2020 год. И мы снова вместе с вами. Всем привет! Привет, в эфире ТМС Аналитика. В этом выпуске. Космическое небо. Всевидящее око. И сахарные шарики. Ну что же, давайте начинать. И переходим к первой новости. Сенсационное открытие НАСА. Небо на Плутоне. Синее. Небо на Плутоне синее. Об этом заявили исследователи НАСА. На изображениях, которые недавно получили исследователи, видно синяя дымка на карликовой планете на фоне черноты космоса. Исследователи утверждают, что синее небо увидит и человек, если будет находиться на Плутоне. Заметим, что голубое небо часто является результатом рассеивания солнечного света через очень мелкие дольки. На Земле эти частицы очень маленькие молекулы азота. На Плутоне они кажутся большими. Исследователи удивлены, что увидели голубое небо в поясе Койпера. Оказывается, небо на Плутоне синее. И если человек будет стоять на поверхности этой карликовой планеты, то сможет увидеть голубое небо. Новость, впрочем, не новая. В астрономии она известна давно. Но нам надо иногда периодически поднимать такие новости, чтобы показывать, насколько все это лживо. Вот такой вот снимок нам предоставили. Я его назвал «Черная кошка в черной комнате». Потому что это абсолютно издевательство над здравым смыслом. Якобы этот снимок сделан сверхчувствительной аппаратурой, которая установлена на спутнике «Новые горизонты», что был запущен в 2006 году в Коцмасс для исследования дальних уголков Солнечной системы. И вот спустя почти 10 лет полетов к этой планете в 2015 году, с момента запуска в 2006, нам показали первый высококачественный снимок Плутона. Вот так вот он выглядел. Такая яркая, красивая планета. Но все мы знаем, что это самый дальний объект в Солнечной системе. Когда-то он был планетой, мы сейчас из разряда планет его убрали. А потом нам показали вот такой снимок, о котором я говорил уже в самом начале. Якобы спутник облетел за планету, между ним встал Плутон, и в закате эта аппаратура зафиксировала голубое небо. На самом деле, такие снимки делаются элементарно. Посмотрите несколько секунд моей работы в фотошопе, а потом я вам покажу результат своего творчества. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, а вот и финальный результат. Битва Титана в сравнении. Слева оригинальный снимок NASA, справа картинка, которую я нарисовал за 5 минут в фотошопе. Как говорится, найдите 10 отличий. И вот таких снимков в архивах NASA полно. Где-то сплошная халтура, как и в данном примере, а где-то 3D-модели, на которые натянуты текстурки. Но вернемся к голубому небу и ко лжи, которую нам пытаются внедрить. Ну, не нам, а людям, которые во все это верят. Плутон – это самый дальний объект, планетоподобный объект в Солнечной системе, по официальной версии. Он расположен на расстоянии более чем 4,5 миллиарда километров от Солнца. Но так как орбита у него вытянутая, эллиптическая, он может отдаляться и на 7 миллиардов километров. Данный снимок был сделан с расстояния около 5 миллиардов километров. Расстояние для спутников и для связи с Землей – не преграда. И не важно, что на Земле мы не можем связаться с другим городом. Мешают всякие помехи. А дальняя космическая связь действует на неограниченные расстояния. Дальше вы поймете, почему. Вот такая вот система. Плутон находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Теперь представьте, на небосклоне Плутона, если мы будем находиться на поверхности, солнечный диск будет в 40 раз меньше, чем на Земле. Все мы знаем, что на Земле Солнце может светить очень ярко. Но когда у нас пасмурная погода, то состояние света может доходить до такого, что будет фактически темно. Чуть-чуть тучи затмят небо, и свет уже не проникает. Становится темно. Но Плутон располагается в 40 раз дальше, чем Земля. А нам говорят, да, небо голубое. И когда нам показывают вот такой снимок, где планета ярко освещена, нам говорят, да запросто. Да, свет на Плутоне, внимание, в 1600 раз тусклее, чем на Земле. Но он в 250 раз мощнее, чем свет от Луны. Каким образом? Приблизительно, где-то вот так вот, выглядит Солнце с поверхности Плутона. Маленькая-маленькая звездочка. Плутон, планета хоть и маленькая, но это достаточно большое тело. И оно нуждается в хорошем освещении. Чтобы сделать вот такой вот снимок. Каким образом это происходит? Почему? С чего ярче-то? Как такая звездочка может что-то осветить? Я уже давным-давно рассказывал о том, как Солнце выглядит с разных планет. Посмотрите обязательно мой самый первый цикл роликов про, значит, устройство Земли и Солнечной системы. И там я показывал на примере моделирования 3D-программы, как выглядит Солнце с разных планет. И также и про Плутон, что там просто невозможно никак осветить эту планету, потому что Солнце очень маленькая-маленькая точка на небе. Чем они это обуславливают? Почему так все ярко? Непонятно совершенно. Но это не самое главное. Понятно уже, что там никакого голубого неба быть не может. У вас ничего не сходится. Никакие данные. Меня больше интересует сам спутник Новые горизонты. Вы помните, когда показывают нам, что случается при столкновении МКС с космическим мусором? И даже на выставках показывают вот такой вот кусочек алюминиевой толстенной пластины. Мол, видите, вот в сравнении стоит маленький кусочек пластика, и вот он способен причинить такой вред. То есть такой толщины обшивка из-за такого пластикового кусочка разлетает столько в пух и прах. Становится такой громадный кратер на поверхности вот этой вот пластины. А спутник Новые горизонты, вот так вот он выглядит, значит, жестяная коробка, на поверхности которой располагается большая параболическая антенна, летит десятилетия через, внимание, пояса астероидов. Мы же знаем, что существует несколько поясов крупных астероидов. Вот есть сейчас примеры на ваших экранах. Каким образом он пролетает, что его не задевает ни один астероид? Представьте себе, астероид это хаотичное движение камней, которые постоянно сталкиваются, которые крошатся постоянно, разлетаются на мелкие части, а Новые горизонты летит, и ему хоть бы что. Каким образом он туда долетает? Почему никаких нету повреждений? Никто об этом не говорит. Но МКС постоянно трясутся, космический мусор, микрометеориты, это очень страшно, а там ничего никогда ни с одним спутником не происходит. Вспомните знаменитые два спутника-близнеца под названием Voyager 1 и 2, запущены, внимание, в 1977 году. Пролетели колоссальное расстояние, больше 40 лет они летят, и вылетели уже за пределы Солнечной системы. И по сегодняшним подсчетам они находятся на расстоянии больше 20 миллиардов километров от Земли. Недавно они даже в 2017 году протестировали двигатели на несколько миллисекунд, включили их. Я же говорю, расстояние для космической связи не помеха. Не важно, что пояса астероидов, реликтовое излучение, космические помехи, не важно. Запросто нажали кнопку и связались. А теперь поговорим о прогрессии космической индустрии. Вот вам сравнение. Новые горизонты и 1977 год, Voyager 1. Найдите 5 отличий. Что там? Консервная банка, жестянка, непонятно, как держащиеся между собой детали скреплены. И Новые горизонты, где просто фольгой все это, ну термозащитой, значит, они все это окутали. Какая разница? Никакой. Что там параболическая антенна, что здесь. И нам рассказывают о каких-то достижениях в космонавтике, о каких-то открытиях нелепых, придуманных, потому что подтверждений никаких нет. И летать могут эти спутники по их рассказам куда угодно. А когда ты спрашиваешь у специалистов, а вы видели эти спутники, они говорят нет. И сейчас я хочу ответить на самый популярный вопрос. Когда говорят, вы думаете, что вся космическая индустрия это громадный сговор, конечно же нет. Потому что люди, которые якобы наблюдают за этими спутниками, аппаратами, они получают только телеметрию. Они получают входные данные, цифры на экране. Они вполне может быть и уверены, что где-то там эти аппараты бороздят просторы межзвездного пространства. А по факту это обычная программа, которую можно написать за 5 минут и просто включить им на эти компьютеры. И они будут уверены, что получают настоящую телеметрию. Поэтому нет никакого сговора. И если кто-то что-то знает, то это очень ограниченный круг лиц. Ну а мы переходим ко второй теме. Команда миссии телескопа Хаббл опубликовала новые снимки с изображением туманности Краба. После появления снимков ученые обнаружили, что через всю поверхность туманности проходит странная полоса. Оказалось, что это след от гигантского астероида. Первым след от астероида обнаружил волонтер Мелину Тевену из Германии. Волонтеры помогают НАСА, просматривая сотни тысяч изображений, сделанные на Хаббл. Исходное изображение было черно-белым. После того, как Тевену обнаружила след астероида, НАСА начала извлекать остальные данные к этому снимку из архивов Хаббл. Астероид, известный как 2001SE101, диаметром превышает 1 километр. Обычно он вращается в кольце астероидов между Марсом и Юпитером. Вот так вот все и происходит, оказывается. Открытие делают не ученые с мировым именем, которые что-то понимают, а обычные девушки, которых привлекли в качестве волонтеров для помощи в разгребании многотысячных снимков, сделанных с телескопа Хаббл. И вот одна из таких девушек делает мировое открытие. Она обнаруживает след, который оставлен был астероидом, пролетающим через туманность Краба. И действительно, на официальном сайте телескопа Хаббл, а такой сайт есть, ссылка будет на него в описании к этому ролику, как и ссылки на остальные материалы, можно увидеть действительно фотографию, фотографию туманности Краба с такой вот диагональной полосой. И это пролетал там астероид. Снимок был черно-белым, но потом они наложили разные спектры и получился вот такой цветной снимок. Вот так вот выглядит фотография в более хорошем качестве, чтобы вы могли рассмотреть этот след от астероида. Но меня тут привлекло не то, что там видна полоса от пролета астероидов, а вообще, что это за снимок. Чтобы и вам было лучше видно, я поработал немного в фотошопе. Несколько секунд, а потом вернемся, и я вам покажу финальный результат. Все, что я сделал в фотошопе, так это немножко поработал со свет-теневым рисунком. Где были тени, я сделал их немного контрастнее, а где был свет, я его еще немножко осветлил. И я не знаю, что это. Пасхалка от НАСА. Прикол. Какой-то знак. Либо это просто какое-то открытое издевательство, но это изображение человеческого глаза, на которое впоследствии наложены эффекты. Поэтому я не знаю, как рассматривать эту новость. Для чего вообще, казалось бы, ну пролетел там какой-то астероид. Зачем показывать и делать из этого сенсацию, публиковать на всяких научных журналах. Ну, видимо, для того, чтобы, как я и сказал, оставить пасхалку, поиздеваться в открытую, либо высказать какой-то знак. Решать, впрочем, вам. А мы переходим к следующей новости. Астрономы открыли новый тип планет с плотностью сахарной ваты. Вселенная любит устраивать сюрпризы. Недавно Европейское космическое агентство обнародовало информацию о совершенно необычной, невиданной доселе космической структуре. Это экзопланеты нового типа, которые настолько легкие и пустые, что по плотности сравнимы с клубками сахарной ваты. Но при этом они в десятки раз крупнее Земли. Впервые сверхлегкие экзопланеты были найдены в системе Кеплер-51 в 2012 году. Спустя два года телескоп Хаббл измерил их параметры, которые завели ученых в тупик. И не мудрено, три космических тела, газовые гиганты размером не менее Юпитера, в сумме весили менее одной сотой его массы. Из чего же сделаны эти экзопланеты? Увы, ответа нет. Вы знаете, меня всегда поражал этот мифический телескоп Хаббл. Потому что когда говорят, разверните наконец-таки телескоп на Землю и покажите определенные фрагменты, разверните телескоп на Луну и покажите места высадок миссии Аполлон, нам говорят, вы понимаете, у телескопа не хватает мощностей, не хватает фокусировки, потому что объекты слишком близко. Либо нам говорят, что объекты наоборот слишком мелкие, поэтому увидеть их нельзя. Но когда речь заходит о планетах, располагающихся у черта на куличках, Хаббл их прекрасно видит и даже знает, что они состоят из сахарной ваты. Как тебе такое, Илон Маск? Меня всегда поражали заголовки в научных журналах, в СМИ. Хаббл открыл планеты, состоящие из сахарной ваты. Ученые раскрыли секрет планет, состоящих из сахарной ваты. Но я ничему не удивляюсь, потому что я видел новости о том, что за миллионы световых лет открыли облако, состоящее из спирта. Либо открыли планету, на которой идут дожди из стекла. Ну или самое экзотичное нам показали спутник нашей планеты Солнечной системы Сатурн под названием Пан, который выглядит как обычный пельмень. Поэтому удивляться тут абсолютно нечему. И даже если скажут, что открыли квадратные и треугольные планеты, то все непременно тут же поверят. А на сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Изя, ты слышал? Они перестают верить в наши планеты из сахарной ваты. Надо что-то делать. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет! В эфире TMS Analytica. А это значит, что сегодня будет несколько космических новостей. В этом выпуске положенный болт, патент импотент, дети против ученых и высоко сидим, далеко глядим. Ну что же, не будем затягивать и переходим сразу к первой новости. Две ракеты-носители Протон-М собрали с бракованными болтами. На двух ракетах Протон-М обнаружены дефектные детали. Их запуски должны были состояться в марте и июле. Во внутреннем крепеже ракет-носителей использовались дефектные болты. После обнаружения неполадки их решили заменить. Как рассказал изданию «Источник», близкий к руководству Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, болты оказались переколены, и это повлияло на их прочность. Предполагается, что на замену дефектных деталей потребуется около 45 дней. Запуск одной из ракет должен был состояться в конце марта. Теперь его перенесли на май. Вторая ракета, на которой планировалось запустить научную миссию «Экзомарс-2020» на Марс в июле, также оказалась браком. О сроках переноса ее запуска пока не сообщается. Вы знаете, когда я читаю новости, которые напрямую либо косвенно относятся к Роскосмосу, то я всегда удивляюсь. И данная новость тоже не стала исключением. Ну, представьте себе всю картину, что называется, прочувствуйте момент ситуации. Роскосмос заказывает у подрядчика комплектующие, в данном случае болты. Болты приходят там, не знаю, ящиками или контейнерами. Значит, приемка, да? Так, болты, ага, ну, выглядят они нормально. Резьба есть, все, ага, головки не сорваны, все нормально. Собираем ракеты. И, значит, с этими болтами они в Роскосмосе собирают две ракеты. Готовые ракеты, уже все. Одна из них должна была якобы полететь в конце марта, ну, вот совсем скоро. И тут на последнем этапе выясняется, а болты-то бракованные. Ну, то есть, вы понимаете, собрали ракету, а потом выявили, что комплектующие бракованы. А что им мешало, как и должно быть, на нормальном производстве. Вот как раз из мелочей, как я неоднократно говорил, все и выявляется. То есть, должны были они изначально все эти болты протестировать, а потом уже, если они нормально, собирать ракеты. Понимаете? А тут нам рассказывают, что все собрали, а потом выясняется, что болты-то перекаленные, и теперь потребуется около 45 дней, чтобы пересобрать ракету с новыми болтами. И когда дело касается Роскосмоса, к сожалению, всегда именно так. Но представьте, что ракеты были бы настоящими, а не макетами, болванками, которые взлетают и падают где-то в тайге. А настоящими, вы представляете вообще, что это такое? Ну, то есть, это прекрасно показывает всю суть вот этой космической аферы, вот этих космических трат немыслимых, которые... Нам нужны срочно деньги, выделите нам деньги на экспертизы, на контроль качества. А по факту, получается, никакого контроля и нет. Вот теперь и в мае, которая ракета должна была стартануть на Марс, и на Марсе будут яблони цвести, тоже не полетит из-за болтов. А потом в новостях появилась еще одна новость, мол, не только из-за болтов, но и из-за коронавируса мы не можем запустить эти ракеты. И наверняка скоро скажут, а давайте-ка мы выделим средства для того, чтобы бороться внутри предприятий Роскосмоса с этим коварным коронавирусом. Переходим к следующей новости. Испробованные в 2018 году способ заклейки дыры в Союзе запатентовали. В 2018 году в обшивке «Союз МС-09» было обнаружено отверстие, после чего российские космонавты устранили дефект с помощью ткани и специального клейкого состава. РКК «Энергия», которая производит российские космические корабли «Союз», запатентовала способ заклейки отверстий с помощью салфетки и клея, к которому прибегли в 2018 году, когда в корабле обнаружили просверленную дыру. Патент был опубликован Федеральной службой по интеллектуальной собственности. В патенте сказано, что данный способ подойдет для герметизации отверстий до 10 мм в условиях космического полета при истечении через него воздуха. Пробоины могут быть от микрометеоритов, космического мусора, а также случайно пробитыми космонавтами дырками из-за ошибочных действий экипажа при ремонте на оболочке пилотируемого космического корабля. К сожалению, регламент данной передачи не позволяет мне тут хохотать, падать на пол, кататься, держась за живот и смеяться до упаду. Приходится озвучивать такие новости совершенно серьезным видом, хотя это достаточно тяжело. Патент на дерьмо и палки, господа. Роскосмос попросил запатентовать высокотехнологичный способ устранения течи в космическом корабле при помощи салфетки и клея. Господи. А давайте мы запатентуем устранение течи при помощи скотча, при помощи козявок из носа. Ну а почему бы и нет? При помощи суперклея, ну канцелярского клея я перегнул, при помощи кусочка тетрадки в клеточку, в листочках, и канцелярского клея. Давайте запатентуем. Помните эту новость, когда какой-то шизофреник ненормальный на космическом корабле в Союзе просверлил дырку, и космонавт заткнул ее пальцем. Суй палец! И вот, когда они там при помощи подручных средств, при помощи там бумажки какой-то, салфетки и клея устранили, Роскосмос сказал, надо срочно патентовать. Это аналогов нет этому изобретению. Салфетка и клей никто до нас еще не догадывался. Затыкать течь в корабле при помощи таких высокотехнологичных аналогов нет инструмента. И снова Роскосмос, и снова Абсорд. Представьте просто себе эту ситуацию в голове, и, наверное, вы так же, как и я, будете кататься по полу. Здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Как вы уже наверняка слышали, мы запатентовали совершенно новый, уникальный способ устранения течи в космических кораблях. Это разработки наших выдающихся ученых из Роскосмоса и великих ученых из Сколково. Но так как на сегодняшний день есть уже более совершенные разработки, то сегодня впервые я на телевидении вам продемонстрирую эти секретные материалы, которые были запатентованы. Это очень передовые разработки наших ученых. Аналогов в мире просто нет. Абсолютно. То есть впервые сейчас вы видите эти материалы. Потом можно будет провести фотосессию для газет, чтобы наши коллеги из США завидовали. Вот это главные материалы, при помощи которых и было заделано отверстие в корабле «Союз». Это уникальный клей. Уникальный клей. И уникальная салфетка. Разработка наших ученых. На вид она просто салфетка, но вы не обольщайтесь. Это не просто салфетка. Поэтому очень рад, что вы сегодня все пришли на эту небольшую, импровизированную, так сказать, презентацию. Переходим к следующей новости. Студенты разработали элементы модели лунного скафандра. Прототипы датчиков для космического костюма участники представили на «Космо-Хакатоне», который прошел в Екатеринбурге. Жизнеспособность проекта оценивали специалисты НПО «Автоматики». «Космо-Хакатон» организован фондом новых форм развития и образования при поддержке Роскосмоса. Чтобы понять, как устроен скафандр, участники осмотрели реальную модель «Сокол-2» и разбились на три группы. За неделю они придумали, как помочь космонавту следить за психофизиологическим состоянием и поддержать его жизнеобеспечение. Для эффективного сбора данных юные инженеры запрограммировали датчики, которые снимают физиологические параметры человека и регистрируют активность головного мозга в процессе его жизнедеятельности. Ну а это новость о полнейшем космическом абсурде. И, к сожалению, снова о Роскосмосе. При поддержке Роскосмоса было организовано такое большое мероприятие для студентов под названием... Название-то какое? «Космо-Хакатон». Но так как Роскосмос не печатает деньги и не является предприятием, которое может что-то зарабатывать, естественно, деньги выделило государство. А Роскосмос их просто перенаправил потом вот на такое вот мероприятие. И только уже вдумайтесь в само название, вчитайтесь в него. Уральские студенты, дети, подростки разработали прототип модуля для лунного скафандра. Давайте представим на мгновение, что действительно существует настоящая космическая программа по освоению, что ни на есть самой настоящей Луны. И что есть высокотехнологичный скафандр, который позволит космонавтам бегать и прыгать по Луне. Ну, пускать там пузыри, играть в футбол, как они это любят, жонглировать. И для этого скафандра комплектующие производят не какие-то высококвалифицированные специалисты-инженеры с оборонных предприятий, а дети. И даже уже вот в названии весь этот абсурд, да, вы понимаете прекрасно. Но мало того, наверняка на это мероприятие было выделено большое количество денег. На разработку же, как нам сказали, студенты сами разработали и запрограммировали модуль. А по факту фотографии из пресс-релиза Роскосмоса спалили всю контору, как это обычно и бывает. Давайте посмотрим на это чудо-изобретение. Сидит ребенок, вот что-то мастерит. На первый взгляд для непосвященных бабушек и дедушек кажется молодцы дети, юные техники, как это раньше были. Помните, сами дети паяли все, то есть сами делали. А по факту оказывается, так это же, извините меня, батарейка Крона Космос-200. И сервопривод с Алиэкспресса за копейки. Ну и провода оттуда же для крепления. А что же это за платы такие? Может быть они сами их сделали? Нет, это обычные стандартные платы Ардуино с Алиэкспресса. Разработали! Запрограммировали! Плата, маленький диск с программным обеспечением, все готово. Что дети там сделали? Ну понятно, да. Выделили средства, сказали, что разработки, награждения там какие-то были. А по факту просто с Алиэкспресса купили за копейки какие-то там детали. И это уже не первый раз. Помните, как показывали и нашим руководителям лего, наборы лего, выдавая их за разработки детей в кружках юных техников. А по факту можно даже тут и понять, что нету никаких разработок. У нас своего ничего давно нет. И абсурд-то тут не только в том, что дети разрабатывают модули для лунного скафандра. Абсурд в том, что весь скафандр состоит, оказывается, из китайских дешевых комплектующих с Алиэкспресса. Я не удивлюсь, если оболочка скафандра сшита с китайского копеечного шелка. Так, сколько там нам выделили-то миллионов на космахакатон? Майбах куплю себе. Переходим к следующей новости. Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике. Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород за пределами Млечного Пути в галактике Маркариан-231, расположенной в 580 миллионах световых лет от Земли. Описание открытия публиковано в журнале Astrophysical Journal. Ну а это новость о беспринципности, о наглости и о том, что ученые давно перестали мелочиться. На расстоянии 580 миллионов световых лет, вы только представьте себе, что это за цифра. Я такое расстояние себе даже не могу вообразить. Ученые обнаружили не какое-то там скопление больших галактик, скопление гигантских звезд, а молекулы кислорода. Молекулы кислорода ученые узрели в телескоп на расстоянии 580 миллионов световых лет. Это говорит о том, что сегодня астрофизика, астрономия превращается в сказку. Мол, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы вам говорим, хотите верьте, хотите нет. А дело было так. А если вы сомневаетесь, то опровергните нас. Понимаете, скоро будут говорить, что мы, ученые, на расстоянии 10 триллионов световых лет обнаружили маленький кусочек атома. Попробуйте, опровергните. Но самое страшное не это. Страшное то, что есть каналы с большим количеством подписчиков, где некоторые индивиды с серьезным видом рассказывают людям такие новости. Сидят и рассказывают. Сами не понимая, что они говорят. Вы понимаете, масштаб вот этой космической пропаганды, вот этой лжи и масштаб людей, которые продолжают во все это верить. Понимаете? Именно поэтому, именно из-за таких новостей здравомыслящие люди начинают все-таки осознавать. Они начинают просыпаться, что ну это вранье, ну не может такого быть. Ну представьте себе просто все эти масштабы. И все станет на свои места. Поэтому, кто на моем канале, вы все прекрасно это понимаете, вы посмеялись с этих новостей. Ну а кто зашел сюда случайно, я вас просто призываю задуматься. Скажите, а вы можете открыть планету на расстоянии в один световой год? Я вас таки умоляю. Ну а скажем, открыть большую звезду на расстоянии в пяти световых лет? Да что вы такое говорите? Тьфу на вас? Неужели вы можете открыть большую галактику на расстоянии десяти световых лет? Нет, если ты слышал? Молодой человек думает, что мы похожи на тех, кто работает по мелкому. Запомните им, дорогой друг, мы делаем открытие минимум на расстоянии 580 миллионов световых лет. А на сегодня у меня все, с вами был TMStudio, смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Вы перестали верить в космос? Тогда мы идем к вам! Всем привет, в эфире ТМС Аналитика. В этом выпуске... Мотоциклисты в космосе, яичная история, совершенно секретно и многое другое. Сегодня мы вновь разберем с вами очередную партию космических новостей. Ну что ж, давайте не будем тянуть и перейдем сразу к первой новости. Рогозин предложил немедленно начать создавать в России новую космическую станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым немедленно начать работу над новой орбитальной станцией. И ряд других проектов, которые ведет сегодня Энергия, в том числе это и новая орбитальная станция. Надо понимать, что Международная космическая станция, ну сколько она еще просуществует? 7, может быть 10 лет. Но все равно существует усталость конструкции и ресурс, заданный ресурс станции, ее модулей. Поэтому Россия, как страна, которая всегда была лидером создания орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции. Ну что же, уважаемые друзья, на наших глазах происходит фактически историческое событие. Станция МКС наверняка будет затоплена ближе к 2030 году в море-океане. Об этом сказал директор Роскокосмоса Дима Барагозин. Видите ли, станция устает и скоро ее конструкции настолько обветшают, что она распадется. И мы, великорусы, можем остаться без станции. Чтобы этого не произошло, нужно строить новую. И работы нужно начинать прямо сейчас. И парадокс в том, что новую станцию Российская Федерация собралась строить самостоятельно, отдельно. Великодержавная, своя собственная станция с блэк-джеком и девицами легкого поведения. И исключительно за счет российских налогоплательщиков. А поэтому пора поднимать налоги. Ну, чтобы хватило этих средств на постройку очередной консервной ненужной банки. Я не зря сделал множество роликов по теме МКС, где целенаправленно показывал всю бессмысленность гигантских трат. Это просто миллиарды долларов ежегодно тратится на эту консервную банку. И показывал, что там вообще ничего путевого не происходит. С нее нет никакого выхлопа. Одни жонглирования, игра на музыкальных инструментах и прочая детская лабуда. Я не побоюсь этого слова. Я думаю, вот это вот начало окончательного разрыва с американцами. Потому что последней каплей для Батутного стал коммерческий запуск корабля SpaceX под названием Crew Dragon с астронавтами на борту. Батутный заплакал, вытер скупую слезу и утопил очередную таксу. Ну, раз уж мы с вами заговорили о запуске Crew Dragon, давайте поговорим немножечко и о зарубежных коллегах наших клоунафтов. Вот экипаж Crew Dragon. Посмотрите внимательно. Это два телепузика. Я не побоюсь этого слова телепузика. Это два квадрата пифагоровых штаны во все стороны равны. В принципе, ну ничем не лучше наших с вами отечественных пузатиков. И один из астронавтов также был в очках. То есть, с плохим зрением. Давайте посмотрим, как выглядят эти футуристичные костюмы, в которых они одеты, как выглядит эталон на манекене и сравним его с астронавтом. Вот посмотрите, эталон на манекене, каким должен быть космонавт-астронавт, подтянутым, поджарым, вот таким вот стройным и как выглядит космонавт в реальности. Вот вам парадокс. Здесь красота, а здесь квадрат стоит, одетый в эту форму непонятную. Я назвал это все-таки мотоциклетной формой. Интересно то, что костюм целиковый, он неразборный. Там не отсоединяются ни сапоги, ни перчатки, ни шлем. А залазают они туда через ширинку. Между ног открывается якобы герметичная молния, так и называется гермомолния. И они туда как червяки залазят внутрь. Перчатки можно расстегнуть, но нельзя их снять. То есть можно расстегнуть рукав и высунуть, знаете, как у пьеро рукава остаются, болтаются они тут, их можно там в кармашек скрыть, но снять их нельзя. Сапоги тоже снять нельзя. Мне очень понравились вот эти вот потуги пропагандистов. Ах, смотрите, какие у них сапоги, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но позвольте, конечно, сама по себе форма выглядит смешно. Ну, она никакой практичности не имеет действительно. Это даже не скафандр. Это как в свое время американцы летали на Луну в прототипах пожарных костюмов. Ну, такой же бред и абсурд. И мало того, этот костюм разработан дизайнерами. Дизайнерами Голливуда, которые делали декорации для фильмов Marvel. Ну, допустим, вот шлем для вот этого костюма проектировал тот же самый дизайнер, который делал шлемы для Тора и для Локи из фильмов Marvel. Ну, вот актеры и актеры. И Илон Маск снимался в фильме «Железный человек 2», если кто не знает. Поэтому тут все очевидно. Это не инженеры делали костюм, а дизайнеры. Поэтому о какой защите может идти речь, когда там все на сплошных молниях. Но давайте немножечко поставим пропагандистов на место. А давайте посмотрим на наш легендарный горбатый скафандр, аварийно-спасательный скафандр под названием «Сокол» разных модификаций. Вот идут наши клоунафты, шагают весело, бодро. И на них надеты сапоги. Если в случае SpaceX это всего лишь имитация сапог, они не съемные, они, да, расстегиваются сбоку, но снять их нельзя, то у нас, посмотрите внимательно на ногу скафандра «Сокол». На ней нет никакого сапога, только белый чулок. А это значит, что наверняка сапоги на скафандре съемные. И действительно, это самые обычные, съемные, но дорогие, кожаные, прошитые и лакированные сапоги. По дизайну чем-то напоминающие обычные армейские кирзачи. Но кто в теме, тот поймет. Представьте себе, что где-то, оказывается, существует целый цех по пошиву этих сапог. Где-то закупается дорогущая кожа, и всем этим работникам платится зарплата. Но смешно-то тут не это, а смешно то, что сапоги, как выяснилось, одноразовые. Чтобы не замарать эти белые чулки, космонавты надевают эти сапоги для того, чтобы просто пешком пройтись до корабля, а потом эти сапоги утилизируются. Не пристало, видимо, нашим супергероям ходить в каких-то лаптях, только в дорогущих кожаных сапогах. А вы знаете, что, оказывается, еще на станции Салют и станции Мир для наших космонавтов шили вот такие вот замечательные лакированные щеблеты. Только непонятно зачем, если они там не ходят. Для чего им такие туфли? Может быть, чечетку плясать? Поэтому, когда пропагандисты смеются в очередной раз, напоминайте им всегда про эту историю. А еще выяснилось, что, оказывается, уже много лет, много лет в новостях появляются заметки, что наши-то разработчики свой собственный аварийно-спасательный скафандр делают с блэк-джеком и девицами легкого поведения, как и будущую станцию будут делать. Но все никак сделать не могут. Все никак не могут они подготовить симметричный ответ против скафандров Илона Маска, чтобы все ахнули нанотехнологии. Вау! Ну что же, здравствуйте. Всем здравствуйте. Вы наверняка задумываетесь, зачем мы вас собрали в столь поздний час на такую неожиданную для многих пресс-конференцию. Дело в том, что эта пресс-конференция должна была состояться еще до того, как американцы запустили свой корабль Crew Dragon. Я, кстати, позвонил уже в НАСА директору Бранденстайну, поздравил его. Позвонил Остапу Илону Маску и его поздравил с запуском батута. Если бы не этот поганый вирус, мы бы показали вам свои разработки гораздо раньше. И уже бы то, что вы видели под так называемым запуском Crew Dragon, показалось бы вам смешным. И их технологии показались бы вам детским лепетом. Сегодня мы хотим вам презентовать серию совершенно новых кораблей, нано-кораблей следующего поколения, легкого, среднего и тяжелого класса, а также представим нано-аварийно-спасательный скафандр будущего. Вы знаете, у американцев есть такая традиция называть все какими-то пафосными именами. Ну, допустим, Супермен, Аквамен. Вот, значит, Илон Маск создал свой костюм и назвал Стармен. Ну, я подумал, у нас же много хороших русских слов. Ну, например, защитник, соратник, пристой... Не тот, значит, там... Ратник. И мы, в общем, сделали скафандр нового поколения и назвали его чисто русским словом. Итак, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я понимаю, сейчас вам надо будет прийти в себя, осознать, что это просто какие-то немыслимые технологии, технологии далекого будущего, но мы ими обладаем. Также я хочу вам сказать, что многого, к сожалению, мы вам не смогли показать в презентации по причине секретности. Также вы наверняка заметили, что в презентации были корабли легкого, среднего и тяжелого класса, но не было сверхтяжа. На самом деле, на самом деле такой корабль. На самом деле такой корабль у нас есть. Он из этой же серии, и название ему Рига-60. Однако этот корабль настолько секретный, что мы не можем показать вам даже его внешний вид. И еще один момент, это сенсация, предупреждаю, мировая сенсация. Данный корабль отправился в далекое космическое путешествие за пределы системы Земля-Луна. И, внимание, этот корабль с человеком на борту. Но по причине секретности мы не можем вам показать даже имя и лицо этого пилота. Переходим к следующей новости. Российские ученые планируют отправить на МКС перепелинные яйца. Инкубатор с перепелинными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году. Рассказал в интервью заместитель директора по науке Института медика биологических проблем РАН Владимир Сычев. Вы знаете, я давно перестал удивляться подобным новостям. Что только на МКС не делали. И пшеницу впервые раза три выращивали. И салат впервые в истории раз семь выращивали. И вот ученые хотят отправить туда перепелинные яйца. Видите ли, они хотят посмотреть, как эти яйца будут там себя вести. Как эмбрионы внутри них будут развиваться. А потом, как после вылупления птенцы будут вести себя в условиях невесомости. Вот такая вот новость. Но извините, на сайте Роскосмоса еще от 2010 года новость, где черным по белому сказано, что на станции МИР проводились точно такие же опыты с точно такими же перепелинными яйцами. И яйца там находились, эмбрионы развивались, птенцы вылуплялись и за ними смотрели, как они ведут себя в невесомости. И вот перепелинные яйца попадают в очередной рейтинг впервые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Федор Юрчихин говорил о том, что на МКС выращивали птенцов. Ну и чтобы не быть голословным, посмотрите сюжет со станции МИР. 1990 год. Уникальный эксперимент в космосе. Кицефабрика на станции МИР. На орбите вылупился перепеленок, первое высокоорганизованное существо, появившееся в невесомости. Новый космический житель массой всего в 6 граммов. За первым птенцом появился другой, третий. В космосе мало родится, сложнее приспособиться к особым условиям. Но и эта задача, по мнению специалистов, решаема. Если создать в специальных клетках микрогравитацию, то вопрос питания космонавтов в дальних полетах можно считать закрытым. Вы знаете, я как-то нашел журнал «Техника молодежи» за 1980 какой-то год, где была статья, что на станции «Салют» космонавты впервые вырастили горох, пшеницу, помидоры и другие культуры. А сегодня нам все это подают под соусом впервые. Альфа-33-Омега, ответь Земле. Альфа-33-Омега, ответь Земле. Альфа-33-Омега, ответь Земле. На связи! А чё, уже всё можно говорить, да? Здравствуйте, господин космонавт. Как там наши перепелиные яички поживают? Как подзаводится эксперимент? Нормально, нет? Эксперименты проводятся нормально. Но вы только знаете что? По-моему, он скоро подойдёт к концу. Да-да-да, то есть, как так скоро закончится эксперимент? Мы-мы-мы-мы-мы-мы, мы за вам целую упаковку большую прислали с инкубатором, чтобы вы вебили перепелов? Как так? Не, ну вы учёные, конечно, люди ещё с тем прибабахом. Вы вообще станцию нашу видели, нет, когда-нибудь? Да, половину разбили, половину потеряли Там, летаем, ищем эти яйца Проводов-то сколько не видели, что ли, в этой станции? Ей-богу, как дети какие-то маленькие Так что в ближайшее время ждем от вас новой партии И побыстрее, попрошу вас Эксперимент не должен останавливаться, да Ну, все, некогда, надо эксперимент продолжать Конец связи, все Следующая новость Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и Роскосмоса Закупки Росгвардии, ФСО и Роскосмоса должны проводиться в закрытой электронной форме По аналогии с закупками Минобороны Такие поправки в законодательство предложил Минфин В числе ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках Могут появиться Росгвардии, ФСО и Роскосмос Такое предложение появилось в доработанном законопроекте Минфина В рамках реформы контрактной системы Текст обновленного документа опубликовала пресс-служба ведомства Эта новость говорит сама за себя Тут обсуждать даже в принципе и нечего Я удивлялся, почему они давно этого не сделали Почему не огородились от налогоплательщиков, которые тратят свои кровные налоги на эту станцию И чтобы огородить их от таких вот цифр гигантских, чтобы люди не падали с сердечным приступом, в обморок Надо было давно это все засекретить Ну вот они это и сделали Платите налоги Нечего вам знать, куда эти деньги уходят Да-да Заходите Что там у вас? Давайте сюда Вот-вот-вот Ну что, опять пришли денег просить? Ну давайте прочитаем Запрос денежных средств для неотложных нужд космонавтов на МКС Ну давайте Закупка гироскопа для опытов с вращением Ну хорошо Закупка пустых коробок для жонглирования Закупка пылесоса для полетных испытаний Закупка органа Орган Музыкальный инструмент такой Ага! Ну я уж подумал Закупка органа для музыкального эксперимента Закупка флейт, губных гармошек, волынок Закупка бильярдного стола и принадлежности Ну это вещь, конечно, нужная Закупка рулетки, игровых автоматов Закупка и доставка женщин легкого поведения Закупка контрацептивов и гелей Закупка семечек и газет Закупка очков и слуховых аппаратов И закупка емкостей для хранения вставных челюстей Планируемые расходы 5 триллионов рублей Да вы что, совсем что ли? 5 триллионов? Да тут минимум 10 надо! У меня вилла Не достроена В Испании Если говорить по правде То мы и так уже обнаглели 5 триллионов-то на такую чушь А если журналисты на госзакупках Все это прошнырят, посмотрят Вы знаете, они как цепляются Потом ролики снимать начинают И так вот как-то надо что-то делать Думаешь, заметят, да? Но эти-то журналисты и люди Они пакостные, все вынюхивают А давай-ка мы засекретим Закупки Роскосмоса Ну а теперь два небольших бонуса К этим новостям Совсем недавно молодой и неопытный Космонавт Иван Вагнер Который впервые полетел в космос Давал интервью прямо с борта МКС Где выдал просто М-м-м-м-м Перл, как говорится Устами младенца глаголит истина Мне кажется, надо учиться у детей. Моей дочке 5 лет. И когда я ей сказал, что так случилось, что я полечу на полгода в космос, вот совсем скоро, она спросила меня с абсолютно позитивным настроем. Значит, у нас скоро появятся рыбки. Ребенок как-то связал полет с тем, что у нее появится аквариум с рыбками. И для нее это была абсолютно позитивная новость. Я думаю, надо учиться у детей воспринимать любые новости позитивно. Челябинский вагоностроительный завод, который является дочерним предприятием Роскосмоса, будет выпускать совершенно необходимую всем продукцию. Лифты с голосом Юрия Гагарина. Нажимаешь кнопку, он тебе говорит, поехали! На предприятии надеются, что их лифты станут просто мега популярными. Они планируют выпускать до 5000 лифтов в год. Ведь это просто что-то невероятное. Жидкокристаллический дисплей. При нажатии на кнопку говорит Гагарин, поехали! А во время поездки играет космическая музыка. Внутри этот лифт выглядит как бомжатник из 80-х годов. Вот это инновация, вот это симметричный ответ Илону Маску. Вот это Роскосмос. Так держать только вперед. И такие лифты в американских домах стояли еще в 90-х годах. А на сегодня у меня все. С вами был TM Studio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. А что уж лифты с голосом Гагарина. Почему бы не сделать устройство для спуска гробов под землю. Поехали! Всем привет! В эфире ТМС Аналитика. И сегодня мы вместе с вами поговорим про МКС. В этом выпуске... Космический кинофильм, скоростное уклонение и орбитальные задержки. Сегодня я для вас приготовил три темы для обсуждений. Ну что же, давайте не будем тянуть и перейдем к первой теме. На мой взгляд, самый интересный. Итак, Госкорпорация Роскосмос, Первый канал и студия Yellow Black & White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов». Режиссер картины Клим Шипенко, который снял фильмы «Салют 7» и «Холоп». Генеральными продюсерами масштабного кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титенков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Тротюк. Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». В настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма, сценарий, технические возможности съемок и актерский состав. Главный герой картины, который полетит на МКС и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса. Название фильма пока не утверждено. Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта. Ну что же, вот такая вот новость, которая в дальнейшем получила продолжение, о котором поговорим немножко позже. Итак, наши отечественные киноделы решили снять первый в истории фильм в космосе, полететь на МКС и заснять какую-то там крупномасштабную картину блокбастер. Что же из этого выйдет? Учитывая, что продюсерами выступает Константин Эрнст и Дмитрий Рогозин, можно ожидать очередного обзора от BadComedian. Но если серьезно, давайте теперь перейдем к такой теме, как... А почему именно взяли режиссера, который снимал Салют-7? Да дело в том, что он уже отлично знает, как работать с тросами, отлично знает, как работать со спецэффектами, как добавлять какие-то крутые, если в современном сленге говорить, фишки. То есть, именно взяли того режиссера, чтобы взять и сказать, что а мы летали на МКС. Теперь о технических сложностях. Вот представьте, когда вы видите на экранах хороший, качественный фильм, допустим, голливудский, вы должны понимать, что это большая, колоссальная работа. Во-первых, режиссерская постановка. Во-вторых, актерская игра. В-третьих, что самое главное в фильме? А я вам скажу, это освещение и звук. Если звук можно сделать путем последующего дубляжа в студии, то освещение и самое еще главное, вот самое главное помимо звука и освещения, это, конечно же, профессиональная операторская работа и хорошая кинокамера. Как вы себе представляете съемки фильма в невесомости на космической станции? Сейчас мы будем рассматривать с вами только официальную позицию, что действительно существует станция и что туда собираются полететь актеры. Но самое интересное, оказывается, полетит туда актер и его дублер. У меня вопрос, а зачем дублер? Что там такого будет делать этот дублер, что не может сделать актер, который туда полетит? И мало того, оказывается, оказывается, что самое интересное, актер-то не профессиональный туда полетит, а его будут в конкурсе выбирать. Вы понимаете? То есть, ну какой из этого может получиться фильм? Почему вообще возникла вот эта идея у Роскокосмоса, Димы Барагозина и Эрнста? Дело в том, что очень легко распилить бюджет, большой бюджет денежный будет выделен, доставка очень дорогая, якобы съемки, первый космический фильм, пиар, люди идут в кинотеатры по своей глупости, на первых же секундах уходят, но в кассу они деньги уже занесли. Оказывается, это свой собственный фильм с Блэк Джеком и... Как говорил незабвенный герой мультсериала Футурама Бендер. Дело в том, что в мае, еще в мае, директор НАСА Джим Бранденстайн объявил о том, что Том Круз полетит на космическую станцию, где будет снят первый в мире американский фильм в космосе. Том Круз и режиссер. То есть полетит вместе с Томом Крузом режиссер, и там они будут снимать фильм. Опять-таки, так как я уже сказал, что невозможно снять хорошую картинку без качественной операторской работы, без стабилизаторов, без режиссера, без постановщиков, без гримеров, что самое главное, без освещения. Поэтому это будет просто какой-то ужас. И если мы в кинотеатрах увидим в последующем замечательную, красивую картинку, стабильную, значит, не дрожащую такую вот на экране сцену, да, фильма, значит, это было снято в павильоне, однозначно. И все, что нам говорят, это глупость. Так вот, нам надо свой собственный фильм снять, успеть, пока туда не полетели проклятые американцы. И вот эта новость получила такое продолжение. Итак, первый канал, оказывается, в октябре начнет кастинг на роль героя фильма, съемки которого пройдут на МКС. Принять участие в отборе может любой гражданин Российской Федерации. То есть, вы представляете себе картину, где главный герой фильма, который полетит в космос, вообще не понимает, что такое актерское мастерство. То есть, это вообще настолько абсурдный, просто какой-то казус, который я просто даже не могу объяснить. Но тем не менее, уже через неделю, в октябре, первый канал начнет всероссийский кастинг исполнителя главной роли. По информации телеканала, принять участие в отборе может любой гражданин Российской Федерации. Всем желающим нужно будет пройти отсев летной космической подготовки в Роскосмосе и обучение в школе космонавтов. Отмечается, что осенью 2021 года на МКС отправится американский корабль Crew Dragon, который доставят на станцию режиссера Дага Лаймана и актера Тома Круза. Также для съемок фильма. Как считает глава Первого канала Константин Эрнст, «Будет интересно, если обе съемочные группы окажутся на МКС в одно время. Мы находимся в классическом российско-американском соревновании за первенство в космосе. Это было много раз, но надеемся, что и в этом случае удача от нас не отвернется», сказал Эрнст. В свою очередь режиссер будущего фильма Клим Шипенко признался, что хотел бы полететь на МКС для съемок фильма. «Я на земле-то уже снимал», – пошутил он. Итак, что же происходит? Чем дальше в лес, тем абсурднее новости. У меня есть на этот счет своя теория, почему сейчас с этим МКС такая шумиха, такой пиар, снимают фильмы. Дело в том, что подходит, скорее всего, конец эпохи этой станции. И у меня есть такое теоретическое обоснование. Итак, помимо того, что там будут снимать фильмы, как оказалось, американская компания Space Hero Incorporated работает над новым реалити-шоу, победитель которого получит в качестве главного приза поездку на Международную космическую станцию, что станет еще одним способом использования частных космических кораблей SpaceX и Boeing. Шоу будет называться Space Hero, то есть «Космический герой», а принять в нем участие смогут не только американцы, но и граждане любой другой страны. Дерзайте, уважаемые подписчики! В ходе реалити-шоу его участники будут проходить подготовку к космическим полетам. Ничего не напоминает слова Эрнста, откуда он их взял, да? Но только этим Space Hero не ограничится. Победители будут отправляться на 10 дней на МКС, где съемки продолжатся. То есть, такой космический сериал, такой ситком, где еще было бы очень интересно, когда, если отправится туда вот этот победитель конкурса, когда он будет кувыркаться, чтобы был закадровый смех. Как в американских тупых фильмах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну и в наших тоже современных, типа вот, сериалов на ТНТ, либо СТС, да? И здесь тоже не все. Смотрите, да? Какая-то вот идет цепная реакция. Реалити-шоу на МКС, съемки первого фильма на МКС. Но чем же ответит Роскосмос на все это? Вот американцы решили реалити-шоу свое сделать. Решили, значит, супер-блокбастера с Томом Крузом запилить, что называется. Наши, конечно же, сделали ответку, мы свой собственный фильм снимем. И помимо этого, Роскосмос с партнером планирует запустить телеканал Первый Космический. Госкорпорация Роскосмос планирует в ближайшие месяцы вместе с одним из ведущих российских спутниковых вещателей запустить телеканал Первый Космический. Сообщает ТАСС. Предполагается, что канал, в частности, будет транслировать материалы о космосе и научных экспериментах. Руководством Госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название Первый Космический. В эфире телеканала будут представлены эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы. Канал в перспективе может выйти на круглосуточную работу, сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, в текущее время переговоры по проекту находятся на финальной стадии. Идет подбор сотрудников. Партнера Роскосмоса по проекту собеседник агентства называть не стал. Итак, то есть смотрите, как я уже говорил, они понимают, что перестают верить в космос, перестают верить в космические программы, в какое-то освоение дальнего космоса. Марс, Луна, надо что-то делать. И вот за наш счет, за государственный бюджет, Дима Барагозин, Роскокосмос, Первый канал будут пилить очень большие бюджетные деньги. Сначала они создадут ненужный никому телеканал, где будут в круглосуточном режиме в последующем, как нам говорят, зомбировать людей, показывая всякие звездочки, шарики в космическом пространстве. И говорить о том, какое величие у Роскокосмоса и какие успехи они достигли в борьбе за этот космос, так называемый. Сколько уйдет на фильм? Вы знаете, какие колоссальные суммы уйдут только на доставку, оборудование, актеров. Представляете, риск актеров, страховка. Ладно, там американский бюджет пострадает, потому что актер именитый Том Круз, который сам в основном исполняет свои трюки для фильмов. Миссия невыполнима, да. А тут наш полетит какой-то неизвестный ноунейм, которого выберут якобы при помощи открытого конкурса. Он никакого актерского мастерства. Что за фильм получится? Знаете, это как типа получится какой-нибудь дряной малобюджетный фильм, как «Зеленый слоник» или какая-нибудь школа. Вот такой вот просто «Врача, врача, помогите!» Это просто абсурдно. И вопрос-то в следующем. Я задам его немножко попозже, когда мы поговорим, что еще, какую ответку дал «Роскокосмос». На этом тоже не ограничилось. Да, американцы реалити-шоу запускают, да, они свой фильм, да, наш «Роскосмос» отвечает своим фильмам и запускам телеканала, но они решили, что этого мало, мало бюджетных денег. И они создают приложение для телефонов под названием «Роскосмос», для айфонов на iOS и для телефонов на системе Android. Колоссальные деньги, бюджетные деньги, которые вообще никому не нужны. Но кто из вас вообще знает про приложение «Роскосмос» на телефонах? Кому вообще это надо? Для чего? Но, тем не менее, это происходит. Американцы на этом не останавливаются. И, значит, компания, одна из компаний решает сделать следующий трюк. А снимем-ка мы рекламу в космосе. И вот компания косметики под названием «Эсти Лаудер» отправляет на МКС свою продукцию. Сейчас я напомню, что мы говорим только про официальную позицию, что все существует, что все это отправляется, что это действительно в космосе. Так вот, в партнерстве с НАСА бренд отправил в космос 10 флаконов сыворотки, вот своей какой-то косметической, да. Доставка этих 10 флаконов обошлась в 128 тысяч долларов. Это какие-то флаконы, это не человека отправить. А, значит, в американском, оказывается, законодательстве есть такая штука, что космонавтам запрещено сниматься в рекламе. То есть им запрещено сниматься, и космонавты поэтому снимут тюбики вот эти отдельно, снимут видео, снимут, значит, фотографии. И 4 часа работы одного космонавта, значит, их клоунафта, да, НАСА оценило в 17 с половиной тысяч долларов в час. За 4 часа посчитайте сами, да, 17 с половиной умножить на 4. То есть, смотрите, реклама на МКС, реалити-шоу на МКС, съемки фильмов на МКС. Что вообще такое происходит? Такого не было просто миллион лет, да. Но вдруг это начинает вот на наших глазах, как вот грибы расти вот эти новости. Вопрос в следующем. Теперь возвращаемся к продюсированию. То есть, продюсированием нашего фильма займется, помимо Эрнста, Дима Барагозин. Вопрос. Откуда у государственного чиновника деньги на продюсирование фильма? Откуда? В государственный бюджет. Учитывая то, что за последние два года в Роскосмосе выявлено 22 нарушения. 22 уголовных дела было заведено. Нарушения повсюду. И на строительстве космодрома Восточной, и на всяких предприятиях дочерних Роскосмоса. Ну, я вот зачитаю вам одну интересную такую вот выдержку из этих дел. Просто покажет всю вот эту безалаберность, и что происходит вообще в Роскосмосе и на предприятиях. Вот, допустим, следствие идет в отношении бывшего руководителя корпорации, стратегические пункты управления Владимира Полянского. Эта структура Роскосмоса выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки по созданию наземного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах. Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 миллиардов рублей. В результате Полянский начислил и выплатил себе премию в размере около 20 миллионов рублей. Но что самое интересное, оказывается, до этого в 2019 году в отношении того же Полянского уже возбуждалось уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Топ-менеджер, возглавлявший корпорацию до 2019 года, обвинялся в незаконной выплате себе золотого парашюта в размере 4,8 миллионов рублей. Полянский вину признал и возместил ущерб. Замоскворецкий районный суд прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. То есть суд прекратил уголовное дело, он остался там работать, а в последующем он подделал документы, сделал фиктивные документы на заказ более 2 миллиардов рублей и выплатил себе еще 20 миллионов рублей. Это только вот один случай, который был раскрыт самим же Роскосмосом. А представьте масштаб коррупции, который происходит там повсеместно. Теперь вопрос. Госкорпорация терпит убытки. Американцы отказываются от сотрудничества. Недавно там Арабские Эмираты отказались от сотрудничества. Все. Полностью сплошные убытки. Деньги взять неоткуда. Коррупция, воровство. При этом сам Барагозин, Дима, продюсирует фильм. На какие деньги? Откуда? Делайте выводы сами. Идем дальше. Это еще не все. А теперь к вопросу о рекламе. Почему у меня такая теория, что подходит конец эпохи? Вот подбираемся к самому главному. В газете Коммерсант, выпуск 25, от 98 года рассказывалось о рекламе на станции Мир. Оказывается, в 96 году на станцию Мир был доставлен макет, большой макет надувной банки Пепси-Кола. И наши космонавты его там рекламировали, эту Пепси-Колу. Большую банку они вытаскивали якобы в открытый космос. И показывали ее всем. За это наша корпорация, тогда главкосмос, получила хорошие деньги. Очень большие деньги. Практически 600 тысяч долларов по тем деньгам. Это 96 год. Представьте себе сами. Есть даже ролик. Вот сейчас вы видите на экране фрагменты, где наши космонавты, тогда еще на станции Мир, показывают вот этот надувной макет банки. Но меня поразило в этом ролике, знаете что? Комментарии диктора, которые у них спрашивают. Посмотрите сами. А верхом на ней не ездили на этой банке надувной? То есть, то, что сейчас катается на пылесосах, это наследие 96 года. Внимание на экран. Вот такие вот космические ездаки были и тогда. Правда, тогда космонавты, видимо, постеснялись и сказали, что не катались на этой банке. Хотя, наверное, за кадром катались. Последняя реклама была в 98 году. В 97 году ее сделали. А в 98-м показали. На станции Мир рекламировали израильское молоко. Есть тоже ролик. Посмотрите внимательно на ролик. Я покажу несколько фрагментов, чтобы такая вот ностальгия всплыла. А потом все-таки сделаем выводы, почему я считаю, что это конец МКС. МКС. Василий, наконец-то! Я поднялся, я поднялся. Что сделать для вас? Чего вам хочется? Молоко в космос? Но ты загнул. Итак, перед самым затоплением станции Мир она была нерентабельна. Ничего там больше не делалось. Все, что можно было, было уже там проведено. Всякие опыты. Она уже начала сыпаться, разваливаться. И тогда финансирование стало постепенно сокращаться на станцию. И действительно выкручивались как могли и заказывали рекламу крупных брендов. Рекламировали всякие там батончики. Кто помнит конец эпохи Советского Союза, начало 90-х годов. Тогда действительно были всякие рекламы интересные. В том числе и космонавты рекламировали всякую ерунду. И даже, по-моему, какие-то наши космонавты в каком-то из интервью об этом рассказывали. То есть, смотрите, если сейчас конкретно реалити-шоу, какие-то рекламы, какие-то фильмы. Это говорит о том, что, скорее всего, конец станции. И в ближайшее время, в 21-22 году, наверное, надо ждать затопления наконец-таки этой консервной банки. Конец эпохи МКС. Это моя теория. Я думаю, она обоснована. Потому что, что было в конце 90-х годов перед самым затоплением мира. Что происходит сейчас. Тем более, уже поговаривали, что пора строить бы и новую космическую станцию. И желательно, своими усилиями. Во всяком случае, об этом говорил Дима Барагозин. Намекая на то, что людям придется раскошелиться на станцию. И для этого придется, наверное, создать какие-то новые налоги. Переходим к следующей новости. Это тоже одна из свежих новостей. Буквально недавно МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом. Международная космическая станция МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом в космосе. Ну, то есть, оказывается, с космическим мусором. Маневр завершен. Астронавты выходят из безопасного убежища. Написал директор НАСА Джим Бранденстайн. В твиттер-аккаунте самой МКС также ничего не угрожает. В общем, уклонилась станция, все нормально от космического мусора. Как в последующем выяснилось, этим космическим мусором оказался фрагмент какой-то там японской ракеты. А теперь давайте поговорим вот о чем. Меня всегда интересовал этот вопрос, и я уже много раз намекал насчет того, почему я в это не верю, но люди многие не поняли. Есть у меня такой ролик «Скорость МКС. Задумайтесь», где я рассказывал, что МКС летает со скоростью 7 раз превышающей, фактически 7,5 раз превышающей скорость полета пули. Теперь давайте все-таки я вам подробнее объясню, что это такое, и вы просто послушайте и вникните, что я хочу вам донести. Официальная статистика нам говорит, что МКС летит со скоростью приблизительно 28 тысяч километров в час. Но мы не будем брать такую большую сумму, мы возьмем такое, знаете, усредненное значение, которое используется везде. Это 27 тысяч 700 километров в час. Для того, чтобы нам было удобнее, переведем в метры в секунду. И получится 7694 метра в секунду. Теперь смотрите. Допустим, летит МКС по орбите. Опять-таки, напоминаю еще раз, официальная позиция. Земля шарообразная, она вращается, МКС летает вокруг Земли. МКС летит вокруг Земли со скоростью 7694 метров в секунду. Представим, что где-то взорвалась ракета и осколки. Полетели с большой скоростью. И не будем брать, что скорость бешеная. Допустим, у осколков будет точно такая же скорость. 7694 метров в секунду. Но они летят навстречу МКС. То есть, МКС летит, допустим, с запада на восток. А мусор летит приблизительно, это сейчас утрировано, навстречу этой станции. По закону сложения скоростей, движущиеся объекты друг к другу, имеющие скорость. Эти скорости суммируются. Итак, представьте себе эту страшенную скорость. Для чего я вам сейчас это объясняю? То есть, смотрите, да, представьте, насколько быстро летит пуля. В 7,5 раз медленнее, чем МКС. Теперь, смотрите, мусор летит навстречу, скорости суммируются. И получается, два объекта движутся друг к другу на скорости 15388 метров в секунду. Что в 15,5 раз фактически быстрее скорости пули. Этот мусор может быть самым мелким. Вы знаете последствия, что происходит, когда маленькие осколки врезаются на такой большой скорости. Это гигантские просто воронки в металлических деталях, в частности, в алюминиевых. Я показывал уже неоднократно, еще раз покажу сейчас вам на экране. Представьте, вот этот маленький осколок, который с такой бешеной скоростью врезается в станцию. А нам говорят, МКС уклонилась успешно от этой частицы, от этого мусора. Как успели среагировать? Как определили? Почему это вообще невозможно? Давайте с вами разберемся. Да, все очень просто. Для того, чтобы нам понять, давайте переведем метры в секунду все-таки вот эти в махи. В самые наши любимые махи. В махах измеряют скорость гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет. Один мах – это приблизительно одна скорость звука в атмосфере, в воздушном пространстве. Ну, вот теперь давайте приплюсуем все это. Переводим 15388 метров в секунду в махи и получаем 45 махов. 45 махов. Напоминаю, что это практически 45 скоростей звука. На сегодняшний день не существует ни одного радара, ни одного локатора, ни одного, значит, противозенитного комплекса, да, противовоздушной обороны, который бы мог сбить и вообще определить цель на такой скорости. Самый современный комплекс С-500 может, значит, определять и сбивать цель, которая летит со скоростью 7 километров в секунду. Если перевести на махи, это всего лишь 20 махов. Столкновение с МКС – 45 махов. Вопрос! Вопрос очень простой. При помощи какого оборудования? Вообще, вот увидели они, что летит мусор с такой скорости? При помощи какого локатора? При помощи чего? Это фантастические рассказы, это ложь, это просто глупость, в которую верят люди, которые просто, ну, даже не хотят вот мыслить критически, которые не берут и не проверяют. Поэтому нету такого оборудования, которое смогло бы засечь цель, которая движется со скоростью фактически 45 махов. Это раз. Во-вторых, цель, мусор маленький, ее невозможно определить ни одним локатором и радаром. А уж говорить о том, что станция каким-то чудом уклонилась от этого мусора, по меньшей мере смешно. Вот эти вот рассуждения, соображения дают четко и ясно понять, вот как раз-таки вот на этом они и прогорают, на вот этой лжи. Потому что это просто сумасшествие. Невозможно уклониться на таких скоростях от мельчайшей детальки, потому что ее ни один фиксирующий прибор просто заметить не сможет. И если бы на орбите земли шарообразной, так называемой, постоянно летал бы какой-нибудь мусор, эта станция превратилась бы в решето. Именно поэтому я и говорю, что если там летает болванка, она пустая, она вся как терка в дребезге в дырках, как барабан от стиральной машины в дырках весь в дребезге этот корпус, макет, а людей там быть не может. Это просто физически невозможно. Есть еще одно вранье, которое уже на протяжении многих лет поддерживается. Это как раз-таки следующая новость. Переходим к ней. Следующая новость, она затерта до дыры, но тем не менее об этом надо говорить. Людям надо об этом рассказывать, показывать, чтобы они понимали, как на протяжении многих-многих лет им просто врут, откровенно врут. Речь пойдет, конечно же, о прямых трансляциях со станции. Когда люди, находящиеся на Земле, задают вопросы к космонавтам в прямом эфире, и они на них отвечают. И как нам обосновывают то, что они находятся на станции и летят со скоростью в 7,5 раз превышающей скорость полета пули. Конечно же, колоссальная задержка. Задержка бывает 4-5, а то и наглее до такой степени врут, что и 6 секунд. Есть совсем свежий пример с космонавтами, которые находятся там прямо сейчас, один из которых уже становится моим любимым, это Иван Вагнер. Посмотрите, какая там задержка. Заврались в конец. Приветствую, уважаемые космонавты. Скажите, применялись ли на практике данные, полученные в ходе недавних экспериментов? Уважаемые космонавты, сегодня мы также говорили об эксперименте по 3D-печати биологических тканей. Не могли бы вы рассказать нам об этом эксперименте, который проводится сегодня на МКС? Как вы могли видеть, это 5-6 секунд задержки в 21 веке, когда я сижу дома, у меня скорость интернета 10 мегабит в секунду, и я без всяких задержек разговариваю с людьми по видеосвязи, которые находятся черт знает где от меня. Это тысячи, десятки тысяч километров. Он со мной говорит, я тут же ему отвечаю, он слышит мгновенно мой ответ. Задержка, если есть, то просто нано какие-то секунды. А до МКС 400 километров. И нам говорят 6 секунд задержки. Это они в каменном веке сейчас живут или где? Так вратят бессовестно, просто уже даже не смешно. Почему я об этом говорю? В 2019 году нам сообщили, что НАСА провело на американский сегмент свой собственный самый высокоскоростной интернет. 600 мегабит в секунду. 600 мегабит в секунду. С 2019 года у них есть связь с Землей. Для того, чтобы связь осуществлялась, американцы якобы запустили спутники-ретрансляторы, чтобы обеспечить круглосуточную связь на скорости 600 мегабит в секунду. Тогда наши сказали, ах так, мы сделаем свой собственный интернет, как опять-таки говорил герой Бендер в сериале Футурама. И наши сказали, что мы проведем в российский сегмент свой интернет, правда пославше, 180 мегабит в секунду. И вот буквально в августе появляется новость о том, что интернет проведен, протестирован, скорость стабильная, запущены российские спутники-ретрансляторы под названием Луч, которые обеспечивают фактически круглосуточную связь непрерывную станции с Землей на скорости 180 мегабит в секунду. Вопрос, откуда задержки в 6 секунд? Это просто заврались в край, никаких задержек на таких скоростях быть не может. Еще раз говорю, я нахожусь на Земле, расстояние между городами колоссальное, тысячи километров, при этом у меня 10 мегабит скорости, я разговариваю без задержек. Со станции связь обеспечивается круглосуточно при помощи якобы спутников-ретрансляторов на скорости 180-600 мегабит в секунду, и у них задержки по 6 секунд, по 5-6 секунд. Это уже даже не то, что глупо, это просто уже невыносимо, это ложь, которую пора прекращать. Люди технари, куда вы смотрите, проверяйте, смотрите, это простая информация, простая математика, такие скорости немыслимые, такие немыслимые, значит, задержки, которые нам показывают. И картинка главная какая, посмотрите, как будто бы эпоха видеокассет, ВХС, это конец 80-х, начало 90-х годов. Это смешно, очень смешно. Сегодня нам показывать такие картинки, такие задержки. Поэтому, Роскосмос, прекращайте врать, Дима Барагозин, forever, конечно же, но надо знать и честь, и совесть. На сегодня у меня все, с вами был TMStudio, смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Буквально на днях я узнал, что космонавты стали вести свои аккаунты еще и в соцсети ТикТок. Оказывается, не только обязали вести в крупных таких соцсетях, как Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, но еще и в ТикТок они залезли. Кругом они проникли, эти космонавты. Всем привет, в эфире ТМС Аналитика. Что самое интересное, эта рубрика существует уже очень длительное время, но сегодня всего лишь 30 выпуск. Круглая дата, поэтому давайте ее отметим очень хорошим материалом в этом выпуске. Вы знаете, я долго думал, как записывать этот ролик, потому что серьезным лицом читать эти новости, которые вы сейчас услышите, невозможно. И первоначальный вариант был очень таким нецензурным. Вот посмотрите на экран. Буквально на днях пришло подтверждение того, что Роскосмос однозначно смотрит мои ролики и потом заставляет космонавтов оправдываться перед людьми. 25 сентября вышел 29 выпуск ТМС Аналитики, в котором я рассказывал о том, что МКС на таких сумасшедших скоростях не может просто уклоняться от космического мусора. И вот, не прошло и суток, 26 сентября, на своей странице ВКонтакте, космонавт Иван Вагнер, который сейчас якобы находится на МКС, выпускает следующий пост, в котором он оправдывается перед людьми, мол, вы слышали, что МКС недавно уклонилась от мусора, давайте я вам сейчас все расскажу. Почему это оправдание? Если вы посмотрите внимательно на страницу Ивана Вагнера, то поймете, что он в основном публикует всякую ерунду, фотографии, какие-то загадки для своих подписчиков. А тут, с того ни с сего, я показал про МКС и тут же он рассказал про МКС. Я замечаю это уже неоднократно, но теперь я окончательно убедился, что это именно так. Итак, ну как вы думаете, он оправдался перед людьми? Почему МКС уклоняется на таких скоростях от космического мусора? Я глубоко сомневаюсь, что эту страницу ведет сам Иван Вагнер, но от его имени пишут просто глупую чушь. А если это пишет сам Иван Вагнер, то я тебя поздравляю, тебя Роскосмос подставил. Оправдание выглядит следующим образом. Итак, еще раз напоминаю всем, что сегодня мы опять-таки рассматриваем позицию, официальную позицию, в которой Земля шарообразная и вращается. Ну что ж, читаю от имени Ивана Вагнера. Во вторник, как вы уже слышали, МКС выполнила экстренный маневр уклонения от космического мусора. Расскажу об этом подробнее. Есть специальные наземные службы, которые отслеживают объекты на орбите Земли размером до 10 сантиметров. Я подчеркиваю, до 10 сантиметров. Они рассчитывают орбиты и прогнозируют вероятность столкновения. Если вероятность попадания в область вокруг станции с размерами плюс-минус 2 километра по высоте и плюс-минус 25 километров по ширине и длине превышает 0,001 красный порог, то выполняется маневр уклонения. На полном серьезе Иван Вагнер, который рискует стать очередным моим любимым космонавтом, дальше вы поймете почему, нам рассказывает, что существуют некие мифические наземные службы, которые могут отслеживать на всей орбите шарообразной Земли объекты размером до 10 сантиметров. Могут предсказывать их траекторию и сообщать на МКС уклоняться или нет, включать ли там двигатели на Союзах, переходить ли куда-нибудь выше или ниже. Это настолько смешно, потому что в прошлом выпуске я говорил, что не существует таких просто никаких радаров, которые могут засечь столь мелкие объекты, которые летают на высоких скоростях, нету такой техники. А у Ивана Вагнера существуют такие наземные службы, наземные службы, которые не могут предсказать падение метеорита. Вспомните историю с Челябинским метеоритом, который якобы упал. И тогда нам сказали, ой, а мы не заметили, что он падает. А почему же, если у вас есть такие службы, которые могут аж до 10 сантиметров объекты отслеживать, не предсказали метеорит. Вы не можете знать, когда вражеские самолеты летят на чужую территорию. Вы их только видите, когда они пересекают границу. А до этого где вы были? А тут вы рассказываете нам об объектах до 10 сантиметров, которые можете отслеживать. А теперь вопрос. А если объект размером меньше 10 сантиметров, то все, конец, вы не можете ничего видеть. А как правило, самый мелкий объект, они как раз таки и вызывают самые большие повреждения. Поэтому не смешите людей. И тут вы, конечно же, очень сильно сглупили, выдав такое глупое оправдание. Но на этом они не остановились. Потому что, знаете, как они прячутся от осколков? Оказывается, они просто переходят, открывают люки Союза, переходят туда и сидят на время столкновения. И ждут отстыковываться, либо переждать, пока осколки там все изрешитят. Такое ощущение, что корабль Союз это некий бронированный бункер с толщиной стенок несколько метров. И никакие осколки там не страшны. Я вас умоляю, это такая же консервная банка. Не смешите людей. Ну а теперь все-таки вернемся к тому моменту, когда я сказал, что Иван Вагнер рискует стать моим любимым космонавтом. Наряду вместе с Михаилом Корниенко и Робином Бобином. Помните, я рассказывал о том, что как-то Иван Вагнер опубликовал очередной пост, в котором показал инсталляцию плоской земли, стоящую на трех слонах, которые стоят на черепахе. И тогда я задался вопросом, а что там делает эта инсталляция? И вот, один из подписчиков, который, конечно же, пожелал остаться инкогнито, сделал официальный запрос в Роскосмос. И пришел ответ. Этот ответ я позже опубликую даже в своем сообществе ВКонтакте, чтобы все посмеялись. Запрос следующего содержания. Орфография, пунктуация, оставленная в оригинале. Авторская. Зачитываю. Итак, запрос в Роскосмос. Здравствуйте. Не так давно один из космонавтов, Иван Вагнер, выложил фото с МКС с изображением Земли и какой-то инсталляцией в виде плоской земли на слонах и черепахе. Ладно, что там на МКС есть пылесосы, гитары, мечи и тому подобные предметы. Но зачем эта инсталляция нужна космонавтам в космосе? Какое научное значение для освоения космоса она имеет? Сколько стоило бюджету РФ запустить данную инсталляцию в космос? Ну, согласитесь, действительно резонный вопрос. И вот пришел ответ из Роскосмоса. Гениальный. Посмейтесь вместе со мной. Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос. Ответ. Значит, у рассмотрения обращения на входящий от такого-то уважаемая Ирина. Девушку зовут Ирина. Это подписчик. Мой подписчица. Спасибо ей большое за предоставленный материал. Ваше обращение от 10 сентября 2020 года рассмотрено Департаментом пилотируемых космических программ Госкорпорации Роскосмос. Департаментом пилотируемых программ. Вдумайтесь только. По вопросам вашего обращения сообщаю, что одной из составляющих жизни и полугодового пребывания космонавтов в экстремальных условиях на борту Международной космической станции, далее МКС, является постоянная психологическая поддержка. Она необходима на протяжении всего орбитального полета и направлена на сохранение хорошего самочувствия, настроения, высокой работоспособности и социализации. Представленная на фотографии космонавта Вагнера инсталляция в виде черепахи была доставлена на борт МКС в качестве личной вещи космонавта, внимание, предназначенной для психологической поддержки заместитель директора департамента пилотируемых космических программ Шишков. То есть, оказывается, эта вещь космонавту необходима была для психологической поддержки. Вот смотрит он на инсталляцию плоской земли на черепахе и слонах и успокаивается. Оказывается, ему психологическая поддержка. Вы понимаете, что это за отписка? Если в следующий раз мы увидим бутылку водки у космонавта, они скажут, эта вещь предназначена для психологической поддержки. Увидим кучу всяких костюмов латексных, знаете, такой костюм латексный, плетка, такой шлем маска латексная с такой дыркой во рту. Это для психологической поддержки. Знаете, такой намордник в виде шарика с такими лямками для психологической поддержки. Вы понимаете, этой отпиской можно абсолютно все что угодно сказать. И теперь, Иван Вагнер, я понял, оказывается, ты, наверное, там трясет тебя всего от того, что тебя достают с плоской землей. И ты смотришь на инсталляцию плоской земли и успокаиваешь себя. Оказывается, это психологическая поддержка. Ну, а теперь давайте все-таки серьезно проведем аналитику. Есть у нас хорошее сравнение на земле. Это подводная лодка. Кто служил на подводной лодке, тот знает, что есть специальные такие режимы службы под названием автономное плавание, когда подводная лодка уходит под воду и находится там длительное время. В частности, на современных подводных лодках автономное плавание составляет более 90 суток. То есть, три месяца подводники находятся в точности таких же условиях. Замкнутое пространство, вокруг смерть. То есть, не дай бог, какая протечка, какая дырочка. Это уже намек на будущие новости. Все, конец. То есть, смерть голимая. То есть, регенерация кислорода, воды, все как на МКС. Теперь представьте, психологическая поддержка. Значит, моряки берут с собой плюшевые игрушки, берут с собой кукол, спят с ними, с этими куклами, игрушками. Ну, посмотрите, допустим, несколько фотографий. Допустим, олень и рога на МКС для психологической поддержки. Куча мягких игрушек. Кто там, сова, кит, кто там еще, собачка. Это же все для психологической поддержки. Надувной глобус, о котором я уже не раз рассказывал, тоже, оказывается, это радует космонавтов, оказывает психологическую поддержку. Ну, представьте, моряков, заходите вы в подводную лодку, а там на каждом шагу лежат мягкие игрушки, лежат, значит, куклы, лежат мячики, шарики. Ну, тоже же надо психологическую поддержку, оказывают. Почему этого нет? Да потому что это глупость, это чушь. Никто на подводной лодке не будет играть в хоккей, футбол, никто не будет жонглировать ничем, как на станции. Поэтому, когда это все показывают, это, ну, по меньшей мере вызывает смех и говорит о том, что это очередной просто цирк и просто клоуна. Да, космонавты это клоуны. И если вы не верите мне, посмотрите на фотоснимки. Это оригинальные фотоснимки, клоунские носы, они сами себя показывают, что они клоуны. Поэтому я полное право имею называть их клоунафтами. Очень хорошее название. Тем более, что вот эти космонавты, которые сейчас вы видите, ну, подборка, они все сейчас находятся во власти. Это у нас люди, которые называются депутаты государственных и городских дум от партии «Единая Россия». Вот такие вот космонавты. А потом мы так удивляемся, а что за законы такие? А потому что клоуны их пишут и поддерживают. Итак, ну что же, это аналитика насчет первой новости, которые, оказывается, вот эти инсталляции, всякие черепахи и игрушки мягкие успокаивают космонавтов. Переходим ко второй новости. Вторая новость не менее абсурдная, чем первая. Итак, на МКС, оказывается, уже больше года, больше года происходит утечка воздуха в космическое пространство. И не могут найти. Год ищут и не могут найти. Сегодня, наконец, пришли долгожданные новости с МКС. Найдено место утечки. Больше года и на орбите, и на Земле пытались установить, почему же уходит кислород. За последние месяцы скорость потери воздуха увеличилась в пять раз. И вот буквально недавно опубликовали новость, совсем свежая, она от 28 сентября. Утечка воздуха на МКС ускорилась в пять раз. Скорость утечки воздуха на Международной космической станции возросла в пять раз за последние месяцы. Это потребовало дважды изолировать экипаж на российском сегменте. Запомните, дважды изолировать экипаж на российском сегменте. Для определения места утечки. Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. Год назад. Сейчас октябрь. Больше года. Но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Тогда для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которое не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки вырос в два раза, до 540 граммов в сутки. А в сентябре скорость потери воздуха увеличилась еще в 2,5 раза, до 1,4 килограмма в сутки. То есть полтора килограмма в сутки воздуха утекает ежедневно. Вот только вот вдумайтесь в эти цифры, запоминайте их. Так поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа. Но в Роскосмосе сообщили, что ни станция, ни экипажу ничего не угрожает. Вы знаете, следующее будет вообще интересно, но пока давайте обсудим эту новость. Полтора килограмма воздуха постоянно утекает со станции. Найти утечку не могут уже больше года. Ищут. Высокотехнологичная станция, как нам рассказывают. Такие большие траты на эту станцию, ведь не зря, как нам говорят. Она приносит пользу. Но тем не менее не могут найти утечку никак они. Ну, в таком бомжатнике неудивительно, что они ничего не могут найти. Опять-таки приведем пример подводной лодки, где там, ну не дай бог, что-то будет торчать. Там убьют сразу. Настучат по голове очень сильно, если кто-то что-то бросит. А на станции там, пожалуйста, провода кругом висят какие-то. Ножницы летают какие-то. Карандаши какие-то. Трубы, гофры прорезаны сквозь картонку. Ну, там просто мусорка, бардак и все такое. Не могут найти они. А вы знаете, оказывается, почему утечка-то происходит? Вы никогда не поверите. Но тем не менее, внимание. Журнал «Популярная механика», который пишет в основном официальные вещи, то есть официальную позицию. Они взяли это у космонавта Сергея Крикалева, который герой России. Я потом вставлю после зачитывания его слова. Оказывается, с Международной космической станции всегда вытекает немного воздуха. Это связано с разного рода дефектами в строении оболочек станции. Ведь сделать систему на 100% герметичной в условиях космического пространства, оказывается, невозможно. Негерметичная станция в вакууме летает. Негерметичная. Дырявая. Невозможно сделать. Количество покидающего МКС воздуха в обычных условиях крайне мало и легко восполняется. Вы представляете, какую чушь нам говорят? Что оказывается, вот эта консервная банка, которая летает в агрессивные условия и в космическом вакууме, она негерметичная и с нее всегда вытекает воздух. Но тут они забеспокоились, потому что воздуха стало вытекать больше, чем положено. Вы представляете эту ересь? Поэтому я говорю, этот ролик можно записывать только с матами. Дальше вообще шикарнейший такой параграф. Обнаруженная в сентябре 2019 года утечка была немного больше штатного уровня. Была больше. То есть показывают, значит, вот эти манометры, что происходит утечка, падает давление. Да? Однако НАСА не предпринимало никаких мер для ее устранения, так как на тот момент на борту были более важные задачи. У астронавтов при этом не было достаточно времени, чтобы собрать больше сведений о проблеме. У нас воздух утекает из станции. У нас ЧП. У нас есть более важные дела. Отстаньте от нас. Нам на пылесосе покататься надо. Нам срочно пожонглировать надо. Вы понимаете, что пишут вообще? Вы понимаете, что происходит? Это вообще как? А теперь я вставляю слова Крикалева, который говорит, что станция негерметичная и с нее всегда вытекает воздух. Это космонавт говорит. Руководитель сегодня. Шишка в Роскосмосе. Заместитель Димы Барагозина. Алло, ребята. Теперь внимание. 21 августа первый раз экипаж изолировался в российском сегменте. Не могут найти утечку. Изолировались. Четверо суток находились в российском сегменте. Ничего не смогли понять, где утечка. Думали, что в американском сегменте. Закрылись. Значит, они в российском сегменте. Напоминаю, это все-таки модуль «Звезда», в котором стол находится, беговая дорожка. Ну, все вот эти съемки, которые происходят, в основном вы видите, это в модуле «Звезда», российский сегмент. Нет утечки. Не могут найти. Второй раз они изолировались через месяц. 25 сентября. На четверо суток. 25 сентября изолировались. Нет утечки. Не могут найти. И прежде чем выходить, 29 сентября в российском сегменте МКС нашли утечку воздуха. Утечка воздуха на Международной космической станции обнаружена в российском модуле «Звезда». Она будет локализована и устранена в ближайшие дни. Это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживается дырка. Теперь вдумайтесь в весь этот абсурд. Утечка воздуха. Полтора килограмма газовой оболочки ежесуточно выходит с российского сегмента с модуля «Звезда». Два раза они там закрывались и не могли понять, где утечка. То есть разобрали мусор с этих люков, отключили шланги жизнеобеспечения, потому что как они закрыли люки, как они там жизнеобеспечение себе обеспечивали. Непонятно. Там кругом, посмотрите, всякие гофры проходят через люки, сверху люков лежат коробки, всякий хлам. Хорошо, они все это закрылись, изолировались, сидят, давление падает. То есть представьте, на общий объем станции теряется полтора килограмма, 1,4 воздуха, а тут они загородились. Вот, то есть именно в том модуле, где происходит утечка. Сидели первый раз четверо суток, не могут понять, что утечка, оказывается, происходила. Второй раз четверо суток, и только на пятой обнаружили утечку. Представляете, это абсурд. Это просто на уму непостижимо, но это еще не все. Вы не думайте, что это конец абсурда. Высокотехнологичная станция. Вы думаете, как они ищут утечку? При помощи приборов каких-то дорогих, каких-то сверхтехнологичных, фантастических вещей? Нет. Российский модуль МКС заполнит конфетти, чтобы найти место утечки воздуха. Космонавты на Международной космической станции нарезали тонкие полоски из конфетти и пластика, чтобы развесить их с кусочками пены в отсеке российского модуля «Звезда». Это должно помочь определить, в каком месте происходит утечка воздуха. В качестве индикаторов космонавты нарезали тонкие полоски из бумаги и пластика. Часть из них будет развешана с кусочками пены по отсеку, а остальная будет свободно летать по нему. Конфетти! Высокотехнологичный станции, на которую тратится колоссальный бюджет. Дальше поговорим, сколько тратится на эту станцию. Сколько будет в 21, 22, 23 годах выделено? При помощи конфетти И два дурачка-космонавта, Иванишин и Вагнер, будут искать протечку. Вот это достижение, вот это скачок и рывок. Вот это величие Роскокосмоса и превосходство над всеми остальными. При помощи конфетти, пены, эти бумажки по станции будут летать, они будут искать протечку, вы представляете? Это на полном серьезе рассказывают людям. Ну давай после этого выпуска 30-го Иван Вагнер, я посмотрю, какое оправдание у вас будет. Ну чем вы можете оправдать вот это сумасшествие просто с конфетти? И утечка полтора килограмма в сутки, когда вы закрываетесь в модуле, в котором и есть утечка. Ну а теперь дальше. Пока происходит все это безумие, пока у людей сейчас проблемы, потому что, вы знаете, да, людей уже достали с этими масками, масочными режимами, с этим, значит, режимом повышенной готовности, непонятно к чему. К чему повышенная готовность, совершенно не ясно. В это же самое время происходит пир во время чумы. Но это же так сейчас важно. Не людей обеспечить, значит, всем необходимым, объявить, значит, чрезвычайную ситуацию, полностью приостановить все выплаты за коммунальные услуги. То есть государство на время чрезвычайной ситуации должно на себя взять все расходы граждан. Но они не вводят это, потому что режим непонятно к какой повышенной готовности. Вместо этого в Москве до конца года начнут строить небоскреб-ракету Роскосмоса. Строительство 47-этажной башни Национального космического центра, название-то какое, на территории завода имени Хруничева должно начаться до конца 2020 года. Там будет, значит, куча всяких выставок, куча офисных зданий, значит, 47 этажей, шпиль будет, 267 метров высота башни будет, ориентировочная стоимость проекта 25 миллиардов рублей. 25 миллиардов рублей будет потрачено на просто очередную вот такую башню, которая будет стоять. Национальный космический центр, как будто от этого, если построят они Национальный космический центр, на МКС перестанут искать протечку при помощи конфетти. Перестанут кататься на пылесосах и перестанут сверлить там непонятно кто это делал дырки. 25 миллиардов, это только ориентировочная стоимость, но мы знаем, как это происходит. Ой, нам не хватило, надо больше. 25 миллиардов это только начальный бюджет. А знаете, кто пострадает больше всего? Построят здание за счет средств бюджета Москвы. Дорогие мои москвичи, поздравляю вас. Вы оплатите вот эту вот шпиль, шпиль и вилли. Ну а теперь все-таки перейдем к тому, сколько обходится нам Роскокосмос. И пир во время чумы, пока происходят вот эти все ситуации, значит, в стране с повышенной готовностью непонятно к чему. Роскосмосу разрешили не возвращать в бюджет часть доходов. Госкорпорация Роскосмос получила право не возвращать в 2021 году в бюджет 4,7 миллиарда рублей. То есть подарили Роскосмосу, просто подарили, которые она должна заработать на отправке космонавтов к МКС. Эти средства должны пойти на развитие пилотируемой космонавтики. Вот так вот. Но это еще не все. Государство планирует выделить в 2021 году 77,7 миллиардов рублей на исследование и использование космического пространства на 6,9% больше, чем закладывалось на тот же год до кризиса. То есть раньше закладывали 72,7 миллиарда, а сейчас вот в этот вот режим повышенной готовности, в кризис, когда закрываются всякие малые и средние бизнесы, они увеличили расходы и выделяют Роскокосмосу 77,7 миллиардов только на исследование космического пространства. Да. При этом самому Роскосмосу правительство выделит 154,3 миллиарда рублей. В 2021 году. И 151-153 миллиарда рублей в 22 и 23 годах. В том числе более 2 миллиардов рублей пойдут ежегодно на отбор и подготовку космонавтов. Около 4,6 миллиардов рублей ежегодно на космодром Байконур. Почти 3 миллиарда рублей ежегодно на космодром Восточный. 25-28 миллиардов рублей на закупку работ, товаров и услуг для Федеральной космической программы. 82-86 миллиардов рублей на прикладные научные исследования. Это помимо того, что напоминаю по официальным данным в книге космонавта, космонавта Сергея Рязанского, он сам написал, что на одного космонавта тратится минимум 5 миллиардов 700 миллионов рублей в год. Это минимум. Я считал гораздо больше. Это учитывать надо обслугу, реабилитацию, обучение и много-много чего я учитывал в своем ролике про дорогих космонавтов. Это по десятке, давайте по 13 миллиардов считал в год, давайте по 10. И вот сейчас там говорят, что наверное в апреле полетит первый полный российский экипаж из трех человек к МКС. Сейчас еще раз напомню, что мы разбираем официальную позицию, что МКС существует и полеты туда осуществляются. Ну, три человека 30 миллиардов рублей в год на трех. Ну, по полгода на шестерых получается 30 миллиардов рублей только на космонавтов. Понимаете? А нам говорят, соберите деньги на лечение Аннушки, Ванечки, требуется дорогая операция. А тут при помощи конфетти ищут, значит, они протечки, катаются на пылесосах, жонглируют за наш счет, строят космические центры, пируют и жируют пока в стране бардак и закрытие всяких предприятий, потому что банкротство. Людям не дают работы. Вводятся жесткие ограничения. Людей замучили с этими режимами и масками. Не пройти, не проехать. А в это время Дима Барагозин, Роско Космос и вся эта шайка пируют за счет государственного бюджета. И не забудьте про то, что они еще и фильмы спонсируют, как продюсеры. Вот такие вот новости. На сегодня у меня все. С вами был ТМ Студио. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Вы должны понимать, что я специализируюсь вот на космических программах, да? То есть на разборе вот этих всяких достижений липовых, абсурдов в космосе. Вы понимаете, что эта кормушка просто колоссальная. Это только космическая отрасль. Если будут люди, которые разбирать будут каждую отрасль. И вы поймете, что кругом, кругом похожая ситуация. Поэтому чем больше людей, которые будут узко специализироваться на конкретной отрасли. Кто-то возьмет космическую программу, кто-то оборонную промышленность, кто-то еще какую-то медицину, образование. Будет гораздо эффективнее. И вы поймете, что происходит на самом деле. Пир во время чумы. Всем привет! В эфире ТМС Аналитика. Начиная с 29 выпуска, был изменен формат передачи, как вы уже успели заметить. И теперь я зачитываю новости вживую, а не так, как это было ранее. Почитав ваши комментарии, я понял, что такой формат вам интереснее. Поэтому продолжим выпуски в таком ключе. Многим понравился 30 выпуск Аналитики. Но этот будет еще интереснее. Я вам обещаю. Ну что ж, давайте начнем в этом выпуске. Поиск протечки на МКС. Эта новость стала уже мемом. В прошлый раз мы закончили на том, что космонавты искали злополучную протечку при помощи конфетти. Коего на станции, наверное, целый вагон. И тогда мы подумали. Я, зрители, что это верх абсурда. Но как оказалось, это даже еще не цветочки. И сейчас вы в этом лично убедитесь. Опять-таки я буду зачитывать только официальные новости, которые относятся к так называемому кремлевскому пулу. Это ТАСС, РИА Новости и прочие авторитетные источники. Ну что ж, утечку воздуха на МКС будут искать с помощью пластиковых пакетов. Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж МКС открыть люк в протекающий отсек российского модуля «Звезда» и поискать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и пленок. Принято решение по открытию люка между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля «Звезда». Специалисты рекомендовали искать место утечки с помощью пластиковых пленок и пакетов, сказал космонавту Анатолию Иванишину специалист Центра управления полетами. Он пояснил, что требуется разместить пакеты и пленки в различных местах протекающего отсека и закрепить их сверхнанотехнологичным скотчем. В случае негерметичности пакеты схлопнутся в районе возможной дырки. Ранее космонавты уже использовали для поиска места утечки нарезанные тонкие полоски из конфетти и пластика. Итак, как видите, абсурд продолжается и он дальше будет зашкаливать просто. У многих мозг не выдержит. Итак, как видите, космонавты используют самые высоконаннотехнологичные инструменты, потому что станция это же такой объект, который просто финансируется очень серьезно. Это ежегодно сотни миллиардов рублей на него тратится с нашей стороны, со стороны русскоговорящего населения и со стороны американцев. Там тоже немыслимые траты. И вот, когда такие траты происходят, тогда космонавты ищут протечку при помощи вот таких высокотехнологичных инструментов. А по-другому никак. Если вы думаете, что это все, то далеко это не так, вы ошибаетесь. Дальше будет вообще просто шик. Итак, экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа. Экипаж МКС предложил поискать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» с использованием стетоскопа. Стетоскоп – это медицинский диагностический прибор для выслушивания звуков сердца, легких и других органов. Ну, это слушалка в простонародье. «Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер предложили специалисту подмосковного центра управления полетами вариант поиска места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» с помощью стетоскопа». «Это очень хорошая идея!» – отреагировал специалист центра. Мне вот эта фраза прям нравится. То есть они сидели, специалисты, на земле, голову чесали, свою репу культяпками, и тут космонавты предложили гениальную идею. А давайте при помощи слушалки будем искать протечку. Это какая хорошая идея! Мы на земле сидели и не могли до этого догадаться. Учитывая тот факт, что на станции постоянный шум фоновый. Ну, вы неоднократно слышали в трансляциях это все. Это и работают вентиляторы, и оборудование высоконанотехнологичное, и, конечно же, это охлаждение воздуха, кондиционеры. И вот два клоунафта засовывают в уши стетоскопы. Тихо-тихо-тихо! Мы будем искать протечку! Как медвежатники! Знаете, сейф! Как? Почему? И вот такие новости просто для простых людей публикуют. Люди читают и думают, вот это да, бедные космонавты. Как они там выкручиваются в таких сложных ситуациях. Конечно же, не думая о том, что вчера только, допустим, с людей сорвали очередную партию налогов, чтобы клоунафты там развлекались и катались на пылесосах. Не подумали и переживают бедным клоунафтам. Это тоже не верх абсурда. Поверьте мне. Экипаж МКС заделает возможные места утечки воздуха пластилином. Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж МКС заделать американским пластилином возможные места утечки в отсеке российского модуля «Звезда». Крис, это американский астронавт Крис Кэссиди, должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая. В перчатках надо работать. Потом раскатать. Посмотришь, как тебе попроще будет. Сказал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист центра. Как видите, это еще не все. Конфетти, стетоскоп, пластилин. Ну, дальше, наверное, жевательная резинка. Хотя, наверное, до этого они уже в первую очередь додумались. Просто в СМИ не стали публиковать. Давайте мы скажем пластилин. На станции герметик пластилин. Вы представляете? То есть, не какое-то там высокотехнологичное, опять-таки повторюсь, оборудование, какой-нибудь такой, знаете, состав, побрызгал и он затвердел и превратился в что-то наподобие сплава железа. Нет обычный пластилин герметик. Так, это тоже не все. Это не абсурд еще, поверьте мне, абсурд будет дальше. Итак, все сварочные швы на МКС заклеют скотчем. Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда». Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки промежуточной камеры модуля «Звезда», где выявлена утечка воздуха, которые зеленым цветом у нас окрашены, скотчем по всей длине, дал рекомендацию специалист центра российскому космонавту Ивану Вагнеру. Вот и наш любимый православный скотч подоспел. В несколько слоев обмотать все швы скотчем, чтобы не было протечки. Ну, как мы уже поняли, сначала развесить конфетти, потом пластиковые пакеты по всей станции, потом залепить все пластилином и сверху обмотать скотчем. И чтобы все это не разлетелось, и чтобы утечка была дальше как бы устранена, надо сделать буквально следующее. Вы понимаете, то есть они обмотали все скотчем, залепили пластилином, а все равно воздух утекает. Вот где-то протечка. И тогда надо искать при помощи еще одного высоконаннотехнологичного оборудования. При помощи какого, как вы думаете? Делайте ваши ставки, господа. На МКС используют ватные тампоны для поиска утечки в российском модуле. Надеюсь, не ОБИ. Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж МКС использовать ватные тампоны для поиска места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». На ночь промежуточная камера модуля «Звезда», в которой обнаружена утечка воздуха, будет изолирована. Космонавт Иван Вагнер установил в ней две камеры GoPro, которые будут фиксировать перемещение самодельных индикаторов благодаря микропотоку воздуха, создаваемого в результате утечки. Вас просят по индикаторам использовать в качестве них может быть какие-то части ватных тампонов, надеюсь, не использованных женщинами-космонавтами. «Не из синтетических материалов, чтобы исключить вероятность того, что они будут притягиваться к корпусу», сказал Вагнеру, специалист Центра. «Да найдем!» – ответил космонавт. Ватные тампоны. Вот эта новость как раз-таки вышла в самый последний момент, когда я уже готовил материал и уже все было написано. Я думаю, пошучу-ка я про вату. Не успел. Не успел пошутить про вату, потому что они выдали вот такой перл, про ватные тампоны. Они даже меня теперь неосознанно шуток лишают. Мне предложили пошутить про прокладки с крылышками, но пока я к этому не готов. Это тоже не верх абсурда. Ну то есть представьте себе картину. Ватные тампоны, конфетти. Я еще раз напомню, это официальные источники. Это кремлевский пол, это РИА новости, это ТАСС. Вы понимаете, что происходит вообще? Вы понимаете, за кого уже считают людей, которые платят налоги? За быдло, за идиотов, я не знаю, за кого. За даунов, как они, ну, в кавычках опять-таки, да? Ну как они думают? Ну как это вообще может быть? Это тоже не все. Смотрите дальше. Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чего, как вы думаете? То есть, смотрите, искали-искали, не могли найти. А тут гениальный космонавт обнаружил место протечки при помощи чайного пакетика. Космонавты МКС, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Специалисты попросили заклеить его скотчем, следует из переговоров экипажа с Землей. «Прошлой ночью Иван Вагнер и я провели 30 минут в ПРК, в промежуточной камере модуля «Звезда», где обнаружена утечка воздуха. И мы думаем, что фактически определили возможное место утечки», — сказал российский космонавт Анатолий Иванишин, специалисту Подмосковного центра управления полетами. «Иван Вагнер сообщил, что они взяли пакетик чая, прикрыли люк в протекающий отсек модуля «Звезда» и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха, в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. «Как появится время и будет возможность заклеить скотчем эту предполагаемую утечку», — попросил специалист центра. «Космонавты взяли пакетик, по некоторым данным запустили пакетик целый, по-другим надорвали, чтобы чаинки полетели, и вот чаинки прикрепились к месту протечки, там оказалась трещина. То есть пока что они вроде как и нашли, но тут же пишут, что возможно нашли. То есть вокруг вот этой трещины чаинки осели, и пакетик туда подлетел. При помощи пакета с чаем. Господи, когда этот абсурд кончится? Ну вот нашли они эту протечку, слава богу, наконец-таки. Как теперь ее заделать? Ну как заделать? Знаете как? Щель в космос на МКС обклеит кусочками поролона и пленкой. Вот это вот гениальная идея. Просто поролоном обклеить. Позже специалист сообщил другому члену экипажа Ивану Вагнеру, что на борт МКС отправили план, план целый. Обклейки щели. Космонавтам предложили использовать пленку и кусочки поролона, чтобы образовался пузырь, который схлопнется, если воздух начнет выходить. А что будет дальше? Я просто даже уже боюсь представить. Я тогда вот всякое предполагал. Но до того, чтобы при помощи пакетика с чаем, они что найдут эту протечку, я даже подумать об этом не мог. Это просто какое-то шоу и очередная клоунада. Ей богу. КОНЕЦ КОНЕЦ Следующая новость тоже из разряда шикарнейших. Она о нашем любимом алкаше-паралитике роботе Федоре. У робота Федора был свой твиттер-аккаунт. Ну, под этим аккаунтом сидел какой-то человек, вероятнее всего, из Роскосмоса и писал там какие-то новости. И вот недавно аккаунт Федора был удален. Что об этом пишет СМИ? Робот Федор оскорбил российских космонавтов и лишился аккаунта. Аккаунт робота-космонавта Федора в твиттер удалили после оскорблений российских космонавтов. При попытке перейти на пользователя Федор, соцсеть сообщает, что такой учетной записи нет. Записи остались только у других пользователей в виде скриншотов. Имеются в виду последние посты Федора, которые были людьми сохранены. Точная причина, почему Федор лишился аккаунта, пока неизвестна. Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты, в которых утверждалось, что российские космонавты были в состоянии алкогольного опьянения на одном из видео. И действительно, если сейчас попытаться перейти на официальный твиттер аккаунт Федора, то нам выдадут запись, такой учетной записи нет. То есть аккаунт действительно удален. Благо, существует такая вещь, как веб-архив, где можно восстановить хронологию событий и посмотреть, а что же там было написано от имени Федора. Давайте узнаем. Робот Федор пишет. На видео Серова рассуждает о тиграх, причем здесь тигры, остальные пьяные. Как видите, то есть кто-то знает даже клички космонавтов. Вот откуда бы я знал, что Сураев лимонадный Джо. А Федор знает. Значит, этот человек все-таки, скорее всего, близко знаком с космонавтами. Который пишет твиты от имени робота Федора. Следующий твит. Роботы, в отличие от Сураева и Самокутяева, не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетные задания и не стремятся покинуть отряд космонавтов ради места в Государственной Думе. Прошу вернуть меня к активной работе. Роботы лучше справляются со своими обязанностями, по крайней мере, лучше, чем эти депутаты. То есть, видите, такой вот подкус этих депутатов. Ладно, там, когда я их подкусу, потому что я все-таки человек, который высказывает критику, а тут все-таки произошло такое событие, которое заметили СМИ. Робот Федор такое написал. А кто же от его имени пишет? Сейчас якобы идут разбирательства. И вот, смотрите, попозже мы посмотрим на это видео, о котором говорит Федор, где космонавты якобы пьяные, а Серова рассуждает о тиграх. Но! Один из бывших космонавтов, а ныне депутатов Государственной Думы, Александр Самокутяев, обиделся на Федора и решил подать на него в суд. Российский космонавт обратится в суд из-за оскорбления робота Федора. Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Твиттер. Вот такой вот космонавт и депутат взял и оскорбился. Давайте посмотрим, что он по этому поводу говорит. Итак, ну вот представьте, депутат Государственной Думы, космонавт, значит, одному из изданий под названием «Подъем», все ссылки я оставлю в описании к этому видео, вы все почитаете, ознакомитесь, пересказывает, не стесняясь, свой рассказ, значит, вот свой разговор с Рогозиным. Послушайте, как вот от имени космонавта, что он говорит. «Я с Рогозиным говорил вчера, Дмитрий Олегович, чё за херня?» Он говорит, «Это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идет под именем Роскосмоса». «Они должны свое расследование провести, вы поймите, сами на себя плевать, зачем?» «Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности». «Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу». И Максим Сураев тоже. «Мы герои России раз, депутаты Госдумы два». И какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. «Это подсудное дело». Вы видите, да, лексикон, значит, космонавта и депутата Государственной Думы, который оскорбился, что робот Федор когда-то написал твит о том, что он был там в 2014 году пьяный. А что же это за ролик такой? Давайте посмотрим фрагменты этого ролика, чтобы сделать какой-то свой вывод. Мы с вами не врачи, мы с вами не можем поставить человеку диагноз «пьяный он или нет», но хотя можем сделать какое-то предположение. Итак, внимание на экран. Интернациональный коллектив нашей станции поздравляет всех, кто неравнодушен к дикой природе. С Днём Тигра! Моё детство прошло на Дальнем Востоке, где живут эти замечательные животные. И где придумали этот праздник, который мне особенно близок. Но всё же думаю, что суть и смысл Дня Тигра прежде всего в том, чтобы обратить внимание людей на проблемы природы. Вот у нас здесь, в этом полёте, есть космические туристы. Тигр, леопард и ещё многие звери. Они не просто в списке особо охраняемых. Они реально охраняются в нашей стране. Экипаж 41-й экспедиции на Международную космическую станцию. Командир экипажа Максим Сураев, бортинженер Елена Серова и бортинженер Александр Самокутяев. Действительно, на видео космонавты выглядят, мягко говоря, странно. Красные опухшие, как помидоры, лица, заплывшие узкоплёночные глаза, еле открытые, как щёлки. Но мы не можем с вами определить, пьяные они или нет. Как я уже говорил, мы с вами не врачи. Что по этому поводу говорит космонавт? Почему они так выглядят? А алкоголь там не может присутствовать. Имеется в виду МКС. По двум причинам. Во-первых, потому что он запрещён. Веская причина прям. А вторая причина, если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители, это в российском сегменте, моментально всё схватят. У нас был третий день работы на станции. Мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 часов ночи. Мы сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик. Мы попросили Лену Серову зачитать то, что там прислали. Этот дурацкий сценарий. И мы вот это всё проводили. То есть смотрите, какое оправдание. Почему они так выглядят? Якобы они не спали две ночи, а вот этот ролик с тиграми непонятный. Им прислали срочно, прям в 12 часов. Запишите быстрее, быстрее. Без этого никак. Но если мы посмотрим просмотров, количество, учитывая уже те, которые сейчас люди посмотрели, когда опубликовали СМИ этот ролик, то мы увидим, что их не так много. Какое важное задание? Для чего оно было записано? Оправдание, мягко говоря, неубедительное. Что космонавт говорит про алкоголь в развернутом виде? Итак, давайте прочитаем. Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь. Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе запрещены на МКС, в связи с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха, рассказал РИА Новости, российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев. Любой алкосодержащий препарат недопустим на МКС, даже в дезодорантах в туалетной воде. Возгораемость – это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон, какой-то запах пошел, и сразу на землю он, датчик-анализатор, сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту – алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать, рассказал космонавт. Итак, алкоголь на станции запрещен, и там его быть не может. Космонавт прям четко оправдывается, говорит, нет, мы были не пьяны, мы просто две ночи не спали, мы устали, и в 12 часов нас разбудили, и поэтому мы так выглядим, как с похмелья пропитые насквозь алкаши. Однако, есть забавная видеозапись, которая датируется очень-очень старым годом. На ней российский космонавт украинского происхождения Юрий Маленченко. Он дает интервью телеканалу украинскому, где демонстрирует на станции водку, Цельсий. Внимание на экран. В космосе перебивает один из космонавтов, это Юрий Маленченко, россиян украинского происхождения. Мы с ним с удовольствием поспілкуемся. Юрий, доброго ранку. Чуете вы нас? Спасибо большое за поздравление. Я тоже хочу сказать несколько слов. Мои родители сейчас смотрят ваш канал дома, Светловодка. И я хочу в день моего выражения пожелать им здоровья. Здесь у нас в космосе все происходит очень необычно. В этом сейчас вы сами сможете убедиться. Я вам кое-что покажу. Это как действует невесомость. О, Боже, пане Юрию, неужели это настоящая горелка? Как вы это сделаете? И как ведут себя предметы в космосе. Дивовыжно. Вот я это сделал. Пана Юрьевна скажет на здоровье. Спасибо. Ваше здоровье. Это украинский сувенир. Цельсий вы наверняка хорошо знаете. Но кроме этого я хотел сказать, что у меня здесь в космосе со мной украинский флаг. Из ролика вы отчетливо могли понять следующее. У космонавта на борту бутыль в тубусе водки Цельсий. Он выдавливает большую каплю, проглатывает и говорит, вот я сделал при вас, смотрите. И потом произносит фразу. Это у меня в руках сувенир. Украинский Цельсий. Чтобы вы понимали, что это именно алкоголь, что это водка, вот вам, пожалуйста, тубус. Именно тот, который держит в руках космонавт Маленченко. Вот Цельсий. А вот когда он достал баклажку из тубуса. Это бутылка водки Цельсий. Конечно же, это была тогда, скорее всего, какая-то рекламная интеграция. Я готов допустить, что это была некая шутка. Что на станции находилась бутылка с обычной водой. Но тогда вопрос, а что сама бутылка с маркировкой Цельсий делала на станции МКС? Именно из-под водки. Ну, зачем? Поэтому, космонавты, давайте-ка вы не будете оправдываться, запрещенный алкоголь или нет. А поясните людям, что это вообще было такое. То есть, настоящая эта водка была на станции, или это была некая интеграция рекламная, где в качестве алкосодержащейся жидкости была вода. Но тогда вопрос еще раз остается, еще раз поясню, непонятным. Что там делала бутылка, настоящая бутылка в тубусе, из-под настоящей водки? Вот на этот вопрос надо ответить. А потом уже рассказывать, почему у вас опухшие красные, как будто спохмели лица. Но почему же все-таки Федор написал такие твиты у себя в аккаунте? Ну, человек от имени Федор. Выяснилось следующее, что один из космонавтов, которого обвинял робот Федор в том, что он пьяный, и которого можно было видеть на видео, Максим Сураев, буквально за несколько дней, 7 и 8 октября, у себя в Твиттере писал следующие посты. НАСА завершило полномасштабные испытания ракеты-носителя СЛС, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчетной мощности более двух минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. Извини, Юра Гагарин, мы все... Это знаменитая фраза, ее по-другому никак нельзя назвать. Это тоже пишет депутат Государственной Думы. И вот следующий пост. Ракеты под хохлому, продюсировать фильм на МКС, стараясь опередить нас и Тома Круза, построить в Филих очередной космоцентр в Королеве есть, не работает. Может заняться батутом в России, который успешно реализовали наши партнеры. За отчизну обидно. Значит, Сураев публикует эти посты, а спустя несколько дней кто-то от имени Федора публикует про них такой компромат, что у них есть клички, значит, Лимонадный Джо, Автокутяев, о том, что они, значит, были пьяные. Ну, кто мог об этом знать? Конечно же, только тот, кто наверняка с ними хорошо знаком. Скорее всего, кто-то из Роскокосмоса. По-другому никак. Есть у людей предположение, что там за этим аккаунтом прятался сам Дима Барагозин. Добрый день! Здравствуйте! Вас приветствует интернациональный экипаж с борта Международной комической станции. И сегодня мы хотим вас поздравить с Днём Трезвенника. Вы знаете, может получиться так, что вскоре трезвых людей совсем не останется. А поэтому давайте вести с вами здоровый образ жизни. Будем сильными, крепкими и мужественными. У нас на борту есть космические туристы. Это обезьянка-четушечка и кролик-шкалик. Поэтому давайте соблюдать чистоту, порядок и вести трезвый образ жизни. С борта Международной комической станции 033-й экипаж. Ну а теперь новость из разряда деньги в пустоту. Роскосмос попытается построить аналог ракеты Остапа Бендера, то есть Илона Маска, которая будет называться Амур. Итак, что об этом пишет Роскосмос? Первый пуск нового носителя запланирован уже через 6 лет. Согласно принятому плану мы должны обеспечить пусковой минимум и соответственно первый старт ракеты Амур в 2026 году. Это будет сразу запуск с полезной нагрузкой, сообщил Блошенко. Он подчеркнул, что впервые в отечественной истории ракетостроения заранее известно, сколько будет стоить данный старт 22 миллиона долларов. Впервые мы проектируем ракету под заданную стоимость. Минимальная цена пусковой услуги составит 22 миллиона долларов. Минимальная цена. Более того, поскольку цель всей этой работы создать эффективное коммерческое изделие, то в проект вкладывается разработка на этапе эскизного проектирования развернутого бизнес-плана. Будут привлекаться профильные компании-соисполнители, которые скажут, при каких условиях мы достигнем такой стоимости запуска, а также покажут четкие сроки выхода проекта на окупаемость с учетом состояния рынка пусковых услуг, отметил исполнительный директор. Он уточнил, что общая стоимость создания ракеты от подписания контракта на эскиз до первого старта в 2026 году не превысит 70 миллиардов рублей. Ракета Амур Тужур. Как она выглядит? Давайте посмотрим. Вот это эскизный проект. Вы видите, что это Роскосмос, все права защищены. Вот так выглядит эскизный проект. Что-то это мне напоминает. Вот, значит, ножки у ракеты, рули. Это же вылитый Falcon 9. Поэтому Роскосмос просто взял и сказал, а зачем заморачиваться? Придумывать что-то новое, тратить какие-то деньги? Мы возьмем и полностью скопируем Falcon 9. Один в один, фактически. Ну, чуть-чуть что-то изменим. Не американский флаг, а российский прикрепим. Вот тут были скосы на рулях, значит, решетчатых, а у нас не будет. А по факту это та же самая ракета, якобы с возвращающейся ступенью, многоразовой. До 10 пусков она будет летать. Но они говорят, да, наша ракета похожа, похожа, но это только внешне, потому что у нас будет совершенно иной принцип топлива, метановый, а не какой-то там другой. Поэтому смотрите, да, что происходит. Требует 70 миллиардов рублей, фактически будет просто скопирована один в один ракета шоумена Илона Маска Остапа Бендера, и на этом все. Будет она летать, не будет она летать, на ниточках будут ее спускать вниз возвращающиеся ступень, или инверсия времени, как в фильме довод. по-другому никак, да. Это, в принципе, все, что касается ракеты Амур. Но это еще не все, потому что Роскосмос планирует, помимо того, чтобы потратить более 70 миллиардов рублей на клона Falcon 9, Роскосмос потратит более 4 миллиардов рублей на создание космического ядерного буксира. Роскосмос планирует потратить до 4,2 миллиардов рублей на создание авантпроекта ядерного буксира для полетов к другим планетам Солнечной системы. Средства будут выделяться в рамках опытно-конструкторских работ Nuclon. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок. Согласно плану графика госкорпорации в этом году на работы будет выделено 100 миллионов рублей, в следующем 2021 году Роскосмос планирует привлечь на проект уже 900 миллионов рублей, а в 2022 1,24 миллиарда рублей. То есть посмотрите, да, сейчас надо поддерживать малый и средний бизнес. Происходит что-то просто ужасное. Уничтожается полностью бизнес, закрывают какие-то меры наморднические придумывают, но при этом Роскосмоса выделяют такие колоссальные гинжищи, чтобы они создавали ракеты и ядерные буксиры, которые якобы будут летать к другим планетам. Они здесь-то при помощи скотча и анальных пробок затыкают дырки на станции МКС, а говорят о том, что разрабатывать будут ядерные буксиры для полетов к дальним планетам Солнечной системы. Но это, извините меня, кретинизм высшей стадии. Ну и на закуску вот такая интересная новость, которая имеет много смыслов. Роскосмос подготовит к полету на МКС не связанного с космосом специалиста. Что же это за специалиста такой? Роскосмос планирует эксперимент по срочной подготовке не связанного с космонавтикой специалиста к полету на МКС. Об этом рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, речь идет о международном космическом эксперименте. Он будет связан с возможностью оперативной подготовки и отправки на Международную космическую станцию не космонавта, а специалиста из другой сферы. Отправка такого человека должна быть возможна, если на МКС возникнет срочная потребность в его услугах. Но, я думаю, вы сразу подумали о том же, о чем подумал и я. Blackjack на станции уже есть свой собственный, осталось доставить только на сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Готовлюсь к записи скетча для нового ролика. Для этого нам понадобится хромакей. Сейчас я все это буду раскладывать. Понадобится свекла. В ролике вы знаете зачем. вот такие тяжелые будни. Вы думаете все просто взял и записал скетч. Нет, приходится выкручиваться, изворачиваться, чтобы найти какой-то грим. Вот в данном случае гримом будет служить. Свекла. Свекла, буряк. Знаете, это тоже региональные особенности. Где как называют. Вот сейчас идет подготовка. Не знаю успею я сделать или не успею ролик. Хромакей двусторонний кстати. Синий и зеленый. Нам понадобится зеленый. Разворачиваем. Оба. Так. Так, 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 устанавливаем. Сейчас подключим софтбокс для освещения. Так. Подключаем. Так. Вот. надо высветить его равномерно, чтобы не было теней. Здесь тоже будет свет. Так. Кстати, на всю. Вот так, на всю мощь. И будем записывать скетч. С вами был. Экип. Еще и собака лает. Опять дубль испорчен. Сейчас будем изображать космонавтов, которые не спали, бедолаги, несколько дней. Их подняли среди ночи, чтобы записать ролик про в данном случае в нашем таком комическом случае импровизации в скетче будет поздравление с днем лохматой обезьяны. Здравствуйте. Всем привет! В эфире очередной выпуск TMS аналитики. В этих передачах мы с вами обсуждаем самые интересные, а зачастую абсурдные космические новости. В этом выпуске... Где деньги, женщины по вызову, песни и пляски и поехавшие бизнесмены. Ну что же, давайте начинать и сразу перейдем к первой новости. Не так давно глава Роскокосмоса Дима Барагозин решил создать свой собственный отечественный спутниковый интернет. И назвать он его решил Сфера. Ну а как же, ведь есть Остап Бендер 21 века по имени Илон Маск, который создал уже так называемый спутниковый интернет и назвал его Старлинк. Ну, мы же не можем отставать, у нас же вечная борьба с этими супостатами американскими. И поэтому нам нужен симметричный ответ. Но для того, чтобы сделать этот ответ, конечно же, нужны деньги. И вот Барагозин пришел в правительство и запросил кругленькую сумму. Ну а так как он запросил из федерального бюджета, то фактически из наших с вами карманов. Итак, первая новость. Военно-промышленная комиссия сообщила, сколько Роскосмос запросил на создание системы Сфера. Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства полтора триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы Сфера, российского ответа американской спутниковой системе Старлинк от Илона Маска и британо-индийской OneWeb. Что же это значит? Представьте себе сумму. Ну, я полагаю, ему выделят эти деньги полтора триллиона рублей. Чтобы вы понимали, чтобы было с чем сравнивать, я хочу вам зачитать вот такую вот новость от 2019 года. Это бюджет такого города, одного из крупнейших городов Санкт-Петербурга на 2019 год. Так вот, оказывается, в окончательной редакции было утверждено, что доходы городской казны в 2019 году составят 629,3 миллиарда рублей, в 2020 году 637,8 миллиардов рублей. То есть, смотрите, фактически бюджет, годовой бюджет такого города, как Санкт-Петербург составляет 637,8 миллиардов рублей в 2020 году. Округлим до 700 миллиардов рублей, полтора триллиона рублей запросил Барагозин на спутниковую систему, два годовых бюджета Санкт-Петербурга. Вот представьте, сколько это денег. Два года можно кормить такой город полностью, причем Санкт-Петербург в бюджет закладывается не только зарплаты, пенсии и все остальное, а закладываются и какие-то обычные нужды на лекарства, на ремонт дорог, и на коммунальные услуги, на все-все-все. То есть, вот в год уходит в 2020 году 637 миллиардов, 700. Два годовых бюджета на какие-то спутники. Вот первая новость, как раз-таки она будет полностью о тратах Роскосмоса, а дальше будет уже немножко интереснее и, наверное, даже смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Итак, запомнили, да, на спутниковую систему сфера, Барагозин попросил полтора триллиона рублей, два годовых бюджета Санкт-Петербурга. Но это еще не все. Помимо того, что Роскокосмос хочет развернуть спутниковую систему интернета, они хотят запустить программу Луна, то есть отправить на Луну космические корабли. Но для того, чтобы их отправить, нужно построить эти корабли. Во-первых, нужны сверхтяжелые ракетоносители, которые могут выводить на орбиту очень большое количество груза. И вторая космическая скорость должна быть. Так вот, только на техническую документацию, на проектирование в госзакупках Роскосмос указывает цену 1 миллиард 467 миллионов 400 тысяч рублей. Полтора миллиарда рублей только для того, чтобы нарисовать, как будет выглядеть эта ракета, техническую документацию предоставить, то есть где, как и что будет расположено, какие винты крепить и куда, какой металл использовать при какой, допустим, закалке. Это тоже еще не все. Сама программа, сама программа Луна, вот только проектирование обойдется, как я уже сказал, полтора миллиарда рублей, но сама программа оценивается от 1 до 1,7 триллиона. То есть средняя сумма еще полтора триллиона, 3 триллиона рублей. Это уже 4 годовых бюджета Санкт-Петербурга. Это что касается трат на будущие проекты. Но есть же у нас и МКС. Очень интересная такая тенденция. Вот смотрите, госзакупки, госзакупки, контракт от 7 сентября 2016 года. Запросили 35 миллиардов 479 миллионов 488 тысяч рублей. На что? На управление полетом МКС, реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента МКС. Завершение создания тренажера модуля НЭМ. Кодовое имя эксплуатация 3. То есть, смотрите, в сентябре 2016 года выделяют 35 миллиардов. Это все было уже выделено. И уже в октябре, а именно 12 октября появляется следующий контракт на 22 миллиарда рублей. Вот только что выделили 35 и еще 22. Куда, казалось бы. На что? На транспортно-техническое обеспечение российского сегмента. Это 2016 год. Дальше идет 2018 год. Еще 30 миллиардов рублей опять на транспортно-техническое обеспечение российского сегмента. То есть, понимаете, о чем идет речь? Постоянно на МКС выделяются сумасшедшие деньги. Миллиарды рублей. Это просто немыслимые суммы, чтобы просто поддерживать техническое состояние этой консервной банки, которая якобы там летает. Вопрос в чем? Какой с этого выхлоп? Какая отдача? Вспомните, когда я вам зачитываю, сколько тратит столько на консервную банку, на какие-то спутники ненужные, на какие-то запуски к Луне абсолютно полетят, не полетят. Вспомните только программу Марс 2019. Полетели на Марс в 2019 году? Нет. А в 2020 нет. А деньги где? Сейчас опять просят. То есть, вспомните, когда вам скажут, а у нас нет денег на больницы, у нас нет денег на ванечки, помогите, соберите смс. У нас нет денег на ветеранов, на пенсии. Нет. вспомните, сколько тратится на вот эту ненужную отрасль, где строят сейчас космические центры какие-то национальные, я об этом делал выпуск тоже, где строят ракеты какие-то к Луне, где выделяются сумасшедшие суммы, триллионы рублей, а потом, когда вам скажут, у нас денег нет, вспомните это. Итак, переходим к следующей более позитивной новости. Следующая новость это фактически продолжение одной из новостей, которая уже прозвучала в предыдущих выпусках, а именно продюсер Барагозин. Обязательно посмотрите, кто не видел, речь пойдет сейчас о продолжении новости, когда на МКС значит, Барагозин как продюсер и Эрнст Константин с первого канала решили запустить производство фильма, который будет называться Вызов, и съемки будут проходить на космической станции МКС в октябре 21-го года, в то же самое время, когда опять-таки Илон Маск на своем корабле Crew Dragon запустит туда Тома Круза со своим режиссером для съемок какого-то блокбастера голливудского, тоже симметричный ответ. Как оказалось, знаете, кто полетит? Вот тогда я рассказывал, что будут искать они актера. Теперь выясняется, что не просто актера, а именно женщину. Итак, новость с сайта Роскокосмоса. Старт беспрецедентного проекта. Первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Первый в истории отбор и кастинг одновременно. И самое главное Girls Only. Да, участвовать могут только девушки. Это шанс изменить свою жизнь и войти в историю как космонавтики, так и кинематографа. Если вы готовы принять этот вызов, это ваш шанс. Мы совместно с Первым каналом и студией Yellow Black and White объявляем конкурс открытым. Поехали! Рабочее название картины Вызов. И это не только о фильме, это вызов самой себе, возможность осуществить самую романтичную мечту и отправиться к звездам. И дальше приводится такой баннер с параметрами. Мне вот это понравилось очень сильно. То есть пол женский хорошо. Возраст от 25 до 45 лет. У меня вопрос сразу возникает. О чем картина? Какой сюжет? Кто должен быть главным героем женщины? Сколько ей лет? От 25 до 45? Бабушка будет героиня главная? Или молодая девушка? Что значит от 25 до 45 лет? Что это вообще происходит? О чем фильм? Когда читаешь эти параметры, сразу понимаешь, что лишь бы сделать какую-то новость. Рассказать о том, что мы женский стронг характер запустим туда. То есть сильную героиню. Но они даже не представляют, что за сюжет будет. просто главное запустить. Вот этот параметр от 25 до 45 о многом говорит. То есть невозможно понять, что за сюжет, о чем, для чего, почему. И называется главное вызов. Помните, я рассказывал о том, что осталось только туда заказывать девиц легкого поведения. И вот они запускают проект, называют его вызов и туда набирают женщин. Мои слова подтверждают буквально следующая новость. Вы только вдумайтесь в эти слова. Алена Водонаева изъявила желание сыграть в фильме вызов, съемки которого будут проходить в космосе. Бывшая участница Дома 2 раздумывает над тем, чтобы подать заявку на участие в кастинге. И вот сейчас эта новость приобретает истинный смысл. Поэтому и название такое вызов. Но опять-таки, конечно же, это все шутки шутками. Как обычно, лишь бы опять устроить какое-то соревнование с Голливудом, с Америкой, с проклятым госдепом, чтобы показать, что мы, отечественные производители, тоже могем в кинематографе, но, как обычно, будет какой-нибудь второсортный, а то и третисортный кал. Вспомните только последние фильмы, которые просто в наглую пародируют Порнхаб. Это очень даже печально, когда отечественный кинематограф оказывается ниже Плинтуса. Очень обидно за советские времена, когда наши фильмы действительно чего-то стоили. Но это еще не все. Если вы думаете, что шоу закончилось на этом, то глубоко ошибаетесь. Следующая новость. Вы знаете, у меня напрашивается закономерный вопрос. А что же такое сегодня Роскосмос? Это космическое агентство или это шоу-бизнес? Ну, посудите сами. Гендиректор Роскосмоса вдруг становится продюсером фильма. Фильм собираются снимать на станции МКС. Из кастинга устраивают шоу. Будут выбирать сначала женщину-актера, ее дублера, все это будут показывать по телевизору, сделают такое реалити-шоу, потом будут показывать, как они прошли отбор и идут тренироваться в Центре подготовки космонавтов, и там будут съемки проходить, показывать все это будут по зомби-ящику. И почему я говорю, что это шоу-бизнес? Потому что смотрите, что мы имеем дальше. Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями Рогозина. Госкорпорация Роскосмос открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина. В разделе песни о космосе можно послушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции рвем небом и в колочья, над землей летит корабль и не стреляй. Как пояснили в пресс-службе Роскосмоса, раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями различных авторов. Рогозин теперь стал у нас поэтом-песенником к тому же. Продюсер и поэт-песенник шоу-бизнес. Он пишет песни на сайте Роскосмоса сайт Роскосмоса, который посвящен ракетостроению, освоению космического пространства, какими-то научными опытами должен быть заполнен. Вместо этого действительно открываем сайт и видим раздел с песнями. Листаем, смотрим, видим, что там куча разных песен, в том числе написано, что автор некоторых слов сам Дима Барагозин. Это очень интересно. Казалось бы, зачем? Для чего на таком сайте такой крупной государственной корпорации какие-то песни? Что об этом сам говорит Рогозин? Рогозин говорит следующее. Он пообещал сочинить новые песни. И вот, что он пишет у себя в соцсетях. Я эти стихи от души писал о войне, о моей стране, людях, с кем имею честь работать. Писал в самолетах во время 7-8 часовых перелетов на космодром восточной. Когда остальные коллеги отдыхали. То есть все отдыхали, а он бедолага сидел и писал песни. Вот это достижение гендиректора космической государственной космической корпорации. Вот так вот. Потом он говорит, показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби. Отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше. То есть писал и буду писать. И даже не волнует. Но хорошо, это хобби. Это не имеет отношения к основной работе. Замечательно, талантливый человек, пишет замечательные стихи. Но если это хобби, тогда зачем на сайте государственной корпорации появились эти песни? Зачем? Ну это же хобби. А значит это не хобби. Это просто хоть что-то показать, хоть какое-то достижение. Вот смотрите, там где-то происходит кто-то умеет в Голливуде, в Америке устраивать шоу. Илон Маск запускает корабли в моцитеклетных костюмах летают туда их астронавты, коцмонавты. Они все это показывают. Ступени возвращаются, а у нас какие достижения? Не будут же они ржавые болты показывать, трещины, дырки просверлены. Вот какое-то достижение песни самого гендиректора Барагозина, Таланта. Вот такие достижения. И это тоже еще не все. Вы знаете, вот добавили раздел с песнями, добавили. Думаете, на этом все? Как бы не так. Роскосмос проведет музыкальный конкурс. Роскосмос намерен провести музыкальный конкурс среди сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Объявить о конкурсе корпорация намерена после завершения пандемии. Песни пляски сотрудники корпорации будут участвовать в этих конкурсах. Представьте, человек крутил болты, гайки собирал, какие-то консервные банки, ракеты со ржавыми болтами, дырки сверлил, а тут раз бросает он это все резко начинает ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла яблони в цвету и на Марсе будут яблоки летать. Вы видели вообще такое когда-нибудь? Это просто уже все маразм. Госкорпорация ракетная. Исследовать космос должны. Песни поют. Да. Это тоже еще не все, потому что абсурд будет впереди. Следующая новость. Есть у меня на канале разбор книги космонавта Сергея Рязанского. Можно ли забить гвоздь в голову? Обязательно посмотрите. Книга наполнена просто пропагандой алкоголизма, табакокурения и абсурдом. Обязательно посмотрите, кто не видел. Я думал, ну возможно обратят внимание на этот разбор. Скажут, ну что же это такое? Зачем вы пишете такие гадости? Не тут-то было. Захожу я на сайт Роско Космоса и вижу. Внимание конкурс выиграй комплект книг космонавта Сергея Рязанского и чтобы их выиграть примите участие и сделайте такие-то телодвижения. Понимаете, пропагандируют вот эту гадость, которая там написана. Вы знаете, очень интересно, когда космонавты уходят из профессии, они либо становятся миллиардерами, либо депутатами. А Сергей Рязанский занялся таким интересным бизнесом. Продает свои книжки, уже три штуки. Мало того, сделал кучу фотографий якобы, и эти фотографии распилил на пазлы и продают каждую фотографию в виде пазла. Понимаете? То есть, это надо уметь быть таким человеком, иметь надо такую вот жилочку, а то и две по бокам на висках. Вот он умеет. Помимо всего прочего, он еще и человек успешный успех. Он ездит на семинары и бизнесменам преподает уроки. Вот, пожалуй, совсем недавно состоялся его тренинг. Вот 7 ноября был билет от 8500 до 15000 рублей за одно место, чтобы прийти послушать космонавта бизнесмена. О, нормально, да? Ну, это ладно, каждый живет так, как может, но только не за государственный бюджет, когда тебе вешают звезды героев, платят пенсии по 50 чем-то тысяч, получаешь зарплаты из госбюджета. Это все ладно. Пропаганда алкоголизма и табакокурения. Знаете почему? И вот настал момент X. Роскосмос хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под брендом поехали. Роскосмос хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком поехали. Рассказали в пресс-службе Роспатента. Заявка номер такой-то, все есть. На регистрацию фразы поехали, то есть они регистрируют, патентуют фразу Гагарина поехали. В качестве товарного знака подано госкорпорации Роскосмос в отношении широкого перечня товаров и услуг уточнили в Роспатенте. Заявка охватывает классы, такие-то классы, которые предусматривают в международной классификации товаров и услуг парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-ботовая техника, драгоценные металлы, одежды, игрушки и алкогольная продукция. Сейчас заявка одобряется, проводится по ней экспертиза. Роскокосмос патентует фразу поехали, чтобы выпускать водку, понятно, почему теперь они пропагандируют эти книжки, выпускать табачные изделия, парфюм, игрушки и какие-то электронно-ботовую технику. Слово поехали патентуют. И теперь на полном серьезе можно утверждать, что Роскосмос поехал и поехал окончательно. Вот вам и коммерциализация. Я же сказал, снимают фильмы, становятся продюсерами, тренинги бизнес делают, поют песни, устраивают конкурсы песен и плясок и теперь будут выпускать маечки с Гагарином поехали, будут выпускать водку поехали, будут выпускать духи поехали и вообще они поехали. Ракетно-космическая отрасль. По-моему, вот эти слова надо вычеркнуть и оставить только Роскосмос. На сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Фотографии таки в пазлах нужно еще уметь продавать, мой друг. Всем привет, в эфире TMS аналитика. За последнее время накопилась куча интересных космических новостей, а потому в этом выпуске. Высадка на Сникерс, орбитальные мухи, несчастные бедолаги, космический бизнес, полено в космосе, тряпка от радиации, подгонка науки и дуршлаг в открытом космосе. Как вы уже поняли, этот выпуск будет не совсем стандартным, потому что новостей будет гораздо больше, чем три. И начну я, пожалуй, с самой такой распиаренной сегодня новости. Высадка на Сникерс. Вокруг этого события раздули такую клюкву. Все СМИ пестрят. НАСА высадилась на Марс. Как будто бы какая-то сенсация. И все уже забыли, что много-много десятилетий людей кормят этой дурью, потому что новый марсоход это хорошо забыты старые. Сегодня подробно об этом поговорим. Я вам зачитаю новость, а потом обсудим. Все уже забыли, что до этого НАСА запускала туда по официальной позиции опять-таки. Opportunity, Curiosity, Pathfinder и всякие. И тут очередной марсоход сделал фотографию, опубликовал звуки Марса. Давайте зачитаем новость, а потом обсудим, проанализируем и сделаем хорошую интересную аналитику. Вам понравится, я вам обещаю, потому что этот марсоход из каменного века. Американский марсоход Perseverance запущенный 30 июля 2020 года совершил посадку на поверхность Марса. Межпланетная станция вошла в тонкую марсианскую атмосферу на скорости около 20 тысяч километров в час. Потом за счет использования двигателей аппарата и парашюта скорость снизилась до 3 километров в час. С помощью трех специальных тросов марсоход был опущен в кратер Джезеро. Но самый настоящий изюм на борту ровера на Марс прилетел первый в истории марсианский вертолет Индженюйти. Это всего лишь миниатюрный дрон весом 1,8 килограмм. Однако он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли. Планируется, что вертушка будет запущена несколько раз. Индженюйти имеет два соосных винта размером 1,2 метра. Его высота 80 сантиметров а масса 1,8 килограмм. Вертолет сможет совершать полеты в течение 2-3 минут и на расстояние до 600 метров. Максимальная высота, на которую он способен подниматься 5 метров. Аккумуляторами для него станут солнечные батареи. Дрон прикреплен к гнищу планетохода. Планируется, что он будет отстыкован и начнет полеты через 2 месяца после посадки на Марс Персеверанс. Цель миссии оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород. В будущем они будут доставлены на Землю. По крайней мере американцы попытаются. Ну что ж, давайте обсудим эту новость. Очередной каменного века марсоход дальше поймете почему опустили в очередной кратер. У меня вопрос, почему марсоходы всегда внутрь кратеров опускают? Зачем? Ну если вы там имеете целую группировку спутников, вы картографировали как говорите практически всю поверхность Марса, почему не выбрали хорошую ровную поверхность, по которой марсоход сможет кататься? Нет, вы поместили его внутрь кратера, чтобы он там катался и снимал разные панорамы и фотографии. Вообще не нужно ни для кого. Зачем кратеры-то? Почему всегда кратеры? Почему непростая поверхность, что-то другое начните изучать? Нет, кратер и очередной марсоход, который выглядит как коробка обычная, коробка покрытая фольгой с колесиками, вот она катается и делает снимки. Высококачественные снимки, посмотрите, панорама 8К, 16К, у меня вопрос, откуда такие мощности у этого аппарата? Вот сейчас мы перейдем к самому главному, вы посмеетесь вместе со мной. Об этом вам никто не скажет по телевизору, об этом вам не скажут в пропагандистских пабликах, которые пропагандируют официальную позицию, что да, Марс существует, марсоход туда отправляет, а я вам расскажу. Но, помните, как раздоль клюкву, не зря сказал, что раздоль клюкву, будет прямой эфир, смотрите прямой эфир посадки марсохода на Марс, все ждали, ну да, давайте посмотрим прямой эфир. В концовке показывают нам людей, которые ходят в масках, вот в этих вот, значит, намордниках по центру управления, что-то там кричат, показывают мультики, траектории полета, всякие компьютерные графики. Когда же будет высадка на Марс? 21 век. Надеюсь, вы оборудование туда запустили, самое современное, чтобы показать в прямом эфире посадку на планету, покажете нам планету издалека, покажете горизонт Марса, покажете, как он туда приземлится, примарсится, что называется, да, и покажете нам хорошее видео, высококачественное, возможно, со звуком. Вместо этого показали нам трансляцию, и потом вау, смотрите, и показали два черно-белых снимка. Я называю это снимок через дверной глазок. Ну, посмотрите, у кого есть дома дверные глазки, вы понимаете, о чем я говорю. Точно такое же изображение рыбьего глаза, черно-белый, два, значит, снимка ужасного качества нам показали в прямой трансляции. Почему черно-белые, почему рыбий глаз, где высококачественные цветные фотографии хотя бы, где видеозаписи, нет, этого ничего не было, вот смотрите, черно-белые, значит, записи через дверной глазок. Но, по меньшей мере, смешно в 21 веке людям показывать такую чепуху. Мало того, проходит некоторое количество времени и нам показывают первый цветной снимок, такой же рыбий глаз, только цветной. Как будто бы до этого мы не видели таких же снимков с Opportunity и Curiosity, да, но зато раздули сенсация, высадились на Марс. Я понимаю, что в ключе шоу, вот американцы хорошее шоу показывают людям, они показывают, что деньги налогоплательщиков уходят недаром. Вот смотрите, мы запустили якобы ровер на Марс. В контексте того, если сравнивать с Димой Барагозиным и Роскокосмосом, то понятно, что у нас только на ложках играют, на сайте официальном Роскокосмоса публикуют песни, стихи Барагозина, и космонавты 30 уже с чем-то лет показывают одни и те же ролики, ничего нового нам не показывают. Вот смотрите, мы занимаемся на тренажере, вот смотрите, мы запускаем пузырьки, вот глядите, мы жонглируем коробками картонными. И все одно да потому. Но включая именно в таком шоу у американцев, конечно, вот такое замечательнейшее шоу. Марсоход не дешевое удовольствие, почти 2,5 миллиарда долларов, это гигантские суммы, 24 миллиарда. Ну вот налогоплательщикам хотя бы показали такие мультики. Хорошо показали цветной снимок, что же дальше? А потом они нас обрадовали, мол смотрите, мы вам покажем настоящее цветное видео в высоком разрешении при землении марсохода. И действительно показали интересный красивый мультик. Вот значит марсоход, вот поверхность какая-то такая песчаная, да, марсианская, вот он опускается, вот раскрывается парашют, да, очень красиво, интересно, и приземляется на Марс, да, примарсился. Парашют отстреливается, там какая-то коробка на двигателях, реактивные тяги там висит, 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 потом опускает на тросах этот марсоход, он падает и все хлопают в ладоши. Но что интересного? Обратите внимание, сейчас замедленно включу это видео, когда нам показывают приземление, я буду говорить приземление, потому что при марсении как-то нет такого слова, давайте будем говорить, как оно есть, не выпендриваться. Значит, при приземлении аппарата мы видим поверхность Марса. Во-первых, нам не показали Марса сдалека, нам не показали искривление Марса, горизонт Марса, значит, контраст, вот этот переход от неба к земле, ничего подобного показали нам чисто вот картинку направленную вверх на парашют и вниз на поверхность Марса. И вот опускается аппарат и обратите внимание, посмотрите, в один прекрасный момент появляется блик на поверхности Марса, то есть большой солнечный блик. Эту штуку заметил не я один, эту штуку заметили многие люди, в частности в сообществе ВКонтакте, потому что я тоже заметил, делал уже об этом материал, писал и смотрю, начали люди тоже публиковать это. Как правило, люди связаны с 3D моделированием. На поверхности Марса не может быть такого блика, как на воде, потому что поверхность материала это песок, песок и камни, которые очень слабо отражают свет. Блика яркого такого быть на поверхности не может. Если вы внимательно посмотрите на Луну, ту же самую, которая по официальной позиции освещается Солнцем, которая 146 миллионов километров от нее, никакого блика вы не увидите, вы увидите ровно разделенную Луну. Есть граница так называемая терминатор, где переходит свет в ночь постепенно, но это достаточно узкая полоска, но освещенная сторона, она приблизительно равномерно освещена, никаких бликов быть не может. В 3D моделировании есть такая штука, отражение и блики на материалах разных объектов. И вот когда неправильно подобран материал, неправильно подобран размер сферы, если мы говорим о том, что Марс сферический, то они должны были смоделировать это как сферу, тогда получается блик. То есть, вот посмотрите, картинка простая, нормально сформированный блик на поверхности, которая слабо отражает свет, это первый вариант. Вы видите, равномерно освещенная сфера. Вот так и должно быть. когда материал подобран неверно, тогда получается вот этот блик. Поэтому, может быть, от льда, от воды, от чего угодно, который материал отражает сильный свет, от металла, но от поверхности марсианской такого быть не должно. И здесь несколько вариантов. Первый вариант, либо это снято в миниатюре на макете с использованием точечного локального источника освещения. То есть, это какой-то макет, чтобы выглядело достоверно. Компьютерная графика все-таки не так, я бы сказал, далеко шагнула, чтобы нельзя было придраться. Поэтому могли бы, допустим, снять на макете. Большой макет относительно, он, конечно, маленький относительно размеров Земли, но он большой, к примеру. Миниатюр там 1 к 6, там 1 к 4, я не знаю, как подобрано. Действительно, такая же поверхность, песок, но источник света использован локальный, поэтому создался такой блик. И это ошибка, ошибка большая. Либо это действительно 3D-моделирование, это компьютерная графика, и это тоже ошибка материала, ошибка размера сферы, ошибка локального источника освещения. Они должны были отнести его дальше, чтобы сфера освещалась больше, тогда не было бы у них вот этого вот засвета. Это что касается видео. Я считаю, либо это снято на макете, либо это мультик. Ничего стоящего в этом нет. Дальше идем. Раздули клюкву, записали первые в мире звуки Марса. То есть, представьте, оказывается, не до этого марсоходы, Opportunity Curiosity, Pathfinder и всякие, не записывали никогда звуки, а это значит звуки записал Марса первый. Ну, такое ощущение, 21 века, и людям вот дали в качестве главного аргумента записал впервые звук, как будто что-то сложное. Микрофоны были, поставить эти микрофоны на прошлые значит, марсоходы, но это такая глупость, несусветная просто. Дальше идем. Значит, будет там летающий пепелац, коробка, обычная коробка на винтах, которая будет летать. Это вообще такая ересь, просто ересь высшего порядка. Сможет летать он в течение двух-трех минут всего, потому что там солнечные батареи, которые всего лишь 2-3 минуты держат емкость, потому что нельзя, оказывается, очень тяжелую коробку это было делать, так как она бы не взлетела. Дело в том, что якобы по официальной версии атмосфера Марса в 200 раз менее плотная, чем земная атмосфера у поверхности. То есть в 200 раз разряжений. Меня вообще терзают смутные сомнения то, что там даже коробка PEPELATS сможет летать на пропеллерной тяге. Но тем не менее, ладно, допустим, к примеру, мы сейчас говорим, что все это существует и опираемся на именно официальную позицию. Хорошо летает допустим этот PEPELATS там 2-3 минуты и на расстоянии 600 метров может летать. Но это пускай не сказки рассказывают тем, кто никогда квадрокоптеры не запускал. Есть квадрокоптеры, которые летают 20-30 минут. И все прекрасно знают, кто запускает эти квадрокоптеры, что вот 2-3 минуты это вообще ни о чем. Просто ни о чем. Какие 600 метров? Ну ладно. Взлетела эта коробка этот PEPELATS значит на 5 метров в высоту только сможет подниматься этот PEPELATS на 2-3 минуты пролетел 600 метров а дальше кончился заряд он упал. Куда упадет? Куда он полетит? Кто им будет управлять? Если по официальной позиции там по-моему разрыв с Марсом от 20 до 30 минут идет задержка. То есть управлять просто невозможно такими аппаратами поэтому это должно быть только в автоматическом режиме. куда он упадет? На камень на какой-нибудь под камень как он потом полетит дальше? То есть ну просто смешно. Дальше идем. Ну а теперь самое интересное самое вкусное наверное касательно этого марсохода. Вот об этом вам в официальных источниках вряд ли кто расскажет. Зачитываю. Новый марсианский ровер оказался менее мощным чем многие смартфоны. Это еще грубо сказано. На днях ровер NASA Perseverance совершил посадку на поверхность Марса. Стоимость этой научной машины составляет 2,4 миллиарда долларов о чем я и говорил ранее. Но она менее мощная чем многие смартфоны. Ровер Perseverance работает на старом чипсете который имеет почти такую же производительность как iMac 1998 года. Аппаратура ровера использует 256 мегабайт оперативной памяти причем она динамическая может меньше выделяться и 2 гигабайта хранилища. Процессор работает на частоте 200 мегагерц. Для сравнения вычислительная мощность этой системы меньше чем у часов Apple Watch которые имеют 512 мегабайт оперативной памяти в 2 раза больше и 8 гигабайт хранилища то есть там 2 здесь 8 а также процессор частотой в 520 мегагерц в 2 раза больше часы мощнее в 2 раза мощнее чем чипсет процессор ровера надо понимать что NASA предпочитает использовать надежные и проверенные компоненты ведь в случае выхода из строя ровер никто не обслужит вы помните вот эти все байки что сначала все разрабатывается для космоса а потом уже спускается вниз процессор 97 года разработка здесь вот не написано но я вам оставлю ссылки на официальный сайт NASA где есть эта информация то есть о технических характеристиках процессора так вот ровер использует процессор с архитектурой PowerPC от компании IBM за индексом 750 внимание этот процессор был выпущен в 1997 году на основе этой архитектуры в 2001 году значит был создан специальный процессор под названием RAT 750 якобы это процессор который может выдержать большую радиацию в 2001 году был собран под корпус просто процессор на архитектуре 1997 года и до сих пор используется NASA оказывается все значимые аппараты с 2005 года исключительно на чипсете PowerPC и 750 никаких никаких разработок никто не вел не разработали никакой современный мощный процессор 120 ядерный какой-нибудь с такой же степенью защиты и поэтому они используют процессор 1997 года вы серьезно ребята серьезно нет скажите мне это это же просто какая-то чепуха я не знаю как это просто комментируют сами подумайте просто подумайте сами 1997 года процессоры с 1997 года ничего не было сделано и поэтому они используют такое старье просто настолько наплевать вот им хоть они показывают хоть какое-то шоу что высадили марсоход якобы на красную планету стоимостью 2,5 миллиарда долларов но по факту там просто старье наверное в Nokia 3310 который вот легендарный кирпич там и то мощнее железо стоит о каких вот значит съемках может идти речь в 4К 16К с такой-то мощностью процессора центрального понимаете о каких видеозаписях о каких записях звука может идти речь вообще но это еще тоже не все вот этот значит пепелац который будет летать 2-3 минуты на 600 метров вдаль он тоже на старинном при старинном чипсете работает беспилотно летательный аппарат разведчик вертолетного типа Ingenuity на борту Perseverance тоже работает на довольно старом процессоре Qualcomm Snapdragon 801 это процессор 2014 года 2014 года ну хорошо хоть не 1914 года ламповая паровая машина какая-то 2014 года как она будет снимать вспомните смартфоны 2014 года и сегодняшнего дня мы понимаем с вами что сегодня процессоры мощность процессоров мощность GPU так называемого то есть видеочипа позволяет записывать хорошие материалы хорошего качества вот такая вот чепуха которая относится к высадке на Snickers ну и чем завершим эту новость завершим тем что на официальной странице в твиттере наш любимый Дима Барагузин именно на своей странице опубликовал мем один и второй первый мем значит первое что увидели американцы и свою туда значит пухлую рожу запихнул вот в этот дверной глазок а второй мем значит марсиане стоят с плакатами и такая достаточно оскорбительная я думаю для американцев надпись Янки go home то есть Янки проваливайте домой Янки это оскорбительное такое название американцев и такая вот значит националистический такой лозунг Марс для марсиан мы понимаем что это достаточно грубо для американцев ничего умнее не смог придумать Барагузин как опубликовать такие мемы а потом когда дошло до кругов высших все это и мемы удалены сразу это смело такой Дима Барагузин зачем ты удаляешь эти мемы опубликовал а потом удалил это ответ ответ значит на все достижения так называемые хоть я сейчас разобрал надеюсь что все это яйца выделенного не стоят все эти достижения марсоход из каменного века который по макету ползает где-нибудь в пустыне Атакама либо на острове Девон а у нас чем мы симметричный ответ ну опубликовал два мема Барагозин переходим к следующей новости следующая новость тоже очень интересная это наверное симметричный ответ как раз таки НАСА с их марсоходами на МКС доставит аппаратуру мутагенез для разведения мух российские исследователи намерены провести на международной космической станции эксперимент по наблюдению эволюционного развития дрозофил плодовых мух об этих мухах уже лет 40 тоже можно найти новости как эти мухи там и на станции мир были и на МКС о проекте как сообщает РИА новости рассказал генеральный директор специального конструкторского бюро при институте медико-биологических проблем российской академии наук Алексей Лагунов инициатива получила название мутагенез как из фильмов Марвел в настоящее время разрабатывается специальная ферма для разведения мух которую планируется доставить на орбиту в следующем году с помощью нашей аппаратуры возможно доставка биообъектов не менее нескольких сотен на МКС и их культивирование во время полета с возможностью контроля температуры и влажности аппаратура также оснащена функциями регистрации параметров и видеорегистрации сообщил господин Лагунов несколько сотен подозреваю я что это эксперимент по мухопитомникам то есть наверное космонавтов в будущем лишат еды вот недавно же помните была ситуация я давно не делал роликов на космические тематики значит кончилась еда у российских космонавтов на станции и им пришлось женема спаси жур клянчить у американских коллег их пайки ну американцы ну ладно вот вам жрите лаптеносцы наши американские пайки и видимо чтобы не голодовали космонавты в будущем будут разводить мух будут мухопитомники несколько сотен культивирование что самое интересное будут печь из них лепешки делать из них значит белковые какие-нибудь батончики я так полагаю ну мы же знаем что есть эксперименты по переработке мочи в питьевую воду ну я думаю это самое достойное будет ответ действительно нечего тратить деньги налогоплательщиков у меня есть ролик я не устану о нем напоминать это и космические кишкоблоды посмотрите сколько они нажирают на наши деньги народные бюджеты и драгоценные космонавты да из чего сделаны все по полочкам по официальным данным сколько тратится денег на этих кишкоблодов то есть космических дармоедов я бы сказал действительно правильно абсолютно автономная значит работа пьют свою мочу и заедают котлетами из мух это я думаю самое правильное переходим к следующей новости следующая новость тоже очень интересная давайте ее обсудим прочитаем и обсудим российские космонавты пожаловались на низкие зарплаты вот это поворот бедолаги ну давайте посмотрим российские космонавты недовольны работой центра подготовки космонавтов и просят главу Роскосмос перевести отряд в прямое подчинение госкорпорации по данным источников московского комсомольца они недовольны излишней бюрократизации и большой разницы в окладах космонавтов и руководства как пишет Интерфакс Роскосмос рассмотрит разные варианты поддержки космонавтов члены отряда космонавтов работающие в центре подготовки космонавтов пожаловались на снижение качества подготовки излишнюю бюрократизацию и большую разницу в окладах космонавтов и руководства космонавты попросили Роскосмос и его главу Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение госкорпорации Рогозин доложил о просьбе космонавтов лично президента что вы думаете вот пожалуются медики допустим на низкие зарплаты пожалуются пожарные МЧС так называемые учителя еще кто-нибудь на низкие зарплаты и как значит не было никакой реакции так и не будет как были копеечные зарплаты 15-17 тысяч так и остаются а по первой прихоти у космонавтов сразу все решается посмотрите значит Рогозин доложил о просьбе президенту и тут же выходит значит проект постановления правительства правительство Российской Федерации постановляет я зачитываю официальную выдержку все ссылки будут в описании в пункте 1.1 положение о материальном обеспечении космонавтов Российской Федерации утвержденного постановлением Совета Министров правительства Российской Федерации от 17 мая 93 года номер 455 собрания актов президента и правительства Российской Федерации такие-то собрания законодательства значит и пишут что они следующие слова 60 тысяч 900 рублей 63 тысяч 800 рублей 88 тысяч 450 рублей 69 тысяч 600 рублей заменить словами 82 тысяч 824 рубля то есть было 600 тысяч 60 тысяч стало 82 значит было 63 тысяч стало 86 было 88 стало 120 тысяч рублей было 69 стало 94 тысяч рублей настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года итак почему же так происходит кто бы что ни попросил поднять зарплаты ничего не происходит а космонавтам поднимают да все очевидно почему космонавты после завершения своей карьеры попадают на хлебные места занимают должности директоров каких-нибудь детских целых обществ там как допустим Сергей Рязанский он директор там детского общества какого-то раньше детский этот лагерь как называли бы советские времена сегодня это называется там детское общество занимают посты депутатов представителей советников консультантов почему а потому что все же понятно почему по первому требованию это все решается потому что если они начнут говорить то что не положено говорить станет плохо всем поэтому чтобы лишь бы молчали мало вам мало вам аглоедам 100 тысяч зарплаты и 56 тысяч за героя России мало вам что-то эти подработки всякие книги вы пишете продаете пазлы мало вам нате вам еще нате вам больше нате только молчите только ничего не говорите о том что происходит там летаете вы или не летаете вот почему так и случается что обычные бюджетники ничего не могут решить а космонавты по первому щелчку вот это простая думаю аналитика такой простой небольшой новости переходим к следующей новости ну вот следующая новость тоже очень интересная пока американцы показывают шоу с высадкой марсоходов там насколько я знаю Иран по-моему уже отправил якобы марсоход Китай а Роскосмос в это время что делает правильно открывает магазин своего собственного мерча вот официальный пост Роскосмоса идем в магазин главкосмоса официально дал старт работе нового интернет-магазина для реализации сувенирной и брендированной продукции на космическую тематику он работает на русском и английском языках вот так вот государственная корпорация которая живет за счет государственного бюджета за счет средств выделяемых налогоплательщиками на нами с вами они открывают еще значит магазин мерча и продают продукты там в три дорого вот смотрите толстовка обычная толстовка новомодная такое слово новомодная худи 6 тысяч рублей 6 тысяч рублей толстовка черного цвета и просто на ней значит аппликация аппликация вторая толстовка такого темно-коричневого цвета тоже худи тоже 6 тысяч рублей 6 тысяч рублей что стоит в этой толстовке 6 тысяч рублей аппликация ну давайте вот я зашел специально на алиэкспресс нашел точно такие же толстовки вот толстовка черного цвета да ее цена 579 рублей вот 6579 ну налепи туда переводку купи обычную переводку как раньше помните в советские времена делали через кальку утюгом раз-раз и вот тебе толстовка за 6000 рублей вот вторая толстовка которая значит тоже 6000 а китайская 825 вы скажете так может материалы там дешманские тут-то высококачественные а там китайцы шили из всякого ширпотреба да нет смотрим материал какой в официальной толстовке из глав космоса так называемого магазина Роско космоса и материал с Алиэкспресса точно такой же материал точно такого же качества толстовка есть разница 600 рублей от 600 до 800 и 6000 футболка обычная хлопковая футболка 2500 рублей точно такая же ничем не отличающаяся футболка такого же цвета точно такая же 100% хлопок только без кальки да стоит 303 рубля 2500 а 303 есть разница почему такие космические цены ну потому что космические магазины космические цены мерч продают государственные корпорации стыд и позор это просто уже переходит все границы наглости просто наглости дальше ну казалось бы носки 355 рублей не так уж и дорого но если сравнивать с китайским аналогом точно такие же носки такого же качества даже вот судя по виду я думаю гораздо качественнее в Китае тоже есть носки 355 рубля китайские 226 ну вот как-то вот дешевле все равно дешевле с Китая закупать я уж с Китая закуплю носки и нахрена мне закупать эти носки с роскокосмосского сайта дальше календарь календарь 2500 обычный календарь 2500 вы представляете проще самому напечатать календарь дома на принтере ежедневник 2500 записная книжка 2500 рублей наглости нет никакого предела вы скажете но ведь у Илона Маска у SpaceX тоже есть свой магазин но здесь еще раз говорю надо постоянно подчеркивать да есть свой магазин и там толстовку можно купить за 45 долларов переведите на сегодняшний курс и все равно сравните цены SpaceX и Роскокосмоса 6045 я не знаю когда вы посмотрите этот ролик в любом случае будет по курсу дешевле но SpaceX это чисто коммерческая организация коммерческая а Роскокосмос это бюджетная организация это государственная корпорация поэтому когда какая-нибудь коммерческая фирма открывается в магазин это нормально а когда государственная корпорация открывает такие магазины это издевательство над народом еще и за такие цены за наши деньги они гигантские суммы тратят на всю вот эту чепуху и мы еще потом за свои же налоги которые с нас взяли получается и мы еще потом за свои же деньги которые уже потратили еще можем покупать у них этот мерч благо я думаю идиотов в стране мало и такой мерч покупает вообще только отбитый фанат Роскокосмоса переходим к следующей новости а вот это тоже шедевральная новость Япония создаст первый в мире деревянный спутник японский университет Киото и компания Сумимото Форестри заявили о планах запустить в 2023 году первый в мире деревянный спутник везде эволюция а у японцев деградация об этом сообщает издание Никей Азия о планах создания такого спутника было объявлено на торжественной церемонии посадки семян из которых должны вырасти деревья для изготовления космического аппарата как пояснили разработчики проекта деревянный корпус не блокирует электромагнитные волны или электромагнитное поле земли что позволяет упростить размещение на спутнике антенн и других чувствительных механизмов про радиацию все видимо забыли тут же кроме того когда деревянный спутник сойдет с орбиты и станет падать на землю он полностью сгорит в плотных слоях атмосферы не выбрасывая вредных веществ и загрязняя обломками поверхность планеты создатели проекта надеются в дальнейшем развивать технологии использования древесины в экстремальных условиях с целью удешевления производства и минимизации вреда окружающей среде деревянный спутник то есть как нам говорят почему спутники хотели бы они делать из свинца хотели бы оборачивать их в специальную защиту но радиация не позволяет поэтому приходится как-то выкручиваться обматывать их фольгой обматывать одеялами вот этими ватными теплыми и обклеивать салфетками влажными стенки чтобы как-то радиацию сдержать а тут все сразу забыли опять лишь бы поднять такую клюкву раздуть что деревянные спутники мы с вами будем делать я думаю что ответ должен быть симметричным от Роскокосмоса я в них верю и Барагозин должен объявить о создании первого в мире спутника из камня то есть нам покажут как лично Дима Барагозин его сотрудники будут при помощи каменного молотка и зубила кремниевого выбивать из камня спутники и запускать их на орбиту переходим к следующей новости вот это тоже очень интересно она как раз таки напомнит вам о Робине Бобине о его величайшей защите от радиации от его значит такого лайфхака так называемого по защите от радиации на МКС для космонавтов создали ткань защищающую от радиации ну наконец-то возможно что-то стоящее давайте почитаем ее впервые испытают в октябре во время очередной экспедиции на МКС специальные жилеты защищающих космонавтов от вредной радиации на борту МКС могут появиться в ближайшем будущем в арсенале российских космонавтов в Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова совместно с ЦПК имени Гагарина разработали для этого специальный многослойный полимер как сообщили в Роскосмосе новый материал углеродный композит был отмечен золотой медалью в прошлом году на международной выставке изобретений в Румынии как утверждают его создатели композит создан для защиты от космического воздействия и с виду представляет собой обычную ткань подозреваю я потому что это и есть обычная ткань его тонкая структура является одним из важнейших преимуществ перед существующими аналогами аналогов нет к примеру в космосе до последнего времени для защиты жилого отсека от радиации использовали влажные салфетки разложенные в специальной кармашке широкого настенного коврика в одной из кают российского сегмента МКС вода как выяснилось лучше защищает от радиации чем свинец это же надо нести такую чепуху но это все же довольно громоздкие приспособления подробнее о том как будет проходить эксперимент на станции МК московскому комсомольцу рассказал один из его руководителей космонавт испытатель Антон Шкаплеров это напоминает ездок на пылесосе и птичка в будущем по словам космонавта если эксперимент покажет хорошие результаты из композита можно будет сшить защитные предметы космического гардероба к примеру жилеты для членов экипажа как вариант рассматривается и обивка им стен жилого отсека станции когда мы начинаем задумываться о полетах на Марс главной из нерешенных проблем остается преодоление радиационных поясов добавляют шкаплеров если не найти способа защитить космонавта от радиации он просто погибнет вспоминаем полет на Луну через пояса ваналины так называемые а тут погибнет эксперимент по испытанию свойств нового материала в числе других испытаний помогает приблизиться к решению проблемы сейчас сказал шкаплеров итак давайте обсудим эту новость ткань которая с виду представляет собой обычную ткань замечательно ничего выдумывать не надо сшили просто обычную жилетку из обычной ткани и купленную на алиэкспрессе и говорите что мы защищаем космонавтов от космического излучения потому что салфетки уже видимо рассмешили всех влажные до смерти люди попадали захлебнулись собственными слюнями от смеха подавились языком своим хохоча над этим идиотизмом ну и они решили что давайте заменим-ка мы на обычную ткань ну какая-нибудь обычная там не знаю парча какая-нибудь мешковина будет или излык сошьют что будет гораздо эффективнее и по-русски и будут выдавать это за защиту от радиации причем заметьте защита от радиации не просто всего тела жилетки будут шить руки ноги не важно шеи не важно водолазку шить ничего не важно зачем штаны в районе паха в районе скворечника не надо только жилетки зачем защищать от радиации на руки как у терминаторов с ногами неуязвимы к радиации поэтому только будем защищать все самое святое пупок переходим к следующей новости ну вот это вообще я не знаю я вот несколько раз читал в разных источниках эту новость вот сами сейчас поймете какой-то очередной абсурд науки когда у науки что-то не складывается они начинают выдумывать вот как раз таки один из примеров ускорение вращения земли сделает 2021 год самым коротким за последние 50 лет земля ускорилась оказывается из-за этого ученым придется добавить внимание отрицательную секунду добавить отрицательную секунду вот только вдумайтесь вот в эти слова ученых как стало известно за последние несколько лет ускорение вращения земли увеличилось настолько сильно что текущий 21 год станет самым коротким за последние 50 лет в связи с этим мировые хронометристы прямо сейчас решают следует ли им удалять секунду из времени суток тут более понятно наконец-таки объяснили что просто надо секунду удалить а не добавить отрицательную секунду тем самым приведя точное течение времени в соответствии с реальным вращением нашей планеты в течение последних десятилетий ученые были вынуждены добавить в общей сложности 27 дополнительных секунд добавить отнять сколько читал в разных источниках вот одно и то же где-то пишут наоборот надо из-за того что вращение было увеличено отнять а тут добавить надо потому что земля замедляется оказывается у них делалось это для того чтобы атомное время правильно соотносилось с солнечным но в середине двадцатого года все изменилось и теперь дни обычно короче 86 тысяч четырехсот секунд а уже за последние 12 месяцев рекорд короткости дней был побит целых двадцать восемь раз то есть как мы стали крутиться то быстрее в связи с этим продолжительность дней сейчас в среднем на 0.5 секунды меньше чем правильные 24 часа а не голову ломать на 0.5 секунд вот это да и для того чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем ученые вынуждены добавить одну дополнительную отрицательную секунду только вдумайтесь пока неизвестно почему это произошло и дальше самые гениальные фразы которые только есть на вращение земли оказывается влияет множество факторов знаете какие от притяжения луны до количества снега выпавшего в полярных регионах и листопадов в бескрайних лесах России и Канады скорее всего с нашей планеты не происходит ничего страшного но давайте обсудим вы понимаете всю эту абсурдность оказывается земля ускоряться может или замедляться из-за того что листва опала на деревьях опала много листвы земля замедлилась выпало много снега на полюсах земля стала вращаться по другому и вот теперь у них когда что-то не сходится когда сегодня все больше и больше альтернативщиков указывает на неточности на абсурд в науке доказывая свою правоту так называемую приводя свои контраргументы в оппозицию научным аргументациям которые до сих пор по большей части являются теоретическими теориями но вот смеют выдавать некоторые теории за законы это очередной абсурд и подгонка фактов когда теорию чего-либо общая теория относительности а потом говорят совершенно на голубом глазу совершенно не стесняясь закон всемирного тяготения когда теория стала законом непонятно и вот здесь такой же абсурд у них стало много чего не сходиться когда у альтернативщиков появились технологии для измерения они поняли что надо что-то делать и придумали что земля то замедляется то начинает быстрее вращаться якобы потому что ничего не сходится потому что солнце ходит по-разному если мы будем брать пускай давайте так скажу для официозников конспирологическую в кавычках опять-таки для остальных людей которые понимают о чем я говорю теорию плоской земли конспирологическую да которую уже сегодня можно и перевести из разряда теории в разряд действительно доказательств по большей части и вот вот у них не сходится солнце ходит по-разному то ближе то дальше круг по-разному идет возможно конечно идет какой-то сбой вот поэтому есть разногласия а ученые придумали что земля то у них очень удобно то медленнее вращается то быстрее самое интересное в науке это подгонка ну вот к примеру до недавнего времени считались некоторые примеры математические абсурдом на полном серьезе считались абсурдом ну допустим возведение в степень что такое возведение в степень сейчас я приведу пример возведение в степень это показатель допустим 5 в третьей степени это показатель сколько число должно быть умножено на само на себя раз на 5 в третьей степени 125 5 на 5 на 5 до недавнего времени считался абсурдным 0 в нулевой степени знаете что сегодняшняя математика произвело подгонку 0 в нулевой степени что такое 0 в нулевой степени ничего в степени ничего ну то есть ну даже если бы 0 в десятой степени 0 ничего в десятой степени у тебя все равно будет ничего так вот современная наука знаете что говорит 0 в нулевой степени равно единице вы можете это проверить, посмотреть по источникам. Математики старой школы говорят, что это абсурдный пример, он нерешаемый, а современная математика говорит, что ноль стремится к единице, оказывается. И даже есть куча роликов с объяснениями вот этого абсурда. Вот я говорю, когда что-то начинают официозники вам говорить, сразу приводите в пример подгонку и вот этот пример ноль в нулевой степени. Как ничего может стать единицей? Вот просто пусть они отвечают на эти вопросы без своего абсурда. Переводить сразу надо математику абстрактно в предметную. На предметах показывайте конфетки, шарики, лимончики всякие, мандаринчики, вот показывайте. И потом уберите все мандарины, покажите, что такое ноль в нулевой степени и как у них появится единица. В данном примере математика говорит нам о том, что они изобрели материализацию предметов из ничего. Переходим к следующей новости. Ну вот мы и добрались до финальных новостей, которые завершат эпопею сегодня с космосом. И это, конечно же, новости про МКС. Давно мы ничего не слышали про саму станцию. Итак, в корпусе модуля «Звезда» может быть до шести трещин, ставших причиной утечки воздуха на МКС. Об этом стало известно из переговоров космонавтов, которые НАСА транслировала 24 февраля. Первую трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере модуля «Звезда» космонавты нашли в октябре. Ее заделали гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Куда же без нее? 24 февраля место второй возможной трещины заклеили несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли в этом месте утечка воздуха. Надеюсь, пленка не с кассеты с пометкой 18+, как раньше подписывали от родителей. На кассету клеили этикетку с какой-нибудь надписью. Совершенно абсурдной, чтобы родители от детей, вернее, клеили. Что сейчас говорят дети от родителей. Но и дети, наверное, тоже так делают. Вот. 25-го, имеется в виду, вот этого месяца, космонавт Сергей Рыжиков установил временную заплату на трещину номер 3. Они трещины считают. Специалисты склонны считать, что трещины появились давно, просто ранее их не фиксировали. Пробоин может быть и больше шести. То есть космическое решето, лопается трещина, трещина на трещине, дырка на дырке, дуршлаг, решето. И сидят они, бедные, там пальцем одну дырку затыкают, другим пальцем другую дырку, носом третью, ногой четвертую, другой ногой пятую, и еще одним местом шестую трещину затыкают. Зачем эти новости? Как-то я говорил, еще в конце, наверное, да не то, что в конце, на протяжении всего 20-го года говорил, в начале 21-го, что, скорее всего, готовят станцию к затоплению. Но для того, чтобы это обосновать, надо постоянно людей подкармливать новостями, что станция лопается, что она изношена, что там дырки, там трещины, и ничего поделать с этим нельзя. Ну и как я и рассчитывал, следом выходит следующая новость. Ученые считают, что подчинить корпус МКС невозможно. Ученые считают, что подчинить корпус МКС невозможно, об этом пишут известия. По словам специалистов, на станции может быть более 6 трещин, и они опасаются, что МКС уже выработала свой ресурс. В металлической оболочке МКС со временем от наличия циклических механических нагрузок и термоциркулирования будут появляться и увеличиваться трещины. «Примерно те же процессы привели к разрушению мира», заявил заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПБГЭТУ Александр Семенов. Какая сложная аббревиатура. Он добавил, что восстановить металл можно только при его переплавке. Для этого придется полностью заменить весь корпус аварийного модуля МКС, что сделать, конечно же, невозможно. Эксперт заключил, что процесс появления новых трещин на МКС необратим. И вот стали, значит, появляться еще новости, что да, Роскокосмос задумывался о создании новой станции. И даже в документах по госзакупкам стали фигурировать уже новые аббревиатуры МКС и РКС, Российской космической станции. Ну, либо РОС, как они там пишут. То есть все, они готовят, скорее всего, 21-22 год, они примут решение в первом квартале, как и было ранее ими сказано, решение о затоплении станции. И начнут тянуть из народа деньги на создание своей собственной российской космической станции. Потому что супостаты американские, Евросоюзы всякие, накладывают, значит, санкции. Барагозин публикует мемы, которые оскорбляют американцев. И разрыв отношений неизбежен. Поэтому надо свою собственную станцию с Блэк Джеком и девицами легкого поведения. Вот такие вот новости к этому дню. Надеюсь, вам очень понравился выпуск. Он был информативным, был большим. И я думаю, аналитика тоже вам понравилась. На сегодня у меня все. С вами был TMStudio. Смотрите мои следующие выпуски. Подписывайтесь на канал. Вы знаете, у меня была большая идея посвятить этот выпуск полностью Диме Барагозину. Здесь должны были быть вставки. Они должны были быть очень интересными. Но так как подготавливать Барагозина очень тяжело, я вам раскрою секрет, я уже говорил, то есть Барагозина надо будет мне немножко сделать так называемый рекаст. Я буду его переделывать, я буду наверное его изменять как-то, потому что Барагозин делается при помощи нанесения муки на голову. Это достаточно страшная процедура, потому что можно нанести муку. Софиты, которые светят на тебя, они очень сильно греют, ты можешь потеть, вся эта мука впитывается, получается клейстер, потом отмывать это просто сумасшествие какое-то. Поэтому я буду делать что-то другое, наверное. Но была задумка и очень хорошая, сейчас поделюсь с вами скетчами, которые должны были там быть, просто расскажу, поймете, просто представьте, как это должно было быть, в частности, про магазин Роскокосмоса должна была быть такая ситуация, значит, стоит Барагозин, в коммутаторе нажимает кнопку, вызывает секретаршу, к примеру, Фекла, позови ко мне начальника маркетингового отдела. заходит такой незрачный начальник маркетингового отдела, всего его трясет, стоит Барагозин и говорит, слушай, я придумал новую идею для нашего магазина и показывает обычные черные штаны, пустые штаны, вот я купил штаны, дешевые, в Алиэкспрессе заказал себе, вот знаешь, какая у меня идея, ну ты глава маркетингового отдела, вот и придумай, как можно сделать, я предлагаю вот сюда и показывать штаны, значит, вперед, налепить сюда, значит, сделаешь аппликацию современной ракеты, нашей самой современной ракеты, ну там определишься, вверх ее или вниз направить, ты дизайнер, тебе лучше виднее, а вот здесь переворачивать штаны, значит, на заднее место, да, то есть, а вот здесь налепишь логотип Роскокосмоса, ну вот тут ему самое место будет, и будем продавать, скажем, за 10 тысяч рублей, ну и дальше там было и трусы, обязательно трусы, вот я придумал такие новомодные спереди, двух половинок должно составить спереди, желтые, сзади коричневые, ну вот только все наоборот, логотип Роскокосмоса спереди, а ракету значит, сзади, вот такой должен был быть скетч, к сожалению, ну, не получилось, буду Рогозина переделывать, у меня уже есть мысли, наверное, это будет парик с Алиэкспресса, мужской такой парик седой, потому что муку это не делаем, ну надеюсь, все-таки впечатление вам не испортил.